Да, коллеги, спасибо большое Дмитрию. Мы давно дружим в компании Гиберметод и с сочувствующим искусственному интеллекту. Но мы тогда были по разные стороны реки. Насколько я помню, Дима любил пролог, а я писала на лиске. Поэтому это было так. Ну, название у меня объявлено в докладе другое, но я хочу сказать, что когда стало ясно про полемический характер всего, и главное поднялся такой хайп, который сейчас мы имеем место. Вчера я только выступала на такой же конференции в нашем университете, посвященной искусственному интеллекту в образовании. Я как бы уже устала ругаться, и последнее, что я сделала с этим докладом, я поставила кавычки у слова интеллект, потому что все равно все плохо. Почему я выступаю? Потому что я давно этим занимаюсь. Действительно, в Петербурге до сих пор есть отделение Ассоциации Искусственного Интеллекта, и до сих пор жив этот семинар, так что welcome, если кто-то хочет. Но я хочу сказать, что тот искусственный интеллект, которым я занималась, он называется old-fashioned. То есть это старый искусственный интеллект, это на знаниях, все, что связано со знаниями. И оно не умерло, конечно, графы знаний живы, но сейчас рулит совсем другой. Вот, поэтому книжки эти, хоть и не устарели, которые я писала совсем, но сейчас явно мир ждет других книжек. Итак, с искусственным интеллектом. Нам не повезло в России с переводом, поэтому никакого искусственного интеллекта нету, а есть программы, моделирующие определенные когнитивные способности. Я знаю человека, которого надо расстрелять за термин искусственного интеллекта виртуально. Это человек, который перевел книжку Уинстона, первую книжку на русском языке по искусственному интеллекту, поскольку intelligence – это не интеллект. Интеллект – это гораздо мощнее. И вот там все когнитивные функции, они играют огромную роль. И убери любую из них, и интеллект будет совсем другой. То же, что моделирует сегодня intelligence – это, я не знаю, я боюсь сказать в процентах, потому что мощь нашего мозга не знает никто, кроме создателя, но это вот столько. И поэтому честные люди вообще-то не называют искусственным интеллектом, а называют «я большая лингвистическая модель». Согласитесь, она никогда не говорит «я искусственный интеллект, советую тебе, Петя, сделать то-то и то-то». Вот, это модель для постановки, и не более того. Как это случилось? Вот эти две ветки искусственного интеллекта, которые родились сразу, вот люди, которые занимались моделированием нейросетей, они сказали, что поскольку единственная мыслящая субстанция – это серое вещество, надо его моделировать. Но как его моделировать, не знает никто. То есть, как устроен мозг, не знает никто. То это, я вам говорю, с ответственностью не как инженер-электрик, а как человек, который был на конференциях Blue Brain проекта европейского, который посвящен мозгу и стоит миллиард. Там вышел швейцарец, самый главный, сказал, вот мы уже несколько лет его фотографируем, да на на уровне, мы ничего не понимаем. Чем дальше, тем больше мы не понимаем. Люди, которые говорят, что они знают, меня прямо дико раздражают эти вот биологи, извините, если биологи есть в аудитории, которые говорят, вот мы вам сейчас расскажем алгоритм, вот, ну это простите меня, ну или в лучшем случае заблуждающие люди, в худшем случае это проходимцы. Вот, никто этого не знает, и слава богу, что никто этого не знает, вот. Еще вдруг Стругацкие об этом говорили. Люди, которые жили в другой ветке, вот в том числе и я там живу, это символный искусственный интеллект, который говорит, мы не можем моделировать живое на неживом. То есть, самолет моделирует полет, но это не птица, у нее ничего нет, ни клюва, ни крылья не машут, но результат-то прекрасный, летаем на самолетах. Поэтому давайте делать другие модели, но результат должен быть сопоставим с результатами человеческого интеллекта. Вот тут была смена парадигм, логичная, очень захватывающая история, но у меня просто нет времени, в конце концов, это можно почитать, главное откидывать шелуху, потому что очень много шелухи. Но здесь очень квалифицированная аудитория, насколько я понимаю, поэтому все это вы знаете. Ну и это сейчас все были графы знаний, которые, слава богу, помогают нам и в соцсетях, и в поисковиках. А вот нейросети пережили не менее драматическую историю и выстрелили. Причем самое интересное, что выстрелили они неожиданно для самих авторов. Я читала статьи вокруг OpenAI много, и это удивительно, но они сами не ожидали. Они спорили, выкатывать ли эту версию, которую они выкатили для тестирования, не будет ли позора. А она стала вдруг так хорошо работать и улучшаться. И когда они увеличили число параметров до миллиардов, она стала еще лучше работать. Они думали, что так будет, но они не думали, что настолько. И последнее, что меня поразило, может быть, не все это успели прочесть, в мире примерно 3-5 человек понимают, как работает OpenAI. Все. Поэтому есть уже новый мем, переименовать компанию в CloseAI. И тогда все будет честно. Никто не знает. И опять-таки повторяю, я считаю, что это очень хорошо. Нейросети всякие разные, все внутри. Самое главное понимать, что чат GPT ни в коем случае не закрывает весь искусственный интеллект, ни технологии, ни исследования. А исследования и технологии сейчас разошлись почти ортогонально. И мы сейчас все-таки говорим здесь, в этой аудитории, о технологиях, которые мы можем применять. Успех беспрецедентный, революция страшная. Никто не сможет отсидеться. Это, конечно, родник книгопечатания по явлению. Может быть, еще страшнее, потому что масштаб книгопечатания все-таки был для образованных людей. А интернетом пользуются даже необразованные люди. То есть, на самом деле, трудно переоценить. Вот этот график лучше всего показывает 10 миллионов, они достигли за 2 месяца. Ни одна из программ, даже такие привлекательные, как TikTok, не смогли этого сделать и близко. Ну, все слова, которые вокруг искусственного интеллекта сейчас. Конечно, нам, как преподавателям, я думаю, здесь большинство преподавателей лучше понимать. До конца мы не сможем, может быть, это все, поскольку мы не специалисты. Но, по крайней мере, что такое токен, что такое alignment, это очень интересно, воспитание или выравнивание искусственных сетей. И учить их не говорить глупости и не говорить на запретные темы. Я думаю, эти слова выучить надо. Но самое ключевое слово – это промт. На самом деле, собака вся зарыта в промтах, и кто будет писать хорошие промты, тот будет получать хорошие результаты. И один из способов борьбы с жульничеством студентов – это заставлять их при каждой работе писать промты, с которыми они обращались. Если они научатся это делать, вы увидите их ход, их рассуждений и прогресс, и это будет хорошо. Про перестановки. Да, действительно, стахастические попугаи. Но там тоже все не так просто, потому что если подставлять будет чушь, а мы получаем не чушь, мы получаем совсем не чушь. Но мы начинаем получать чушь, если мы говорим долго. Я уже пробовала играть с депетией, я думаю, здесь все пробовали. Я попросила написать хорошее заглавие для моей статьи. Сначала она просто поменяла местами все слова. Потом она стала менять комбинации слов. А потом она дошла до того, что появились бессмысленные комбинации, которые выглядели наукообразно. Поэтому, на самом деле, эксперт всегда поймет, что текст написан не студентом, в том числе, потому что там всегда будут проскальзывать такие поверхностные, они выскочат невольно, некомпетентные. Но если текст достаточно длинный, конечно, длинные вещи. Но в любом случае для английского мне очень понравилось. Она придумала такое красивое название для моего английского доклада, что мне стало жалко отдавать его на эту конференцию. Я подумала, нет, должна быть покруче конференция, чтобы с таким названием. Тут-то я еще сама как-нибудь справлюсь. Вот сейчас появилась куча вот этих вот черненьких досок с подсказками для подсказок. Сначала надо показать роль, потом тональность, какой ты хочешь получить ответ. И если бы от этого разобраться, то сейчас уже можно написать несколько разумных пособий для российских преподавателей, которые помогут. Самое главное – это преодолеть их страх. Ну вот то, что пришло мне в голову ближайшее, это что можно уже использовать сейчас. И они очень настаивают. На Западе вот это рубрикс, они больны вот этими вопросами, потому что там очень много вот этого программированного обучения, гораздо больше, чем у нас. И она хорошо придумывает вот эти вопросы. Да, хорошо придумывает. Студенту пока я придумала два достаточно безболезненных задания, которые можно. Но я хочу сказать, студенты молодцы, у меня уже, наверное, нет времени, да? Все. Я закончу. Просто они меня поразили. В этом году я читала курс искусственного интеллекта, который я взорвала полностью из-за чат-депети. И вот одна девочка придумала такое задание. Она дала чат-депети задачку написать маленькую сказку про каждую из компаний, больших, крупных компаний, ну типа Марс, типа Кока-Кола. На английском у нас курс на английском читается. И студентам в группе дала задание по этой сказочке угадать компанию. А другой программе, которая визуализирует, по этой сказочке нарисовать картинку про эту компанию. Вы знаете, получилось очень мило, и не все можно было угадать. Самое смешное, на почте России, что она сделала. Вот, на почте России были лошади и ковбои, которые везли на лошадях почту. Потому что там была фраза, что она работает хорошо, но иногда не очень быстро. Ну вот, поэтому это было... Почту России наши не угадали студенты, а остальные, в общем, угадали. Вот. Ну, про детекторы еще хочу сказать. Они о себе много думают, детекторы. Они иногда... Ты вводишь нормальный текст, а она говорит, да, это сочинила AI. Это вот... И это неправда, понимаете? То есть... И самое ужасное, вот как раз я вчера вечером читала последнюю статью, если начать учить чат GPT текстом, текстами и датасетами, составленными ей же, вот тогда на выходе получается уже чушь. Вот программисты нас называют кожаные мешки, поэтому они пишут, мешки должны... датасеты должны составлять кожаные. Если только дать это машине, то это все взрывает, понимаете? То есть это вся логика. Вот тут начинаются монстры порождаться. Вот. Поэтому вот если вы сами обучаете, то надо очень осторожно. Ну, вот мне еще очень понравилась эта картинка о том, что никто ничего не понимает, а тихо сейчас стоит маленький котик за углом, понимаете? Собаки о нем, конечно, ничего не знают, потому что они собаки, а он котик. Вот. Теперь вот эта картинка тоже хороша, но, видите, дверь, на которой написано преподаватели вузов или школ, еще нет. Потому что... так что мы, ребята, еще поживем. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Татьяна Альбертонна, да, прежде чем передать слово тем, кто формулирует сейчас свои вопросы, вопрос от меня достаточно частный, но, как мне кажется, важный. Вы указали, что одним из направлений использования искусственного... Ну, сейчас, то есть, чат ДПТ, прямо сейчас для преподавателей является составление тестов. А, насколько я знаю, самой творческой частью составления тестов является составление дистракторов. То есть, правдоподобных, но не неверных ответов к вопросу. Вот как с этой творческой частью справляется чат ДПТ? Вы знаете, я, наверное, просто не смогу, ведь это на ваш вопрос, честно, потому что я не знаю. Дело в том, что я... Мой курс устроен так, что у нас экзамен студенты пишут письменно и анонимно, но они у меня рисуют все. То есть, у меня курс визуально-аналитическое мышление и система искусственного интеллекта основан на визуальных моделях знаний. Поэтому они, я такого не делаю. То есть, показать им... Ну, это интересная мысль, сделать неверную карту, дать им, чтобы они нашли все ошибки. Но это мы делаем на лекции, такие упражнения мы проводим. Ну, вот я думаю, что с этим она справится легко. Если вы скажете, дай ошибочное суждение, она это легко сгенерит. Я не вижу... Но правдоподобное. А она все правдоподобно делает. Это у нее в alignment записано. Все должно быть правдоподобно. Это вы знаете из опыта работы с преподавателями, которые должны составлять тесты. И с управляющими людьми с вузов, которые считают, что тест может составить методист. Главное возражение состоит в том, что главная творческая часть составления тестов – это составление дистракторов. Потому что правильный ответ можно взять из учебника, а неправильный ответ, но правдоподобный, может взять только человек, который в этой области гораздо шире имеет знания. Я с вами совершенно согласна. И более того, я считаю, что, конечно, я играла в это, когда был доступен КАХУД, помните это средство, я играла со студентами, им дико нравится. И я, конечно, придумывала эти вопросы, что было трудно такие. Вот. Это очень трудно придумывать вопросы. И это страшно интересно придумывать вопросы. И во время придумывания вопросов ты понимаешь, что надо в лекциях исправить. Это удивительно. Они сразу влияют, вот как обратная связь мощная, мощнейшая. Спасибо за ваш вопрос. Так, я иду к тому, кто первый поднял. У нас вопросы есть всегда. Мы школьное образование. Меня зовут Шапира Константин Вячеславович. Замдиректора 17-й школы Петербурга. Вопрос, конечно же, про школу. Вы же понимаете, что сейчас начнут тащить АИ в школы. Начиная от чиновников и заканчивая энтузиастами. Или наоборот. А нужно, а если нужно, то что нужно сегодня школьникам в школе про это знать? И нужно ли им это знать из школы? Вы знаете, спасибо за ваш вопрос. Он, конечно, очень глубокий. Я не специалист по школьному образованию. Но у меня два внука школьника. И я хочу сказать, что старший внук школьник, в 366-й школе у нас учится, он мне помогал, когда я осваивала Мид Джонни, например, визуализацию, промты, там все из дискорда, там все нетривиально. А они нас не будут спрашивать. Они уже используют. Когда я спрашиваю студентов, ну у меня, правда, третий курс, в начале курса по искусственному интеллекту, кто пробовал, это было в феврале, господа, в феврале, когда только начинался хайп, кто пробовал чат GPT, все подняли руку. Вот ни одного человека не было, кто бы не поднял руку. Поэтому это остановить невозможно. Вы знаете, поскольку это такая большая и закрытая вещь, мне кажется, что надо пробовать очень активно, чтобы понять, какие творческие вещи. И самое главное, надо наковырять столько примеров отрицательных для них. И уже они есть. Она когда-то, уже очень много мемов и шуток. И на русском языке особенно, потому что на русском не самая блестящая версия. Вы там почитайте вот это краткое описание алых парусов, которое сделала чат GPT. Ну это на уровне вот этих анекдотов про сочинение наших школьников. Они будут смеяться. Они будут смеяться, но они поймут, что доверять нельзя. Надо показать галлюцинации. Надо поймать как можно больше галлюцинаций. Ну и, конечно, вот эти детекторы. Но детектором, понимаете, детектор ты один раз пропустишь, она скажет, что это сделано AI. А второй раз пропустишь, она может сказать, что это написал человек. Поэтому пока не совершенно. Очень ранняя стадия. Главное, мне кажется, открыться детям и сказать, давайте вместе исследовать. Вот у меня второе задание студенты сделали. Первое было. Мальчик делал фотографии и выкатывал по три. И группа должна была догадаться, какая фотография сделана AI. И какие фотографии реальны. Так же было с музыкой. Музыку угадали, картинку угадали, фотографию не угадали. Очень хорошее качество. Пять пальцев было на месте. То есть, ну, все. Редкость. Да, это редкость, редкость. То есть они и придумывают. Надо дать им творческие задания. Тогда они увидят несовершенство. Потому что вот эта моя девочка, которая первая. Я говорю, сколько у тебя ушло на промты? Она говорит, ой, даже не спрашивайте меня. Ну, то есть в сумме часов 20. Понимаете? Это много. На пятиминутный квиз, на лекции. Это промтинг, это не так просто. Чтобы добиться от нее чего хочешь. Понятно. Кто-то еще поднимал руки. Так, и следующий. Да, Егор Апрельский, СТО компании Лаборатория Знаний. Вот вы как-то противопоставили нейросети и графы знаний. Я, как такой небольшой фанат графов знаний, тоже. Вот мне кажется, что они в какой-то момент целются в экстазе и будут вместе такое. Дай бог. Мы этого очень ждем. И я жду этого всю жизнь. Потому что на конференциях по искусственному интеллекту вначале были попытки соединить Machine Learning и Knowledge Based System. Но, знаете, дальше, собственно, дошли до того, что нейролюди вообще перестали нас приглашать на эти конференции. Они отдельно собираются. Абсолютно. И тут тоже понимания очень мало. И со скрипом. Вот я вхожу в редакцию журнала искусственного интеллекта принятия решений. Статьи по нейросетям сначала тяжело проходили. Наши старцы не хотели. Потом им говорят, ну все, уже, Вася, все, твое время кончилось. Ну надо, надо. То есть это очень непростой процесс. Но, понимаете, там принципиально разные парадигмы. Это было бы здорово, потому что именно графы позволили бы сделать прозрачность, откат. То есть объяснить, почему. Сейчас это же черный ящик в квадрате. На самом деле черный ящик не символьный AI. А черный ящик это нейросети. Никто не знает, на каком 131 шагу она сделала так или иначе. Понимаете? Мне уже, я тоже читала сейчас статью про котиков там, желтые и синие котики. Вот. И желтых котиков было больше. Сеть так научилась. И поэтому, когда ей стали предъявлять новых котиков, она стала как-то все время стяготеть к желтым котикам. А потом стала делать их зелеными. То есть когда голубое с желтым сливается, и последняя выборка котиков оказалась вся зеленая. Понимаете? То есть надо понимать, а зеленых котиков изначально не было в выборке. И почему? Спроси ее. Здравствуйте. Инна Миронова, просто человек интересующий. Вот по поводу того, что никто не знает, как работает OpenAI. Возможно, больше бы людей знали, как работает OpenAI, если бы компания OpenAI открыла исходный код, как они обещали сделать изначально. Но потом они отказались от своего решения. То есть они открывали исходный код первых своих моделей, то есть GPT-1, GPT-2. А как только их программу начали приносить какую-то прибыль и успех, они отказались это делать. Так что... Да, но они это сделают специально. На самом деле это довольно опасно. Я не говорила об этических проблемах, но все понимают, насколько это опасно. И сколько будет фейковых новостей, и будет невозможно вообще... В той помойке, что сейчас интернет, добавить еще контент, который... И он начинает появляться. Контент, созданный искусственной нейросетью, это... Это, во-первых, выборку меняет, я уже говорила об этом, датасеты. А как это умы будут влиять, это вообще страшно представить. Но разве не страшно представить возможное использование искусственного интеллекта при непонимании людей, как он работает, и невозможности понимания, так как исходный код закрыт, использование этого искусственного интеллекта, например, правительствами стран, для того, чтобы, ну, как бы, массовую слежку сделать какую-нибудь, как, например, правительство Америки делает. До конца, пока они не знают все. А слежка в Китае уже есть. Конечно. Но вы представляете, на какой уровень это может выйти, если... Если они узнают, и, слава богу, у них нет вот такого количества кластеров, и такой мощности вычислительной, которая есть у компании OpenAI. И, во-вторых, люди там уже умные, люди писали в манифесты, что о том, что надо регулирование срочно вводить. И я думаю, что до тех пор, пока не будет какое-то мировое регулирование, договорятся хотя бы до чего-то, маркировка этого контекста в сети или что-то еще. Я не думаю, что... Будут все-то тормозить с широкой распространением. И пускай тормозят. Можно еще один вопрос? Я в продолжении, вот то, что девушка говорила, так немножко конспирологии. Ивановиченко Дмитрий, библиотека Ушинского, Москва. Если вот сейчас нам выкатили на весь мир вот такую бесплатное пользование штукенцию, то что может быть действительно у тех, у правительств, да, с их ресурсами? Вот вы как специалист, может быть, что-то знаете про это? Нет, я, слава богу, не специалист в этом, вот, и выкатили все-таки версию К3, сейчас бесплатно работает версия 3, которая еще, ну, три с половиной, которая не слишком хороша, и они говорят, что там информация накопленная в интернете, включая 21 год, 22, по-моему, уже даже не входит. Вот, та версия 4, я думаю, там тоже очень много ограничений, о которых мы не знаем. Ну, да, сейчас все спохватились. А что же может быть у тех, кто вот нам не рассказывает, да, то есть там у правительств с их ресурсами, деньгами, вычислительными ресурсами, то есть у них, может быть, там все уже на порядок круче стало? Вы какое правительство имеете в виду? Любое. Китайское, американское, российское. Вот, на самом деле, в технологиях рулят не правители, а рулят вот эти Big Tech. Поэтому я не думаю, что, например, у правительства США мощности больше, чем у Гула, скажем так, или у Меты. Это очень сложно сейчас с этими облаками. Ну, знаете, вот тут надо специалиста по кибербезопасности. Я не стану тут гадать на кофейной гуще, но я точно знаю, что, ну, вот, страшилок, время еще не пришло, по крайней мере. Сигналов о страшилках пока не поступает таких уж страшно. Я озвучу вопросы из онлайна. Первый вопрос, это не вопрос, это просьба. Может ли спикер поделиться ссылками на труды, чтобы ознакомиться? На труды? На труды какие? Да, вы знаете, ну, Татьяна Гаврилова гуглится, там все есть. Это ответ, да, хорошо. И на английском, можно два раза набрать, тогда будут и на английском все труды, и на русском. Второй вопрос, посоветуйте сервис доступный? Альбертовна только надо, Татьяна Гаврилова много, вот Татьяна Альбертовна. Да, Татьяна Альбертовна Гаврилова, пожалуйста, гуглите и получите все, что вам надо. Да, даже книжки там, люди, кому-то не лень было сканировать мои книжки, и они выложены, боже, берите. Это здорово. Второй вопрос, посоветуйте сервис, доступный в России без танцев с бубнами? Абсолютно спокойно. Телеграм, чат GPT-бот работает вообще. В Телеграме, да. В Телеграме. Я тоже им пользуюсь, да. Я через Телеграм и на русском работаю. Да, заходите в Телеграм, ищите чат GPT, и вам всплывает большое количество ботов, любой из них, видимо, подойдет. Способствует ли применение искусственного интеллекта развитию критического мышления? Хороший вопрос. Понимаете, способствует ли чтение книг развитию критического мышления? Для тех людей, у которых способны к критическому мышлению, оно способствует чтению книг, так же, как и работа с чат GPT. Но, к сожалению, в целом поглощение информации маленькими порциями, без анализа, без ссылок, безусловно, вот это клиповое мышление, которое сейчас, я в себе его ловлю, что там говорите, вы в детях это страшно. Конечно, не способствует, потому что нет времени думать, есть время читать. Понимаете, мы уже давно думать перестаем. Поэтому, но это ни в коем случае не является основанием для того, чтобы от этого отказаться, а сидеть в библиотеках, там, загонять туда детей, чтобы они читали книжки, которые, безусловно, являются... Самое главное, тут сейчас вот от физиологов, я уверена почему-то, что чтение длинных текстов в книгах вызывает определенные когнитивные процессы, которые нам нужны для построения дискурса и рассуждений. Вот это надо делать точно, но вот это надо делать в школе и рано, потому что, если это не заложено, то потом уже взрослого не заставишь. Спасибо большое, Дмитрий, за возможность принять участие в конференции. Я, честно говоря, редко принимаю участие в таких мероприятиях. Зовите, пожалуйста, подробнее, откуда вы, потому что я не объявил, а людям в онлайне это может быть непонятно. А вся презентация про этого, не переживайте. Все хорошо. Да. Я с возрастом понял, что я, к сожалению, интроверт, но при этом очень сильно люблю людей и верю в людей, и поэтому остаток своей жизни посвятил нейротехнологиям. Я расскажу, поделюсь своими мечтами, о чем я мечтал вот примерно так в детстве. Много книг читал и мечтал вот раз, книжку положил под подушку, с утра встал, вся информация в голове. Это правда были мечты. И когда вот вышел фильм «Матрица», то есть я в то время работал в Министерстве атомной промышленности, такой высокотехнологичной компанией и так далее, и было здорово, когда знания передают сразу в мозг. И правда это было достаточно зажигательно. Это тоже была мечта моя. Я с вами делюсь мечтой, с вами мечтами, как она трансформилась для того, чтобы вы понимали, ну, кто я, да, то есть вот меня просили представиться там, да. И то, чем мы занимаемся, это про это. Вот ровно про то, что заснуть и проснуться со знаниями, которые лежат под книжкой, в книжке, да. Или вот, например, Нео вставили в мозг что-то там, какую-то штуку, и я уже не просто обладаю информацией о кунг-фу, которую прочитал в чате GPT, а я знаю кунг-фу, я умею применять кунг-фу. Ну, и вот моя мечта вот такая еще есть, да. То есть, как бы мне, представляете, вот Татьяна Альбертовна, стоит вот эта Татьяна Альбертовна. Сколько у нее знаний, представляете? Она раз что-то нажимает, и эти знания, наверное, у меня в голове. Кто так хочет? Представляете, да? Скорость передачи этих знаний, не информации из чате GPT, а знания, освоенная информация. И вот про эту часть как раз все то, с чем мы занимаемся. А именно, про мгновенную, ну, про мгновенную передачу знаний от одного мозга в другой мозг. Ну, тут у меня, знаете, я так, директор компании, и сейчас говорю из некой визионерской рамки. Но дальше будет зуботоропительная история. У меня присутствует руководитель научного подразделения, психофизиолог. И, короче, про мозги и СТО, и наш тоже человек, который реализует вот эти все наши фантазии, который разделяет со мной, кстати, вот эти вещи. Как, как действительно, как же подступиться к этой мечте? Как начать реализовывать эту мечту? Как у Татьяны Альбертовны взять эти знания с мозга? Вот она сидит и улыбается, представляете? А я сижу и смотрю на нее. Как понять, что я освоил, что я не освоил? И это все вот на этих слоях у нас есть. Когда мы говорим про когнитивные слои, там их полным-полно, то есть мы глубоко в этом разбираемся и так далее. Сознательно то, что вы нам рассказали сейчас, подсознательно, бессознательно, вот именно туда, в эту часть мы лезем с помощью наших технологий. Согласен. Я поэтому и рассказал о своих мечтах. Только человек, который мечтает о чем-то вот таком вот, да, может просыпаться каждое утро и заниматься такой штукой, которая на перспективе имеет достаточно долгое время и технологии. Илон Маск зубы ломает свои. Так вот, если в процессе передачи знаний мы можем оцифровать бессознательные или подсознательные процессы и вербализовать их вот так вот, то то, что вы рассказывали, еще вам было бы понятно. Ага, что я понял, какой блок, какой граф знаний я понял, какой я не понял, что мне достроить и так далее. Было бы же супер, Таняна Альбертинна. Да, то есть мы бы с вами бы еще бы скорость как-то увеличить, в идеале мгновенно. А почему мгновенно? Там мир меняется, вот это все, все мы это все знаем там, да. То есть и скорость обновления знаний, не информация, информация кипит вон. А те знания, которые у меня освоены в мою мозгу, крайне важны. Ну все, вот это вот такое визионерское представление нашей команды, куда мы движемся, зачем мы движемся и так далее. Ай, погоди, Егор. Татьяна Альбертинна, а я вот про ваш тезис, знаете, мне интересно. У меня бабушка двоюродная в Ленинграде жила. Поближе микрофон, пожалуйста. Благода пережила на канале Грибоедова там, да. Вот, и у меня такие корни и воспоминания с Ленинградом очень такие. Бехтерева, ваша землячка, про мозг что сказала? В 1988 году, в интервью у нее есть, Чем больше наша семья и наши коллеги изучают мозг, тем больше они понимают, что он приемник. Приемник чего-то большего. На этом я закончу свое выступление. Спасибо. Да, так теперь я на крестик. Да, вот Александр нашу визионерскую позицию озвучил, а я такой уже с технологической позиции продолжу. Я СТО, меня зовут Егор. Вот у нас, ну, собственно, мы опираемся на технологию, которая же больше 100 лет известна. Значит, есть технология электроэнцефалографии. Очень простой принцип. Когда наш мозг думает, он генерирует электричество, и можно изменение электрических полей поймать на поверхности, в том числе головы. Да, вот мы берем этот старый-старый принцип и его уже как бы совершенствуем. Во-первых, ну, уже там лет 10-20 назад стали появляться, и сейчас уже очень сильно развились приборы, значит, такой потребительского класса, электроэнцефалографии, под названием нейроинтерфейс. Вот один сейчас на мне. Вот, ну, вот они бывают всякие разные, в разных местах у них электродное отведение. Вот, мы используем тоже несколько разных типов вот таких устройств. Значит, и дальше мы что делаем? Мы берем нейроинтерфейс, надеваем на человека, например, на учащегося, то есть на кого-то, кто проявляет интеллектуальную деятельность, интеллектуальную активность. Значит, дальше есть программа-агент. Вот у меня, кстати, такая тоже есть. Я сейчас прям пишу себя. Которая собирает по Bluetooth данные и передает их на сервер, где уже происходит вычисление, обработка. То есть мы из сырого, так называемого, сигнала, вот эти там изменения напряжения, никому не понятные, мы получаем хорошо интерпретируемые индикаторы, которые можно уже, ну, как-то трактовать, да. И дальше это все превращается в какие-то дашборды для принятия решений, в рекомендации и так далее. Вот, ну, например, да, вот крупным планом, если там, у меня на телефоне не очень было видно, но так это выглядит примерно. То есть есть клиентская часть, есть то, что можно посмотреть там, некий дашборд по нескольким людям, например, да, вот можно сделать. Так, ну, про обработку данных много говорить не буду. Важно, что есть ритмы мозговой активности. Тоже много, там, кто знает, слышал, про них там альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм и так далее. Вот их соотношение, они дают информацию о том, в каком режиме мозг работает. То есть для того, чтобы прям мысли прочитать, это надо прям забуриться глубоко там. Либо электроды прям на мозг положить, либо человека в МРТ засунуть. Ну, вот такие устройства, неинвазивные, они вот, ну, что-то базовые режимы работы позволяют понять. Ну, дальше, вот, собственно, алгоритмы машинного обучения, те самые нейросети, ну, и другие тоже алгоритмы, не только они, вот, превращают это уже в индикаторы. То есть мы их обучаем, когда мы точно знаем, чем человек занят или в каком он состоянии. Вот, как бы мы это используем в датасете, и дальше мы получаем некий измерительный инструмент, который уже нам это говорит. Вот. Ну, индикаторы можно собирать под задачу, они бывают разные. Вот это примеры тех индикаторов, которые, ну, мы считаем, очень хорошо отражают там разницу в разных типах интеллектуальной деятельности, в том числе в образовании они играют роль. То есть это там уровень стресса, тревожности, увлеченность, когда человек в состоянии потока находится, когда ему интересно, значит, концентрация, насколько он сфокусирован, вообще там внимание прикладывает, когнитивная нагрузка, то есть это загрузка оперативной памяти человека, она должна быть не ниже определенной, то есть, как правило, когда человек чем-то интересным занимается, она там достаточно высокая, но и слишком высокая тоже плохо, да, это вот как, ну, вот оперативная память у компьютера, да, такой же. Ну, и эмоции можно, например, да, смотреть там, радость, отвращение, удивление, печаль, страх и так далее. Вот, то есть это некие инструменты, которые можно в реальном времени с человека, в принципе, считывать вот с помощью такого прибора и, ну, использовать в том числе в образовательном процессе. Ну, дальше, да, возможно, применение, я просто пару схем расскажу, а потом мы про кейсы уже там Сергей расскажет. То есть первое, это аналитика, какая оптимальная длина лекции, сложно, не сложно ему, ну, то есть для того, чтобы совершенствовать ваш образовательный контент или ваш учебный процесс. Второй кейс, это Real Time Dashboard, когда преподаватель имеет обратную связь, прямо вот сейчас, да, в моменте, и может скорректировать там какую-то драматургию своего занятия с учетом того, как на него реагируют. Ну, здесь преподаватели, многие сразу говорят, что, да чего, мы не видим, что ли там и так, вроде как, типа, мы эмпатией владеем и так далее. Но вот поверьте, не настолько точно человек распознает состояние аудитории, тем более, когда несколько людей. Это разница примерно такая, вот как вы на машине едете, да, вы скорость же чувствуете, быстро вы едете или медленно. Но превышаете ли вы эту скорость, вам непонятно без спидометра. Вот тут то же самое. Персональный образовательный трек, то есть мы можем смотреть, когда человек выпадает, можем посмотреть, в какие моменты, значит, он просто не был включен, и ему, значит, это не упало в голову, его вернуть и там сказать, вот посмотри, здесь вот ты что-то был невнимателен, или тебе было неинтересно, или слишком сложно, вот как бы скорректировать, да. И можно в том числе посмотреть, как человек на конкретные курсы, на конкретных преподавателей реагирует, и там ему это менять оперативно. Вот, и в оценке компетенции тоже человек может проявлять что-то, ну, какие-то знания, там, правильно отвечать на вопросы в тесте, да, но при этом ему деятельность может быть неинтересна, он сюда пришел за деньгами, или она может быть для него стрессовая. То есть, как бы человек научился, вот, ручками сделать что-то, но он, ну, как бы это не его, да, это можно увидеть, в принципе, тоже с помощью нейро. Вот, теперь Сергей Горюшко, наш психолог. Да, коллеги, я прошу подсократить, наверняка будет масса вопросов к этому интересному докладу, поэтому давайте оставим время для вопросов. Кейсов там штук 20, я, наверное, расскажу три, и, собственно, перейдем к вопросам. Например, один из наших первых кейсов с Московским Центрическим Педагогическим Университетом, как разный контент влияет на состояние слушателей. Один контент, например, был про закон образования, и второй, как давать детям поддерживающую обратную связь. Предсказуемый результат, закон образования сильнее нагружает рабочую память, там куда больше моментов, когда она перегружена, и в целом в голову не падает, да. С другой стороны, про поддерживающую обратную связь контент увлекательнее, но при этом сфокусирование студенты были именно, когда слушали закон образования. То есть это как такой маркер, что человек действительно погрузился в проблему, что у него загружена оперативная память, загружен центральный процессор, он внимательно сосредоточен. Можно это отслеживать. Кейс, когда можно давать обратную связь в режиме реального времени, когда вы преподаете что-то, связанное с программистскими дисциплинами. Если кто-то когда-нибудь преподавал программирование, выглядит это достаточно странно. Преподаватель сидит что-то на компьютере, вписывает студенты точно так же своими компьютерами. Люди друг друга не видят, они не смотрят в глаза друг к другу, никакой там эмпатии прямой не идет. То есть преподавателю действительно тогда нужны подсказки, а его вообще слушают, его вообще понимают или нет. Или как бы они за монитором там тихонечко спят, или ютубчик смотрят. Можно проводить отдельные, смотреть научные гипотезы. Например, у нас была гипотеза с Центром образовательных технологий питерскими про то, как лучше учить VR конкретным коммуникативным навыкам. Не казалось, например, что забыли все, когда учат VR, очень простую вещь, что VR это отдельная образовательная среда, которую надо научить. Просто так дать человеку VR сказать «на, учись» не получится, потому что человек будет отвлекаться на то, что «а, как интересно, как здорово, новая среда». И у него не останется ресурса на то, чтобы действительно учиться. Он будет просто разбираться с новой для него средой. А если дать ему отдельно адаптирующие занятия, чтобы он сначала освоил среду, а потом уже учился, эффективность обучения будет намного выше, и когнитивная нагрузка при этом намного ниже. Ну и, наверное, какой-нибудь последний кейс. Кейс про, скажем, групповую работу. Вы дадите эту презентацию? Да, никаких проблем. Да, чтобы они познакомились со всеми кейсами. Можно в рамках одного показателя транслировать преподавателю в режиме реального времени, насколько группа сонастроена друг на друга. Например, если мы банально будем мерить корреляцию между отдельными участниками, попарную, да, и выведем средние показатели, мы будем понимать, у нас люди сейчас одновременно становятся более внимательными или одновременно менее внимательными. Да, там, сейчас они все начали стрессовать, сейчас все, наоборот, расслабились. Такая группа, соответственно, сонастроена. Они на одной волне, и групповая работа вот таких групп получается более эффективной. И, например, мы это проводили на университете НТИ. Взрослые люди сидели, пытались строить большие планы о будущем развитии образования. У них был модератор, который следил на, как раз, как у них получается, с одной стороны, а с другой стороны смотрел на то, насколько они синхронны. И вот заметили паттерн, что с каждым последующим заданиям, которые они выполняли, синхронность группы возрастала. То есть, соответственно, банальный отсюда вывод. Нельзя давать те задания, которые вы хотите, чтобы гарантированно хорошо получились в самом начале. Дайте группе сначала освоиться. Как всегда, эти рекомендации все можно задним умом дойти, задним умом все крепкие, но лучше, когда у вас есть цифры, которые подтверждают ваши собственные гипотезы. И, в принципе, любую гипотезу, которая касается вашего образовательного процесса, есть, можно поставить эксперимент и проверить, что в вашем случае на вашей конкретной аудитории будет эффективнее. Спасибо. А у меня... В завершении... Какие-то жидкие аплодисменты. Что-то неинтересно. То есть, в завершении я хочу сказать про что? Про то, что вся наша платформа, про которую кейсы, технологии рассказывали, она показывает те самые бессознательные процессы. Мы их пытаемся визуализировать для того, чтобы качество самого, качество основного процесса улучшить. То есть, когда мы говорим про преподавание, то есть, мы бессознательный процесс в процессе вытаскиваем, как педагогу, методисту, по контенту и так далее. Для того, чтобы само качество преподавания увеличить, улучшить. Спасибо. А у меня вопросы, реплика к визионерской части. Вот какая. Когда вы говорите, что мечта состоит в том, чтобы взять знания у преподавателя и мгновенно перенести в голову ученика, у меня здесь возникает опасение, что голова ученика может просто разрушиться. Вот почему. На самом деле, знания в голове преподавателя это вовсе не знание. Знание – это абстракция. А в голове у преподавателя находится знание, адаптированное к картине мира преподавателя. У ученика своя собственная картина мира. Она может быть беднее, она другая и так далее. И если вот это знание, преобразованное в картину мира преподавателя, сразу и без преобразования, без оболочки какой-то внедрить в голову ученика, то получится забивание гайки молотком на болт. То есть голова может просто поломаться, потому что оно как пазл не входит туда, в картину мира ученика. Сейчас мы это делаем посредством слов. Нам это очень трудно, но по крайней мере мы гарантированы от того, что наш ученик сломается, условно говоря, его мозг. Что вы по этому поводу могли бы сказать? Я вот просто думаю, как вам ответить. Вы мне задаете вопрос в визионерскую рамку, такой с технической реализацией. Это не техническая реализация. Это методическая, скажем так. Мой ответ, наверное, такой, что все величайшие открытия были проведены все величайшие открытия. Многие ломберские говорят об этом пишут и так далее. То есть это формат инсайта. Типа как Менделеев, там таблицу Менделеева открыл и так далее. То есть как бы, а как это было? То есть человек долго-долго копает эту тему, то есть почву, то есть грубо говоря, мы говорим так, строит антологию в данной области, и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы потом это семя откуда-то сверху пролетело и смогло вырасти, как таблица Менделеева в данном случае. Так вот, мой ответ, наверное, такой, что если Татьяна Альбертовна у меня погрузит свои знания, то я освою только те знания, которые ложатся в мою онтологию. И немножечко, немножечко вправо-влево. Все остальное я просто не... А не провалятся и не принесут вреда, да? Да, ну вреда точно нет, да. К сожалению, я сталкивался, знаете, иногда с тем, что человек мне что-то говорит, а я вообще не слышу. То есть, как бы, вернее, я слышу, что он рот открывает и звуки. Я понять ни одного слова не могу. Это ровно такая история. Понимаете? Вот. Ну, или у меня опыт был, вот я там в Орландо был, там такие негры, они так на английском говорят, что я ничего не понимаю. А я-то вроде как бы, ну, классический английский, я ему говорю, а он смотрит как будто со стеной. То есть, все, что я говорю, произношу звуки вот эти, он просто их не слышит. Замечательный пример, да. Мотит, мотит. Не про то. Можно уже вопросы? Да, переходим к дискуссии. Да. Татьяна Гаврилова. Во-первых, спасибо большое за смелый очень доклад и смелые интересные работы. Но если у нас такой свободный режим, я свой немножко ложку дегтя посмею положить. Дело в том, что электричество, это, конечно, много чего про мозг, но все-таки это не все. Поэтому не кажется ли вам, что у вас будут колоссальные помехи, во-первых, за счет индивидуальных различий людей. Когда два человека решают задачу, они используют совершенно разные разделы мозга, и это уже известно. Мы работали с Черниговской по лево-право-полушарной асимметрии. Проект мы хоть и закончили, но мы запутались окончательно. Там, по-честному вам скажу, ничего там не понять вообще. Прекрасно левая справляется с правой, если там, например, электрошоком забить ее. Черниговская делала эти эксперименты на психиатрических клиниках, там и так лечат больных, им отключают шоком. И в этот момент можно спрашивать. И вот как выяснилось, что вовсе не все люди рассуждают правом на правом, а некоторые говорят не так. Это первое сомнение моё. Второе моё сомнение связано, я бы сказала, мировоззренческим таким подходом. Ну, понимаете, я на лекциях такой пример привожу про интеллект. Если запустить муравья в телевизор и дать ему все приборы муравьиные, которые есть, поймет ли он, что такое телевидение? Если он там всё просверлит дырочки, подлезет, посмотрит. Вот мне кажется, что нет, потому что это разные системы. И вот мне кажется, что мозг по отношению к нам это другая система. Конечно, полезно чего-то про него знать, но мне кажется, это изучение тени. Можно ли про человека судить по его тени? Наверное, можно о чём-то говорить, но ведь можно, вы знаете, как тень искусственная. Я могу сделать собачку, да, руками. То, что вы сказали, очень сильно пересекается с Лемом, который спрашивал, можно ли считать, что муравьи воспользовались философом, если они его съели. Я передаю дальше, и у нас... Такая ответа... Я начну отвечать на второй вопрос. Это что, типа... Мой ответ из моей рамки, да, то есть... То есть он, конечно, не на весь ваш вопрос отвечает, но на кусочек, да. То есть мы не стремимся оцифровать целиком мозг. Для этого другие инструменты, если даже, скажем так, Анохин, да, Константин Владимирович, там, Александр Яковлевич Каплан, там, наш хороший товарищ, там, и так далее. Даже Анохин говорит, что даже нету сейчас в мире подхода, а как подойти, с какой стороны подойти, чтобы оцифровать целиком мозг. Вот эти программы, про которые говорят, европейские, китайские, американские программы, они там направлены на какие-то элементы. А Анохин говорит, что нету даже подхода у нейрофизиологов, как подойти. Что делать? Сейчас все подходы... Там... Просто оцифровать его полностью не получается. Да. Так вот, мы идем по кусочкам. То есть мы берем, например, для меня, вот я рассказал, цена передачи знаний. То есть мы смотрим, вот образовательный процесс. Есть вербальная часть, сознательная, бессознательная и так далее. Вот мы смотрим, какие параметры полезно было бы преподавателю показать на экране в процессе лекции. Для чего? Как мы это делали? Мы делали большое исследование исследование с Института психологии российского днеобразования. Выявили эти самые параметры. Потом эти параметры через нейроинтерфейс мы специальным образом рассчитываем и показываем. Мы смотрим, а помогает ли, когда мы эти параметры показываем, образовательные деятельности. И мы с Игорем Михайловичем и Рембаренко проводили такой эксперимент. Московский городской педагоги университет, о котором мы говорили. С высшей школы бизнеса МГУ и так далее. То есть у нас эксперименты. Что можно показать для того, чтобы качество процесса увеличить? Мы не собираемся знать, что давайте-ка мы всех сейчас делаем счастливыми и покажем вам 100 тысяч миллиардов показателей. Ну, мы шагами идем, да. Да. Что вы меряете? Это никто не знает. Сейчас вам вот тут... Есть такие люди, которые... Да, про индивидуальные различия. Действительно, мозг у всех разный, да, там третичная кора, как минимум, у каждого своя. И, собственно, большая часть работы была в том, чтобы мы, во-первых, для каждого человека проводим отдельную индивидуальную стандартизацию, да, то есть мы сначала смотрим, как у него работает мост, как конкретно у него представлены все эти тот самый шум от паровоза, который часто называют электронисфолографию, да, что, дескать, там, поезд идет, а вот электромагнитный сигнал это так просто дым. Но даже по этому дыму можно вполне себе сказать, насколько мощный паровоз топит, насколько быстро он едет и не сломался ли у него двигатель. дым стал красный, что-то не так. Вот. Касательно того, а что мы конкретно меряем, да, собственно, на каждый параметр проводится специальная модельная ситуация, да, там, например, чтобы определить, а что вообще такое конъективная нагрузка, вот как это понять, да, что значит загрузка рабочей памяти у человека, да, это надо как-то перевести в практическую плоскость, да, там, у нас сначала мы проводим эксперимент на человеке, где даем задание, где эту самую нагрузку на память постепенно увеличиваем, да, очень простой тест. Вот тебе 4 буквы, показали новую букву, была она среди этих 4 или нет, вот тебе 6 букв, вот тебе 8, 10, и в какой-то момент человек перестает справляться, да, он начинает отвечать очень медленно, он начинает ошибаться, и для нас это маркер. Ага, все, это рабочая память человека перегружена, да, и, соответственно, мы дальше размечаем вот этот участок времени, когда память была перегружена, вот это когда нет, да, можно спорить на тему того, что это оконнективная нагрузка это является, или можно как-то еще это иначе назвать, да, но условно говоря, так, мы внутри компании назвали вот этот вот операционализованный параметр оконнективной нагрузкой, да, там, можно сделать другой, пожалуйста, для этого тоже есть методология, давайте договариваться, давайте делать лучше, мы только за. Спасибо. Оксана Силантьева, лаборатория Сила-Медиа, знаете, я правильно понимаю, что вот в этих кейсах наблюдаемые носили нейроинтерфейсы, есть ли возможность каким-то образом отделить их активность когнитивную от вот этого эффекта наблюдаемого объекта, который меняет поведение человека? Да, хатуринский эффект штука, казалось бы, известная, да, и мы, честно говоря, тоже думали, что у нас на тестовых группах люди, которые носят нейроинтерфейсы, особенно дистанционно, будут лучше заниматься просто потому, что они участвуют в эксперименте, нифига, ровно точно так же, то есть вот разница в качестве обучения нулевая, да, в субъективных замерах чуть-чуть более увлечены люди, которые носят нейроинтерфейсы, но еще раз, как бы, да, субъективно это чувствуется, на удивление, я, честно говоря, очень надеялся, что от самого факта будет такой эффект. Спасибо, последний вопрос. Водичков Леонид, обычный учител и вообще образовательной школы, учитель информатики. Такой вот вопрос очень насущный для любых технологий, которые появляются. Есть ли какая-то, скажем так, законодательная, ну, как это правильно выразиться? Нет, даже не в этом дело. Нет ли, скажем так, опаски и страха того, что все вот эти вот нейроинтерфейсы и так далее, все эти технологии можно использовать с точки зрения манипуляции человеком в, скажем так, плохом русле, да, потому что если мы можем понимать, как вызвать у человека стресс, страх и так далее, соответственно, можно на этом уровне создать вполне себе оружие, в том числе психологическое. Ну, да, спасибо, хороший вопрос. Ну, паяльникам тоже можно причинить вред, но мы же не запрещаем паяльники. Да, или пользу, то есть, любой инструмент, вообще любой, можно использовать во вред, так же, как и нейроинтерфейсы. Мы, ну, внимательно, на самом деле, следим, когда мы там что-то внедряем в других компаниях, мы, ну, как бы, этическую рамку всегда выдерживаем. То есть, есть много компаний, которые, там, с культурой, там, тиранической, да, вот, культура управления, ДНК культурный должен быть направлен на вин-вин, на то, чтобы человек получал пользу от того, что он носит нейроинтерфейс. Ну, в противном случае, он будет саботировать. Но это уже, это организационная рамка, не технологическая. Ну, да, да, этику надо соблюдать, конечно, мы за этим следим. Спасибо. У нас есть от... У нас есть от участников онлайн-участников многократно повторенная просьба предоставить презентацию. Если не против, мы это сделаем, просто, Дим, тогда... Да, если все, все три автора не против, я надеюсь, да? Хорошо, мы тогда пошлем прямо в чат эту презентацию. Да, только не сейчас, а после перерыва. Да, кстати, я думал, сначала мне показалось, что это в онлайне идет у вас... А мы сейчас... Зачем запись наших... Егор, одень, пожалуйста, на интерфейс. Да мы сейчас делаем, что же вы... Хотите мы, да? На вас? Ну, давайте попробуем. Хорошо, тогда после перерыва давайте в кофе-брейк или в перерыв, кто хочет останется, и мы это... Я как раз, как раз думал, вот человек докладывает, а у него там зелененькое скакнуло, может у него кот не кормленный или там еще... Машина плохо припаркованная, да? Коллеги, огромное спасибо. Спасибо вам. Мы в каком-то смысле продолжим предыдущую тематику, но применительно к нашему программному испечению, которое пока что, правда, нигде не введено, но вот мы стараемся идти тоже в ногу с видением будущего. Да, Оксана? Добрый день. Я надеюсь, вы знаете, что мы занимаемся разработкой программы. Не можно, я без бумажек никуда не пойду. Я надеюсь, что вы знаете про нашу систему видеоконференций, которая помогает перенести образование в онлайн. И когда мы увидели нейроинтерфейс и BrainBit, мы сразу подумали, а не поможет ли это нам более эффективно проводить мероприятие онлайн? Я так понимаю, большинство из вас занимается непосредственно образованием. Кто из вас проводит уроки онлайн? Удобно? Удобно. То есть вы смотрите на всех своих учеников и сразу оцениваете, как они реагируют. Или вы показываете материалы и не видите своих учеников, не знаете, как они реагируют, как они вас слушают, внимательно ли слушают, насколько эффективно запоминают информацию. Позировать на камеру. Вот я тоже не люблю. Я их очень понимаю. И как? Удобно вам с такими ребятами работать? Понятно ли, насколько хорошо вас слушают? Вот так. Соответственно, у нас есть гипотеза, что онлайн-образование работает не совсем так, как работает работа с аудиторией. Вот непосредственно в классе, когда я вижу, все слушают ли меня, кто там спит на задней парте, кто уже жвачку жует. Соответственно, как найти эти методы в онлайн-образовании, которые лучше работают на аудиторию, которую я не вижу, которая может выключить камеру в любой момент. И для этого, нам кажется, есть возможность использовать нейроинтерфейс BrainBit от лаборатории знаний. Что мы предлагаем? Не навсегда вводить BrainBit в обучение. То есть мы не будем заставлять всех учеников сидеть в ободочках всегда. Мы предлагаем их использовать на этапе исследования. То есть придумывание новых методологий. В нашей системе E-класс внизу, если вы посмотрите, есть отображение иконок, кто находится онлайн. Вокруг этих иконок мы можем отображать цветовые круги, соответствующие какому-то виду мозговой активности, скажем, напряжение. Человек чувствует себя радостно. Какие эмоции они испытывают на то или иное ваше заявление, ваши действия, вашу методологию. Справа у нас будет подсказка. Так, что у нас там на экране? Подсказка, которая с цветами показывает, какие цвета к чему соответствуют. И ширина круга определяет, насколько эта эмоция у человека выражена. Плюс мы будем постоянно записывать эту активность по всему классу. А опция записи у нас там вверху, справа над моим лицом позволит вам после урока вернуться, посмотрев на отчете на время. Предположим, в это время была пиковая активность по напряжению. Вернулись на запись мероприятия, посмотрели, ага, в этот момент я дал такое-то задание. И оно сработало так-то и так-то. И основываясь на этом, встроить свои занятия в дальнейшем более эффективно. То есть давать какую-то нагрузку, которая хорошо работает онлайн, потом, не знаю, дать ребятам отдохнуть, например, либо какую-то шутку рассказать, снова привлечь их внимание, в какой момент какие действия будут более эффективны. И основываясь уже на 5-10 занятий, которые вы провели с этими ободочками BrainBit, выстроить новую методологию обучения. Соответственно, у меня вопрос. Мы сейчас находимся на стадии «мы это придумали». Как вам кажется, может ли это сработать? Хотели бы вы поучаствовать в этом? То есть мы, например, поставляем оборудование и предлагаем вам вместе с нами повзаимодействовать, понять, насколько это работает. Будет ли вам это интересно? Ученики? Это все должно быть частью эксперимента. В какое время? Чему обучать? Например, мой школьный опыт после урока физкультуры урок математики не воспринимался никогда. Я не помню ничего с тех уроков математики, которые шли сразу после физкультуры. А если еще и после обеда? Все. То есть мы предлагаем выставить методологию, узнать, в какое время, какие методы, как? Да, Андрей Дедов, лаборатория эпилюрного математического образования, гуманитарные классы. Я выступлю еще как человек, который немножечко уже включен в процесс, скажем так. Ну вот я слушаю и сразу же... Тут правда куча вопросов, коллеги наверняка еще дополнят. Ну смотрите, вот мы допустим... То есть я допустим педагог. Я резко оказался в ситуации, когда мне нужно довольно продолжительное время вести какой-то курс. я должен методически его обеспечить, я должен придумать технологии, вообще подумать, какие формы работы применять и прочее, прочее, прочее. Но вообще-то у меня разные коллективы. И любой, в принципе, педагог скажет, что класс... Вот один десятый класс, вот другой десятый класс, вот третий десятый класс. И эти вот такие, эти сяки, а эти вот такие. То, что сработает с этими, не сработает с этими. То, что сработает с этими, не сработает с этими. Ну, как с этим вообще? Ну, то есть это ходовая идея вообще или как? То есть это про то, чтобы протестировать и придумать какой-то универсальный курс, который будет очень круто работать в онлайне или нет? Ну, то есть как, как, вот что? Или я должен, или вы хотите предложить какой-то инструмент, который я могу, не знаю, там, применять ежегодно, прости господи, для того, чтобы протестировать свою работу в онлайне? Ну, моя гипотеза изначально была, что да, мы пытаемся сделать какой-то курс, который подходит То есть для всех вообще? Да, да То есть я должен целый год детей держать в ободочках для того, чтобы протестировать вообще все формы работы и понять, что из этого на ком работает лучше? Ну, во-первых, Андрей, мы проводили в вашей школе как раз эксперимент Да, ободочки классные, красивые, всем понравились Целый год в них сидеть, наверное, не так обидно Но вообще, да, моя гипотеза была... Следующий вопрос В смысле? А я еще не договорила А можно я просто пока мы не ушли, я, значит, усугублю то, что Андрей озвучил Я специалист, Павел Рубинович, да, специалист по крупным неприятностям Значит, смотрите, давайте, да, давайте разведем при обсуждении этого вопроса, да, и ровно как и предыдущего замечательного доклада наших друзей Две рамки Рамку профессиональной пригодности педагога, как педагога И применение различных технологий, либо для облегчения его жизни, участи, либо для вопросов экспериментального инновационного характера, а-ля доказательные образовательные подходы Вот их нельзя смешивать, потому что, как только мы говорим, давайте мы кому-то что-то, какую-нибудь шапочку из фольги наденем И это поможет, поможет педагогу снять нагрузку с себя, это ложь Коллеги из лаборатории знаний, пожалуйста, не обижайтесь про шапочку из фольги Да, слушайте, мы с Сашей дружим столько лет, сколько не живут уже Вот, поэтому, да, поэтому не надо подменять профнепригодность педагога, который берет, это мы после обеда обсудим И вылезает в онлайн, делая вид, что так, дети, я показываю на доске слайды, а вы теперь смотрите и переписывайте свою тетрадку Дети, почему вы не переписываете? Ну, потому что надо ума иметь, чтобы вылезать в эфир с задачей переписывать с экрана в тетрадку, да? Поэтому вот этот вопрос не надо, вот, и поэтому нормальный педагог, который осознанно вылезает в онлайн с каким-то, с каким-то курсом Он должен понимать, что он, что он сделает такого, чтобы там не было черных и квадратиков Если у тебя черные квадратики, значит, иди, пиши заявление об увольнении, ты профнепригоден Ну, или смирись с тем, что ты выступаешь, знаете, как в Твиттер Зачем Твиттер, да? Когда смс-ку хочешь отправиться, а некому Вот, вот, а в другой вопрос, вот использование замечательных, то, что как раз вот, когда предыдущие вопросы к Саше были То, мне кажется, зона, прежде всего, использования таких моментов для пристрелки, обкатки какого-то подхода, нового какого-нибудь инструмента Либо, наоборот, в режиме доказательности, когда, знаете, говорит, а ваша методика, еще никто не доказал, что она будет работать Ну, хорошо, давайте попробуем один, одним из способов, вот, подтянуть еще и, чуть ли не сказал, биотоки Спасибо Я даже не знаю, на что отвечать, но вообще, тут уже такая полемика Анастасия Пахарукова, лаборатория Сила Медиа Да, совершенно верно, я присоединяюсь, потому что, вот, когда мы говорим про нейроинтерфейсы, мы говорим со стороны учеников Мы хотим измерять активность, когнитивную нагрузку учеников А как же со стороны преподавателя? Ведь мы говорим, что преподаватель должен уметь транслировать эмоции, энтузиазм, заражать Будем ли мы измерять со стороны преподавателя? На самом деле, моя теория немножко другая Мы смотрим на то, как реагирует класс И из этого делаем выводы Получилось у преподавателя завладеть вашим вниманием, завладеть вниманием класса или не получилось? Насколько эффективно? Нет, на самом деле нет Я, вот, как Александр, я тоже интроверт, мне страшно неприятно включать камеру Даже если я очень хорошо выгляжу сегодня Просто сидеть постоянно перед мониторчиком, где я вижу саму себя Ну, для меня это не очень приятно А еще, когда я занимаюсь онлайн, у меня не очень хорошее зрение Я страшно не люблю носить очки Поэтому обычно меня видят вот так вот Потому что я сидю прямо перед монитором Очень быстро И это довольно неприятно Ну, тогда это действительно вопрос Мы измеряем эффективность методики Или мы измеряем эффективность методики в руках конкретного преподавателя? Я полагаю, что все-таки у нас получается второе Там В зале есть родители? Так, кто первый из родителей поднял руку? Оксана Силантьева, лаборатория Сила Медиа Я как медийщик и коммуникатор С одной стороны, очень приветствую Я очень люблю графики, дашборды Прям очень люблю наблюдать за людьми Но мне, как специалисту по человеческому общению Кажется, мы стараемся всеми лапами Избежать обучения, как давать обратную связь Может быть, мы научим учеников словами через род Формулировать их обратную связь, активность Показывать свое взаимодействие в действии, а не в слушании А так вот мы смотрим по его графику Ой, он потерял интерес Что же мне такого? Где бы мне станцевать, чтобы возбудить его интерес? Может быть, мы договоримся, как в нашем сообществе Мы проявляем, поднимаем руки и так далее Мне кажется, что здесь история про пассивность учеников А не про взаимодействие, которое важно для обучения Может быть, не вполне уверена, что это именно про пассивность Поскольку это только один из инструментов Я не говорю, что вы опираетесь только на графики И не собираете обратную связь Однако, я замужем чуть больше года Я до сих пор не научила своего мужа говорить словами через рот Возможно, вам это не удастся никогда? Возможно, не удастся никогда И все они говорят через рот Может быть, нам поэтому нужны вот эти ободочки Которые залезают внутрь головы Здравствуйте, меня зовут Инна, я студент Инна Миронова Вопрос по поводу некоторых вещей Во-первых, вот как уже прозвучало То есть в нашем обществе сейчас Есть некоторые, так называемые, как это психологи называют Цифровой аутизм И также достаточно потребительское отношение К информации и к чужому труду По преподнесению этой информации И мне кажется, что возможно Именно вот подобное, что Вот действительно, как сказал предыдущий Как бы человек, задающий вопрос Что, а не будет ли такого Что вот, ой, а что ты думаешь сейчас? Как ты себя чувствуешь? Вот так Почему бы не спросить, с одной стороны Но это, с другой стороны, может обозначать Что абсолютно все внимание уделяется Именно исключительно тому, чтобы человек Как бы Ну, короче, все вот этому человеку Но, с другой стороны, это может иметь и обратный эффект То есть, как, например, часто бывает Что многие родители очень сильно хотят Чтобы их дети прям учились-учились вообще И все время отдавали исключительно этому И, например, подобные интерфейсы Они очень большую, как бы Имеют возможность использования В не очень благих целях Так как они, по сути, позволяют Одному человеку Следить за состоянием другого человека И это можно использовать не только во благо Это можно использовать не только во благо А если говорить именно про образовательную часть То это можно использовать, например Так что, ну, вот раньше, допустим Есть Да, есть человек Есть человек Есть человек, он вот, допустим, учится Там, он студент И он не усваивает некоторую информацию Например, потому что он устал Он проспал Он вообще просто чувствует себя плохо И так просто Он вот Ну, просто чувствует себя плохо Он потом нагонит сам Он может быть Короче, это его дело А здесь это перетекает в плоскость То, что это не его дело А если это не его дело То это две вещи Меньше ответственность И больше, как бы, контроля Контроля над этим самым человеком И обе вещи весьма странны С точки зрения морали Извините, пожалуйста, если вопрос дурацкий И на все хорошо, замечательно Теперь мы знаем, чего боятся студенты На самом деле, да? Что они будут пассивными Что они придут на экзамен, да? У них будет на голове нейроинтерфейс И даже не дойдет до ответов на вопросы Прямо вот так Ага, вот на графике у тебя зеленая, да? Свободен Все Нет Коллеги, у нас Минуточку На самом деле, мне бы хотелось сказать, что Нейроинтерфейс, с моей точки зрения Это про исследование Про то, как найти новые методы обучения Не для того, чтобы контролировать студентов Кто там думает, а кто Засмотрелся на кота Который бежит за экраном дома Нет, не про это А про то, чтобы найти способы Которые работают именно в онлайне Поскольку онлайн образование Оно отличается от оффлайн Условно говоря, вот мы с Андреем Проводили эксперимент И мы заметили, что ребята Которые занимались удаленно То есть перед экранами У них больше усталость Слухового канала Они устают больше слушать У них меньше визуальных эффектов Ограничено все это маленьким пространством Поэтому они сконцентрировали свое внимание Свою работу мозга На слуховых каналах И они больше устают Как сделать так, чтобы Не так напрягался слух, например Чтобы это к концу учебного дня Не привело к желанию Воткнуть беруши Залезть под одеяло И чтобы меня никто не трогал Ну что-то такое Спасибо большое за ответ У нас еще будет обед И мы можем вместо покушения Обменяться мнениями Коллеги у нас не так много времени остаются Вопросы в чате В чате поступают Вопросы для родителей Скорее, чем для Оксаны Которая всего лишь год замужем Вопрос в форме утверждения Что родители должны давать согласие На использование подобного рода устройств Так что если ваши дети вдруг пришли домой С нейроинтерфейсом на голове А вы не давали согласия Смело снимайте Добрый день, дорогие коллеги Ну, я призываю вас немножко вернуться к началу К таким, в общем, даже Общей философской постановке вопроса Надо хорошенько разобраться Что такое искусственный интеллект И Илон Маск нам разрешил полгода Не заниматься разработкой его Хорошенько порефлексировать К чему я и призываю И я бы тоже обратил внимание Вот с чего мы начали На те, ну, на некую неожиданность процессов Которые вообще сопровождали Всю эту историю Вот мы с вами имеем Четыре выпуска GPT Которые с расстоянием в год Один за другим шли И вот по признанию самих разработчиков Если первую версию Которую они выпустили Там скорее Они готовы были стыдиться Во второй версии уже Удивлялись Как много вообще фейков То вот Буквально за четыре года Все это произошло Это было для всех неожиданно Ну и соответственно Для населения Сто миллионов За два месяца Да, обогнав все существовавшие проекты Тоже о многом говорит И говорит В общем-то даже не в пользу Этой всей штуки Вот недавно читал опрос В оценке Будущего искусственного интеллекта Лишь 25 процентов Видит позитив А 55 процентов Видит Некую угрозу И тоже К этой вот Истории неожиданности Мало того Что никакой вот Из проектов Так быстро Там не шагал Удивляя своих разработчиков Мы знаем Вот что Сама эта модель Искусственного нейрона Нейросетей Вот Предпосылки Вообще она Почти такая же старая Как компьютеры В 46 году Математическая модель Была предложена И собственно До сих пор Ничего такого уж Большого Не происходило А после Ну Бывали какие-то волны Дискуссии Потом опять уходила Там в потерянные Десятилетия Вплоть до сегодняшнего дня Возможно И этот шум Тоже пройдет Уже очень много Таких разочарований Ну и в частности Утверждение Что GPT-чат Это всего лишь Усиленные ТТ-9 Вот А может быть Наоборот Удивление продолжится Поэтому Вот Давайте Снова немножко Разберем Что такое Да Искусственный интеллект Я под ним Понимаю Способность Рациональной Обработки Данных Сознания Именно которые Уже даны Соответственно Сюда не входит Чувства Эмоции Совесть Интуиция Вот эти вещи Немножко на другой Полочке А интеллект Это как раз то Что и объединяет Мышление Человека И машины И назвав искусственным И тут же его разделили И предположив Что есть И естественный Компьютер Собственно По определению Это устройство Для вычислений Логических операций Мы Мы Привыкли К тому Что его Горизонт Действия Это алгоритмика Та же логика В которой Не существует Истина А существует Только Перенос Этой истины Из одного Суждения В другое Ну и это Прежде всего Мышление Внутри Системы В рамках Полученной Системы Данных Собственно Вот Компьютер Как мы Его Понимали Прежде И вот Как раз Нейросети И машинное Обучение Изменило Природу Компьютера И вот Эта вся История С GPT Показала Насколько Это серьезно Поскольку Модель Цифрового Нейрона Она Воспроизводит Модель Естественного Нейрона Да То есть Процесс Чувственных Восприятий И образного Мышления То что Раньше Мы никогда Компьютеру Не отводили И вот Собственно И революция Компьютер Получил Возможность Получать Данные Из Внешней Среды И Образовалась Вот эта Замечательная Формула Которую Мы Начиная С нового Времени В философии Обозначаем Сознание Чувственные Данные И образы Плюс Рациональность Вот оно Сознание Естественное Или Искусственное И это Не алгоритмики Это уже Компьютер В совершенно Другом Понимании Ну а дальше Вместе с Эмпирическими Данными Возникает Сфера Творчества Оттуда Уже Возможность Не только Творить Но и Лгать То что Тоже Не мог Никогда О компьютере Даже подумать И Воображать Открываются Вот эти Новые Горизонты Бигдаты Киборги Четвертая Индустриальная Революция В общем Вот он Ящик Пандеры Через Нейросети В чувственное Восприятие Но Собственно Я считаю Что основное Вот это Удивление И изобретение Не отсюда Проистекает А как раз Из лингвистического Моделирования И вот этот Вот пункт Нам еще Не до конца Осмыслен Из Вот Всяких Удивлений Чата GPT Я на первое место Выдвинул То что Он изучил Математику Без обучения Этой математике Изучил Иностранные языки Без того Чтобы его Кто-то Ему обучал То есть Он сам Начал обучаться На языке Он извлек Их Из языка И в частности Программирование Что тоже Очень интересно Ведь по сути Это владение Искусственным языком И это Наряду с Иностранными языками Практически Одна и та же Функция А основной И основной Вот рывок Собственно Он был связан С коммуникативным Интерфейсом С возможностью Получить Обратную связь От человека И собственно Вот теперь Компьютер Действительно Вступил В диалог С человеком Хотя мы Все это называли Диалоговым мышлением Все эти Десятилетия И вот Внутри Этой Коммуникативной Модели Лингвистической Модели Мы Теперь Сами Можем Осознать Что такое Сила языка Вспомним Основное Одно из основных Философских Открытий 20 века Был Так называемый Лингвистический Поворот Философии Были Несколько Человек Философ Которые Действительно Увидели Здесь Ну Космос Настоящий И Вот Выражение Этого Открытия Людвига Минштейна Язык Как Форма Мира Его Границы И Собственно Вот этот Момент Лингвистики Лингвистической Такой Глубины Нашей Непознанной Выделил Юваль Харари Уже Ознакомившись С чатом GPT Автор Краткой Истории Человечества Хорошо Очень Сформулировал Что я бы Воспроизвел Язык Это Операционная Система Человеческой Культуры Из языка Возникают Миф И закон Боги И деньги Искусство И наука Дружба И нации И даже Компьютерный Код Владение Языком ИИ Означает Что теперь Он может Взламывать И манипулировать Операционной Системой Цивилизации Овладев Языком ИИ Захватывает Главный Ключ К управлению Нашей Цивилизацией И просто Овладев Языком ИИ Будет иметь Все Что ему Нужно Чтобы содержать Нас В мире Иллюзий Подобным Матрицей Ну вот Одно Из таких Видений И Собственно Мы не знаем Уже сказали Как Вот это Все происходит Внутри Искусственный Интеллект Вообще Машинном Обучении Черный Ящик Ну у нас И мозг Черный Ящик Этого Как раз Не стоит Бояться Но Мы Все-таки Немножко Знаем Что Такой Язык И вот Исходя Из потенциала Языка Я думаю Мы можем Тоже Что-то Предсказать Что Здесь Будет Вот Те Философы Открывшие Феномен Языка В 20 Веке Получили Название Структуралистов Де Сассюр Роман Икапсон Левистрос Барт Лотман И другие И их Основной Тезис То что Язык Это Структура Нашего Мышления Из которого Вытекает Строение Социального Мира Вот Напомню Например Тезис Клода Левистроса О том Что Главный Язык Родового Общества Это Обмен Женщин Именно Это Язык А не Те Лингвистические И Его Структура Структура Этого Общества И язык В том Виде Который Мы Имеем Сегодня Это Некий Итог Долгой Ментальной Эволюции Дать Вот Коммуникативная Практика И Соответственно Сам Повторит Эту Эволюцию И Пункт Первый Машина Оснащенная Логика Не Может Лгать Но Если Машина Оснащена Чувствами Она Может Мнить Ошибаться Галлюционировать А Машина Оснащенная Языком Она Уже Начинает Творить Смыслы Вот Причины Той Скорости И Мы Сами Увидели Как Быстро Воспроизводится Вот Исторические Достижения Человеческой Коммуникации Человек Можно Сказать Там Тысячелетиями Шел К тому Чтобы Начать Говорить Стихами Да Илиаду Одиссею Мы Видим Что Наш Чат Уже Здесь Чувствует Себя Уверенно Поэзия Литературное Точетство Искусство Риторики Я думаю Недалек Момент Когда Он Овладеет Уже Более Существенными Механизмами Нашей Эволюции В частности Право И Станет Судить Одним Из ключевым Элементом Судебной Системы Учитывая Его Неподкупность Ну И вообще Любой Пакет Биг Дата Внесенный В систему Искусственный Интеллект Будет Свободен Осмыслить И Вывести Оттуда Что-то Такое Что Мы Сами За Нашу Эволюцию Не Смогли Что Нам Было Незнакомо Вот Исходя Из Этих Из Этого Потенциала Лингвистического Языкового Который И нам Самим Не очень Понятен Но мы Вот Видим Что тут Будет Что-то Такое Умпомрачительное Попробуем Ответить На вопрос А может Ли Искусственный Интеллект Делать Открытие Науки Вот Собственно Что я Основной Мой Тезис Нам Уже Говорили Вот Илон Маск Свой Новый Проект Основывает Который Именно Это И Будет Делать Отлично От OpenAI Ну А Вот Все-таки Принципиально Что Может И что Может В общем Мы Видим Сегодня Генеративные Технологии Могут Просто Трансформировать Имеющиеся Данные Творчески Распроизводить Т9 А Вот О том Может ли Создавать Новое Знание Давайте Обратимся К Нашим Наукам О знаниях Гроссиологии Пестемологии Логики Эвристики Теории Науки И Первый Пункт Я бы Здесь Сказал В рамках Логики Классической Школы Аристотеля Получение Нового Знания Из имеющегося Путем Правильных Силогизмов Да Это он Может Ну и Собственно Мог Без Сомнения В рамках Константин Я прошу Чуть Чуть Уже Движемся Ну да В рамках Эмпирической Науки Где требуется Гипотеза Проверка Знаний Так Вот здесь Уже Вопрос Но Представим Мысленный Эксперимент Если бы И имел Весь объем Астрологических Знаний Эпохи Средневековья Смог бы он Сделать Открытие На кончике Пера Подобно Копернику Я думаю Наверное Можно Представить Что он Сделал бы Такое Самое Открытие И Тем не менее Я бы Вот Выделил Другое Слабое Звено В перспективах И Значит Предположим Он смог бы Сделать Открытие Коперника Но В какой Области Он его Сделает Космология Астрология Астрономия Есть ли У Искусственного Интеллекта Его Собственная Картина Мира Мировоззрения И Вот Картина Мира Это То Чего Наверное Никогда Не было И нет Собственного И не будет Потому что Картина Мира Это Как раз Коллективный Продукт Человечества Это Смысл Некий Мира Полученный В результате Совместного Социального Процесса Есть Философское Понятие Жизненный Мир Представление Понятия Мета Языка Такой Основной Ключ Как бы Вообще К языковому Творчеству Человечества Тоже своего рода Такое Базовое Понятие Вот Этот Жизненный Мир У Искусственного Интеллекта Собственное Появиться Не может Или еще Одно Очень важный Термин По Марксу Познание Практика Только в Практике Познается Там Ну вообще Может существовать Познание Ее Искусственного Интеллекта Нет Вот Ну и Собственно Вернемся К Вингенштейну Он Уже Говорил Что Язык Не может Существовать Для одного Это Только Коммуникативный Практик В общем Искусственный Интеллект Не обладает Не может Обладать Ни жизненным Миром Ни практикой Ни мировоззрением Он Не обладает Субъектностью Он Не обладает Социальностью Он Не действует То есть Уже Это Я считаю Ставит Крест На том Чтобы его Бояться Это Просто Придаток Человеческого Мозга И существо Оперирующее Смыслами Но не мыслящее Ну вот Собственно Это Наверное Самый важный Мой тезис В плане Познания Научного Может ли И обучать Вот это Я тогда Сокращу Тут Главная Моя мысль Ну если Он не может Обучать Он все Вернее Познавать Он все Таки Может Обучать Но Тем не менее Заменить Учителя В этой Вечной Связке Учителя Ученик Он не только Наверное Не сможет Ему просто Не дадут Это как раз Те этические Границы Которые Мы сами Должны Ставить Себе Ну и Обучение Никогда Не сводится Просто К передаче Информации Тем не менее Изменить Образовательные Практики Он Это Сделает И делает Уже Первый Формат В которых Действительно Будет Его присутствие Там Колоссальным Там Где все Таки Будет Фигурировать Замена Учителя И это Прежде всего Моки Образовательные Платформы Которые Сами Проецируют Образовательную Траекторию Ну и Собственно Действительно Призваны Уже Без Учителя Чему-то Обучить Тем не менее Как и Сейчас Наверное Это Формат Такой Дополнительного Образования Самообразования И Вряд ли У него Есть Такое Большое Будущее А вот Прикладные Сферы Применения И В образовательных Платформах Они Очень Широки Но Превратить Экспертную Систему Которой Является Образовательной Платформа В Такой Многослойный Многоуровненный Интеллектуальный Продукт Где Есть Построение Индивидуальной Образовательной Траектории Инструменты Оценки И контроля Знания Различные Рейтингования Цифровое Структурирование Образовательного Пространства Вот Обращу Внимание На этот Пункт Мы На самом Деле Уже Давно В клещах Искусственного Интеллекта Через Этот Пункт Например Если вы Вспомните Насколько Библиометрия И Рейтинги Университетов Вообще Переформатировали Мировое Образовательное Пространство За последние 10 лет Включили В такую Гонку Соревновательную Показывает Многое Создание Интерактивного Учебного Контента Который Тоже Практически Его развитие Остановилось Последние Десятилетия Здесь он может много Генеративный Именно Помочь И система Автоматизации Учебного Процесса Очень много В общем-то Направлений Которые Действительно Где есть Над чем Работать И в частности А у меня Дальше Дальше Не движется А вот Да Это уже Последний Был Да В частности Вот то Вокруг чего Мы с вами Собрались У нас Компания Системы Дистанционного Образования Где Как раз Напрашиваются Вот эти Все Инструменты И собственно Я считаю Участие Искусственного Интеллекта Это единственная Возможность Действительно Реализовать Концепцию Обучения Через всю Жизнь Long life Learning И электронные Библиотечные Системы Это уже Наши Деятельности Которые Постепенно Будут Превращаться Из платформ Книжного Формата Платформа Интерактивного Контента И собственно Вот Вот этот Тезис Сближения Этих Двух Систем Дистанционного Образования И электронной Библиотечной Системы Это один Из основных Мне кажется Трендов Трендов Нашей Работы Павел Юрьевич В своем Выступлении Что об этом Скажет Ну и В заключение Я брал Искусственный Интеллект В перспективе Его максимальных Достижений То есть Резюме В науке Он скорее всего Не сможет А в образовании Его не пустят Но впрочем Он может И не спрашивать А опять Удивить Нас Как это уже Делал Ну и Кому Интересны Вот эти Размышления В сопоставлении С философским Эволюцией Теории Познания И искусственным Интеллектом Вот Рекомендую Свою книжку Спасибо У нас интересный Вопрос Из онлайна Если машина Овладеет Поэтическим Языком Она сможет Дать информацию О душе Совести Счастье И так далее Или все-таки Нет Ну я считаю Поэзия Она не через Информацию Об этом Все У нас Повествует И учит А как раз Через форму Так что Сама поэзия Исходит ли она Из искусственного Интеллекта Или от кого-то Из нас Она будет Нас учить Как раз О душе И смерти И жизни Так Давайте Нам надо Дать время Для последнего Участника Поэтому Только один Вопрос Ну Наверное Я сначала Хочу Пытаться Вас разочаровать Потому что Искусственный Интеллект Работает Вовсе Не только С данными Представленными В виде Текстов У него Сейчас еще Интернет Вещей В пользовании Поэтому Данные Он получает Как непосредственно От физических Объектов Уже Там В литрах Километрах Миллиметрах И прочим Поэтому У него Есть Собственные Данные Мы еще Не знаем Как он Ими будет Пользоваться В соответствии С теми Моделями Про собственное Его Сама Сознание Ну Вот мы Слышали Про зеленых Котиков Они же Откуда-то Тоже Взялись Поэтому Вот Эти моменты Необходимо Учитывать Про то Что его Не пустят В образование К сожалению Нас с вами Обучающиеся Дети Не спросят Пускать И в образование Не пускать И в образование Они уже Им пользуются И дальше Будут пользоваться Больше И Может быть Не кажется Ли вам Точнее так Что Задача Смещается Еще в контексте Предыдущих Уступлений Вопрос Развития Методических Систем Может Пора Перестать Делать Попытки Электрифицировать Существующую Методическую Систему Может Пора Ее Пересмотреть То есть Пересмотреть В плане Вообще Наоборот Отказываться От этих Вещей Назад Методителя Ну да Ну да Ну тут Вопросы Такие Совершенно Разные Ну во первых Я все таки Отталкивался Не только Я говорил Что есть Свои системы Данных У него А что Теперь Компьютер Научился Чувствовать Еще немного И он сам Будет Получать Всю информацию Из мира Так что Тут я с вами Но мы ему Помогаем Но тут Я считаю Как раз Он еще Много Много Чем Удивит И нюхать Научиться И все Что хочешь Вот Но тем Не менее Я еще раз Подчеркиваю Главный тезис Что базовые вещи Не только Там Самосознание Но вообще Картину мира Он построить Не может Поэтому он По определению Будет пользоваться То что ему Дали мы То есть Это Субпродукт Мышления Это уже Его Так сказать Положение И тут Он никак Не встанет Даже если Вот так Вот как Нас пугает Расстреливают Дроны Своих Управляющих Да Ну вот Эти все Страшилки Я считаю Вот В такой Субстональной Философской Постановке Вопроса Они невозможны Потому что Искусственный Интеллект Это Субпродукт И это Не может Быть Иначе Крестик Добрый день Я Хакимова Манера Я представляю Погромче Пожалуйста И поближе Представляю Компанию Гиперметод И сегодня Я расскажу О Опыте Интеграции Инструментов Искусственного Интеллекта В LMS Я считаю Это такой Некий Небольшой Шаг На пути К реализации Персонализированного Обучения Если Вас не смущает Я с бумажки Поэтому Потому что Могу Растеряться Так А теперь После Как бы Релиза Чата GPT Midjourney И прочих Аналогов Вокруг Все Заговорили Очень Громко О Влиянии Искусственного Интеллекта В частности И в Образовании Да Уже Появилась Прям Масса Различных Платформ Так Да Это Тот Слайд А уже Появилась Масса Различных Платформ Которые Позволяют Из одного Запроса Моментально Создать Какой-то Контент Да Это могут быть Какие-то Лендинги Сайтов Это Образовательный Контент В том плане Что это Планы уроков Либо Это уже Контент Самого Урока Да Например Здесь На изображении Можете Видеть Как Мне Написали Получается Полноценный Полноценный Текст Который Я могу В принципе Читать Не отходить От него И в теории Провести 40-минутный Урок Так Конечно же Мы в гиперметоде Тоже об этом Задумались Как мы можем Использовать Генеративный Искусственный Интеллект В наших Системах И Это такая Творческая На самом деле Задача Которую Можно в принципе Дать И чату GPT И он С ней Отлично Справится Например Вот Генерация Текстов Тестов Кода Различных Интерактивных Заданий Создание Учебного Плана Плана Занятий Описание К этим Занятиям И так Далее Но Нам В компании Очень важно Как бы Вот эту Хаотичную Генерацию Образовательного Контента Как-то Структурировать Чтобы Вот эти Отдельные Сгенерированные Кусочки Как-то Складывались В полноценный Курс Имеющий Цели Обучения Длительность Которого Можем Как-то Регулировать И Здесь Вы можете Увидеть Наши Как-бы Так Начальные Испытания Здесь Мы Прикрутили К Визивику Чат GPT Который В принципе Выделенный Текст Отправляет В качестве Запроса И затем Вместо него Появляется Ответ От Чата GPT И Допустим Так Выглядит Структура Нашего Курса Силабус Который Имеет Несколько Лекций И Проваливаясь В эти Лекции Кстати Говоря Эти Лекции Можно Также Регенерировать С помощью Чата GPT И Проваливаясь В эти Лекции Мы Имеем Тоже Некую Структуру Модулей Курса Модулей Лекции Которые Необходимо Как-то Сопоставить Друг с Другом То есть Чаще Всего Методисты При разработке Каких-то Учебных Курсов Они Учитывают Экспертность Аудитории Учитывают Объем Времени Которое Должно Занять Изучение Того Или Иного Контента И Тут Мы Предлагаем Как бы На основе Цели Обучения Разделить Контент На Три Категории То есть Обязательный Контент Важный Контент И Дополнительный Для Каких-то Допустим Энтузиастов И Вот Это Все Оно Должно Как бы Структурно Выглядеть На Нашей Платформе И Позволять Преподавателям Сокращать Энергозатраты Как бы И Позволять Скажем так Более Эффективно Быстрее Создавать Какие-либо Курсы На этом Мой доклад Окончен Поэтому Вопрос Спасибо Большое Секундочку Ну Во-первых Я хочу Представить Нашего Иностранного Участника Нашей конференции Казахстан И Если Можно Пару слов По скриптуму Я Просто Добавлю Первое Что мы Хотели Сказать Что В настоящий Момент Времени В Елене Сере 5G Интегрирована Ну Создана Интеграция С ChatGPT И вы Можете Создавать Контент Прямо Непосредственно В LMS Платформе Это Как бы Первое Второе То О чем Мы Беспокоились Мы Отчасти Этот вопрос Немножечко Обсуждали Когда Говорили Про Черный Ящик Про Малевича Ну Там Правда Квадрат Но Тем не менее Мы Плохо Контролируем Тот Большой Объем Контента Которая Генерируется Мы Не Очень Понимаем Как Он Структурирован И Поэтому Задача В нашем Случае ЛМС Платформы Нас Как Разработчиков Заключалось В том Чтобы Дать Инструменты Структурирования Этого Контента Изначально На уровне Топологии Да Условно Когда Мы Говорим Цели Обучения Такие То Ся Ки То Они Связаны Таким То Образом Там Детализируются Такими То вещами Первое То есть Мы Управляем Этой Структурой Доверяя Собственно Генерацию Элементов Этой Структуры В топологии Узлов Топологии Непосредственно Алгоритм У меня Алгоритм Чему Тому Что Мы Не Знаем Как Работает Про Создавателю Или Автору Материала Не Только Структурировать Материал Но И Динамически Управлять Объемом Этого Материала Объемом В части Усвоения Слушателям Вот Эта Категория Обязательно Важно Дополнительно Тут Можно Долго Про Это Рассказывать Часа Два Но Это Главные Тезисы Которые Я Хотел Сегодня Подчеркнуть В Дополнение К Потому Что Прозвучало Вот А теперь Антракт А Вопросы Да Здравствуйте Коллеги Анна Анащенко Онлайн Школа Skyeng Большое Спасибо За Интересный Доклад Хотел Сказать Что У нас Также Реализована Аналогичная Интеграция Чата GPT Для Наших Педагогических Дизайнеров Вопрос Связан С тем Удалось Ли Вам Измерить В качестве Бенчмарка Нам Было Это Очень Полезно Собственно Насколько Повысилась Эффективность Производства Контента В рамках Предложенного Инструмента С точки Зрения Ускорения Time to market Или Как Вы Замеряете Этот Процесс И стоимости И Собственно Какие У вас Контр Метрики Качества С позиции Того Что После Того Как Вы Прикрутили Чат GPT Наверное Вы Как То Оцениваете На Метриках Студентов Учеников Или Слушателей Насколько Качество Этого Контента По крайней Мере Не уронило Качество Предыдущего Создаваемого Это было бы Очень интересно Спасибо На самом Деле Да Дмитрий Вы Ответите Или На самом Деле Этот Продукт Он Еще Не Выставлен Как Б Ему Еще Никто Не Пользовался Мы На Стадии Исследований В том Плане Как Есть В Использование Чата GPT Уже Много Раз Прозвучало Слово Промптинг Да Промптинг Инжиниринг И Сейчас Пред Нами Стоит Задача Максим Как Не Давать Пользователю Полностью Придумывать Какой-то Промпт То есть Это Все-таки Тяжелая Задача Мы Должны Составить Какой-то Шаблон Некий Шаблон Который Будет Оптимально Подходить Под Различные Категории Создания Вот Именно Образовательного Контента Поэтому Мы Сейчас На Этой Стадии Но И Сейчас Я Поделилась Некой Такой Задумкой Да И Сейчас Пока Что Все Ограничивается Нашими Внутренними Исследованиями Без Как бы Практического Практического Применения Ну Тут Я Тоже Маленький Комментарий Сделаю Мы Все Таки Не Не Образовательная Организация Мы Не Обучаем Мы Даем Инструменты И Очень Много Зависит Того Как Эти Инструменты Применяются Может Быть На 30 Может Быть На 130 А Может На Минус 30 Это Все Зависит Того Для Каких Целей Кем Конкретно В Каких обстоятельствах Какой Контент Ну И Прочее 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 В Данном Случае Ну Вот Ну Да Вот Мы Технологическая Компания Мы Немножечко Да Вот У Нас Фокус Немножечко Другой Да Но Я Не Эксперт В Экспертных В Этих И И Интеллектах Поэтому Мне Крайне Лестно Быть Приглашенным Я Наверное Буду С Педагогической Позиции Выступать Вот Поскольку Я Заранее Знал Что У меня Не Получится Приехать Я Подготовил Звуковой Ролик Звуковой Вариант Доклада Который На Сайте Представлен Как Преддоклад Вот Но Поскольку Дмитрий Мне Предложил Все Таки Выступить Хотя Понятно Что Динамика Выступлений По сети И очно Разная Мне Очень Жаль Что Не удалось Повидаться Со многими Людьми Которых Я Хорошо Знаю И Было бы Приятно Увидеться Очно Но Тем Не Менее Я Не буду Полностью Повторять То Что Там Сказано Я Конспективно Может Быть Чуть По Другим Углом С учетом Того Что Услышал На Предыдущей Секции Я Хотел Осветить Два Аспекта Инженерные Педагогические С Инженерной Точи Зрения В общем Там Многие Вещи Уже Сказали Я Чуть Чуть Под Другим Углом Хочу Ее Подать То Что Человек Всю Жизнь Пытается Понять Как Именно Он Думает И Что С Прощение Того Что Он Про Се Думает Он Ее Отчуждает И Пытается Проверить На Неживых Исполнителях И Таким Образом Любой Неживой Исполнитель Безусловно От Него Отстает Уступает И Поэтому Вот Эти Проблемы И Риски Которые Вызывают Искусственный Интеллект В Некотором Смысле Преувеличены Другое Дело Что В Эти Модели В Дейтасеты Могут Закраться Ошибки Которые Могут Оказаться Фатальными Но Это С Таким Же Успехом Как Чернобыль Так же Как Другие Всякие Технические Инженерные Вещи Примерно Такого Же Рода Риски Ошибок Существуют И Здесь То Что Сейчас Происходит Говорит О том Что Модели Довольно Успешны Поскольку То Что Сейчас Делает Искусственный Интеллект Он В значительной Мере Решает Круг Задач Которые Многие Люди Которыми Сейчас Занимаются В частности Как Мне Кажется Вот Те Усреднения Вероятностные Подходы Которые Может Делать Искусственный Интеллект Последнего Разлива Это Примерно То Чем Занимаются Врачи Вот Если Говорить О Утилях То На Мой Взгляд Их Ориентация В Индивидуальном Может Демонстрировать Сегодня Искусственный Интеллект Не в отношении Вот Именно В отношении Всех То есть Есть Конкретные Персонажи На которых Учитель Безусловно Ориентирован Намного Сильнее И тут В ряде Искусственный Интеллект Не может Соперничать Но Вот Если Говорить О Массовом То Безусловно Учитель Не в состоянии Вот Такое Внимание Уделять Каждому Поэтому Это Довольно Важно И я Фактически Таким образом Перехожу К педагогическому Аспекту То есть Два года Назад Мы с Павлом Рабиновичем Участвовали В программе Обучения Педагогов И там Рассказывали Что цифровая Трансформация Это как раз Вызов Возможность Использовать Цифровые технологии Для другой Постановки Педагогической Задачи Вот Сегодняшнее Развитие Искусственного Интеллекта Показывает Что это уже Не возможность А убийца То есть Я думаю Что те Логики Система образования Слишком ригидна Ориентирована Как Века Назад На перекачку Информации И Очень Медленно Очень трудно Переходит К другим Подходам То есть Призывов Полно Они уже Идут Больше 30 лет Вот Такое Более-менее Бурное Развитие Было В 80-е Годы Когда была Перестройка Вот И сейчас Сейчас Вообще Можно наблюдать Скорее Даже Обратный Маятник Когда Люди Уставшие От изменений Надеются Что если Они вернутся К прошлым Практикам Образования То им Сразу Станет Легче Не Сознавая Что Мир От этого Легче И Стабильнее Не станет Если Школа Станет Такая Же Медлительная Как И раньше То есть Мы Видим Что Искусственный Интеллект Сегодня Выводит На Совершенно Другие Уровни И Если Мы Сейчас Оперативно Все-таки Не перестроимся На новые Тенденции То В общем-то Дети Будут Расти Как Цветы На Развалинах И Мы От них Отстанем То Сейчас Главный Вызов Который Я вижу В том Что В принципе У нас Просто Уже Нет На Медленные Раскачки Ну вот Если Коротко Наверное Так Я так Понимаю Что Много А Наверное Еще Я Хотел Отнестись Немножко К тому Что Оксана Сказала Она Делала Вот Заход На То Чтобы Проверять С точки Зрения Учителей Мне кажется Что Вот Такого Рода Интерфейсы Мэроинтерфейсы Могли бы Быть Интересны Как раз Для Самообучения То есть Цифра В Педагогике Показала Разные Процессы То есть Есть Процесс Обучения Там Где Нужно Осваивать Знания И Это Прекрасно Может Делать Компьютер О чем Говорил Азимов Еще 35 лет Назад Даже Больше Вот А есть Вещи Связанные С образованием Которые Живут В коммуникации И Одна Из Технологий Перевернутый Класс Как раз Позволяет Развести Эти Процессы Для Того Чтобы Выйти На Наиболее Ценную Эмоциональную Ценную Коммуникацию Надо Подойти К ней Готовым Вот Эту Готовность Может Обеспечить Цифровой Формат И Вот Такого Рода Обратная Связь Как Биологическая Обратная Связь Могла Быть Полезна То Не Для Того Чтобы Учителю Сообщать О Состоянии Ученика А О Чтобы Сам Ученик Через Эти Нейро Обратные Связи Мог Понимать И С его Помощью Подстраивать Цифрового Помощника Который Ему Помогает Обучаться Вот Мне Кажется Что Такого Рода Интерфейс Могли Быть Более Полезны На Этом Направлении How Я Все Сказал Спасибо Большое Коллеги Ну Пока Вы Готовите Вопросы Может Быть Там В чате Что То У Нас Появилось Я Небольшое Дополнение Тоже Сделаю К Сообщению Оксаны Которое Было Изначальная Идея С Используем Нейроинтерфейса Пришла У нас В Казахстане Когда Выяснилось Что Я боюсь Соврать Точно Но Значимое Если не Половина Бюджета На Домашнее Обучение Для детей С ограниченными Возможностями Тратится На Что Бы Вы Думали На Таксистов На Людей Которые Возят Преподавателей По Домам Ну Опять же Вот Не дословно Не 50% Но Огромная Сумма Большому счету Почему Потому что Преподаватели Отказываются Обучать Дистанционно Почему Отказываются Мы Не понимаем Что происходит С ребенком На том Конце Провода Ну Даже Несмотря На Условно Зум На какое-то Изображение Которое Не видит Потому что Это Дети С Особыми Потребностями И Не Всегда Можно Понять Что же Происходит Там С ребенком Для Преподавателей Яндекс Такси Это Зло В общем Для Дистанционного Обучения Ну Возможно Да И Поэтому Вот Тогда Пришла Идея Связанная С тем Что Давайте Снимем Этот Психологический Барьер Снимем Вот Этот Риск Связанный С тем Что Преподаватель В момент Образательной Транзакции Не понимает Что происходит С ребенком На той стороне Провода Вот И Мне Показалось Тогда Когда Мы С ребятами Обсуждали Что В принципе Это Должно Сработать Ну Не знаю Сработает Или Нет Но Тем не менее Посыл Основной Был Такой Существуют Некие Ситуации В которых Для Прибавления Очень важно Понятно Что штука Не совсем Дешевая И на всех Студентов В УЗИ Ее там Не купишь Но В каких То Примерных Случаях Можно Сэкономить На Яндекс.Такси И С пользой Вот Теперь Вопросы К Михаилу Которые Да Паш Если Можно Коротко Потому что Может быть Михаилу Будет плохо Слышно Инна Миронова Студент Вот Они могли бы Пожалуйста Пояснить Что Изображено На Схеме Которая На экране Слышно Был вопрос Алло Я не очень Услышал Вопрос Что на схеме Изображено Цифровой Профиль Учебного Курса Ну Это Остатки Нашего С тобой Обсуждения В проекте Это Наши Попытки Построить Некие Модели Я Не знаю В коей Мере Удобно Сейчас Это Обсуждать Ну Хорошо Если Позволишь Я Прокомментирую Так Чтобы Я тебя Не слышу Я Сам Прокомментирую Раз Это Как бы Остатки Нашего Проекта Окей У нас Был И есть В общем-то Проект Связанный Ну С некой Новый Или Так Скажем Другой Методикой Я бы Не сказал Преподавание А формирование Образовательного Трека Контента Внутри Этого Трека И Оценочными Средствами По отношению К нему То Что Вы Сейчас Видите На Экране Как бы Некая Модель Про Это Можно Долго Рассказывать Но Это Другая Немножечко История Если Позвольте Я могу Как-то Прокомментировать Вы Уже В В Контракте В Контракте В Антракте Хорошо Михаил Большое Спасибо Тогда Мы Переходим В очную Часть В Аудиторию Да Уважаемые Коллеги Добрый День Ну Как Вы Могли Обратить Внимание Начало Заголовок Презентации Несколько Отличается От Того Что Заявлено В Плане Наверное У нас Была Рекомендация Строить Наши Доклады Так Чтобы Они Были Перевернутыми По Большей Части Чтобы Мы Задавали Вопросы И Чтобы Экспертное Сообщество И Наши Слушатели Могли На Эти Вопросы Попробовать Ответить Я Конечно Выступаю На Этой Конференции В качестве Эксперта Но Понимаете На Конференции Посвященной Искусственному Интеллекту Вряд ли Можно Я не знаю Насколько Действительно Можно Считать Экспертом Гуманитария Преподавателя Словесника Я Конечно Я 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 Специалист В области Искусственного Интеллекта Предупреждаю Сразу Но Тем не менее И вот Наверное Вот это Вот основной Вопрос К которому Сводится Мой Доклад И все Остальное Это будет Свод Из нескольких Связанных С ним Вопросов И я Постараюсь Их Озвучить И постараюсь Чтобы это Было Логично Но Для того Чтобы Задать Своему Докладу Некоторый Контекст Я Наверное Прям Нырнул Обратно На несколько Веков Назад И Ну Прям Действительно На несколько Веков В ту Самую Пору Когда Одна Картина Мира В сознании Человека Принадлежащего К европейской Цивилизации Менялась Другой Картина Мира Потому что Когда-то Было Средневековье И Люди Думали В этом Средневековье Ну То есть Обладали Определенной Картиной Мира Которая Характеризовалась Такими Параметрами Как Теоцентричность Да И Особое Отношение К человеку Особое Ценностное Отношение К человеку Это была Очень своеобразная Модель Отношений Между Людьми А потом Вдруг Происходит Ряд Изменений Растут Европейские Города Растет Класс Людей Которые Обладают Достатком Которые Обладают Определенным Свободным Временем Могут Это Свободное Время Уделить Собственному Образованию Искусству В это время Рождается Как раз Очень мощная Европейская Меценатская Традиция Например Нам Это Хорошо Известно И Со Временем Происходит Очень серьезный Культурный Переворот Формируется Фактически Новая Парадигма Отношений Между Людьми Та Самая Парадигма Которую Мы Сейчас Называем Идеологией Гуманизма И Которая Как раз И Характеризовала Закрепление Новой Фактически Модели Отношений Между Людьми И Новый Но Она Стала Новой Ценностной Парадигмой Она Зафиксировала Изменившуюся Навсегда Картину Мира Антропоцентричную Ту самую Картину Мира В которой Человек Это Центр Всего И так Дали Там Подобное Мира Всех Вещей Ценностная Мира Вещей И То Что Мы Наблюдать Сейчас Вполне Вероятно Это Мне кажется Мир Тоже Меняется А Вот Какая Ценностная Парадигма Которая Была Обозвучена И Которая Нас Объединяла В Поиске Концептуально Важных Вопросов В Образовании В Экономике В Искусстве Она Почему-то Не Звучит Я Не Знаю На Мой Скромный Взгляд Может Быть Она Звучит Может Быть Уже Все Давно Названо И Вы Мне Об этом Скажете И Тыкните Меня Носом Я Скажу Окей Хорошо Теперь Я Знаю Вот Но Пока Я Не Знаю Вот Что Это За Новая Идейная Ценностная Парадигма Которая Нас Должна Объединять Допустим В Поиске Ответов На Вопросы Связанные С Человеческим Образованием К примеру Беньямин Пишет Уже Порядка Века Назад С Произведение Искусства Изменилась Потому Что Джаконда Уже Не Одна А Их Может Быть Много Условно Говоря Я Сейчас Очень Сильно Прощаю А Сейчас Мы Оказались Совершенно Новой Ситуацией Когда Это Уже Не Произведение Искусства В Эпоху Его Технической Распроизводимости А Это Произведение Искусства В Взаимодействия С тем Же Искусственным Интеллектом И Инструментами Которые Он Предлагает Это На самом деле Большой Вопрос Вот Искусственный Интеллект В школе 2018 Год Китай Запускает Достаточно Большую Программу Пишется Огроменная Линейка Учебников Из Десяти Томов Это Целая Программа Искусственный Интеллект Которую Изучают Китайские Школьники Результаты Этой Программы Сказали 2020 Год Примерно То же Самое Происходит В России Запускается Федеральная Программа По изучению Искусственного Интеллекта В школе Результатом Которая К 2024 Году Как мы С вами Знаем Должна Стать Ситуация Когда Практически Половина Российских Школьников Должны Изучать Искусственный Интеллект В школе Каким Образум Это Должно Происходить Не совсем Понятно Но Тем не менее Вот Как бы Факт По поводу Уровня Цифровизации Российской Школы Тут конечно Очень много Можно было бы По этому поводу Сказать Но тем не менее Да И вот вопрос А зачем Собственно Мы это все Делаем Это Это такая Дань моде Ну то есть Вот мы услышали Да то есть Кто-то Где-то Что-то Делает А и Давайте Мы это Тоже Сделаем Мы Это Будем Делать Потому Что Все Делают То есть Все Это Делают Значит Надо Успеть Все Куда-то Бегут Все Что-то Покупают Мы Пока Не знаем Что Они Покупают Но Мы В эту Очередь Тоже Побежим Чтобы Занять Какое-то Место Да То есть Это Вот Такая Ситуация Или Нет Или Там Что-то Другое За Эти Может Стоять Да Каково Вообще Цели Полагания То есть Мы Представляем Ради Чего Мы Все Эти Вещи Делаем Да То есть Что Там Должно Картинка Я то понимаю Мы на конференции Посвященной Искусственному Интеллекту Да И все Наверное Уже Примерно Догадались Что Ну Это Как бы Картинка Она Ну Понятно Да То есть Мы Можем Сказать Конечно Что Это Такой Натюрморт Раннего Сезана Вот Хотя На самом деле Я когда Зашел В Кандинский 2.1 Я Хотел Получить Натюрморт В стиле Ренуара Но Он Мне Выдал Вот Раннего Сезана Но Понимаете В чем Штука Он Действительно Выглядит Как Ранний Сезан То есть Можно Вполне Себе Там Вот Посмотреть Как Выглядит Ранний Сезан Другое Дело Что Тональность Несколько Тут Темнее Но Это Уже Ладно Это Как Бо Не Суть Но Вот Приходит Школьник К Преподавателю В школе Вот Показывает Вот Начинается Какое Это Взаимодействие Между Школьником И Учителем Вокруг Вот Этого Вот Что Что При этом Происходит Вот Со Смысловой Сущностной Точки Зрения Что Они Обсуждают Какой Новый Субъект При этом Оказывается В образовании Вот Что Это За Новый Субъект Который Кстати Говорит Субъектностью Не Обладает Как Уже Было Сказано До Этого Тоже Парадоксальная Ситуация Да Но Она Тем не менее Ситуация Это Новый Субъект Который Оказался В образовании Вокруг Которого Разворачивается Некое Действо И Он Активно Участвует Сейчас Во всем Этом У кого Есть Знакомые Преподаватели Русского Языка И Литературы Вы Можете Полюбопытствовать Примерно Как Ну То Как Они Сами Оценивают Какой Процент Школьных Контрольных Сочинений Они Читают И Там Ну Понятно Что Это Ну Вот Джи Пяти Много Раз Уже Упоминаем И Сегодня Что Это Вот Этот Вот Замечательный Товарищем Писал Ну То 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 Выглядит Это Все Совершенно Потрясающе У меня Коллеги Рассказывают Удивительные Истории Мы Радостно Смеемся Конечно Над Этими Историями Как Студент Там Сдал Работу И Ежу Понятно Что Как Ну Понимаете Герой Из Одного Литературного Произведения Вдруг Оказывается Внезапно В другом И Мы Так Хихикаем Над Всем Этим И Говорим Ага Хватит Пользоваться Джи Пяти Ну Как Что Это За Ситуация Такая Вот Сущностной Точки Зрения Мы Где Оказались И Что Это Так Это Это Ситуация Противника То То Этот Субъект Вот В этой Схеме Или Они Просто Объекты О Которых Мы Вот Так Вот Размышляем Но Мы Для Них При Этом Ничего Не Думаем Дети В Этой Схеме Где Каким Образом Это Можно Для Детей И Так Чтобы Это Еще И Было Мы Это Понимаете Судим Еще С точки Зрения Человека Эпохи Возрождения Которые Вот Пока Еще Вот По-старому Думает Да А Эти Дети Начинают Воспринимать Уже Несколько Иначе Как Вот Я Вначале Доклада Говорил А Мы Для Них Пишем Программы А Нам Как Для Них Писать Программы Если Они Лет Через 5 10 15 Начнут Осуществлять Свою Рабочую Трудовую Экономическую Юридическую Деятельность Вообще Думая Иначе В Другой Совершенно Ценностной Парадигме Или Искусственный Интеллект Действительно Должен Стать Предметом Изучения Но Предметом Изучения В каком Смысле То есть Что Нам Вводить Курсы Искусственный Интеллект Которые Будут Запараллелен И там С курсами Информатики В школе Но Массовая Школа К этому Очевидно Будет Не готова То есть Мы С коллегами Конечно В профильных Классах Там Введем Курсы Программированы Понятно Это Профильные Классы В которые Мотивированные Ребята Приходят А Массовой Школе При этом Что делать Каким Образом Массовой Школе Необходимо Поступить Программно Поступить Для того Чтобы Сделать Грамотное Включение Нового Субъекта Фактически В учебную Деятельность Ну Окей Хорошо Исследование Если шире Посмотреть Ведь Искусственный Интеллект Это Одна Из Сущностей Которые Вообще Входят В достаточно Широкое Поле Исследований Интеллекта Как такового Есть В конце Концов Такая вещь Как Когнитивная Наука Я Дальше Шагну Еще Об этом Скажу Но Это Ведь Если Мы Вот так Поставим Вопрос Если Это Вообще Исследование Интеллекта В школе В профильных Классах Или Старших Классах На факультативной Основе Еще Как Нибудь Это Включение Когнитивной Науки В школе То есть Человеческий Разум Как предмет Познания В старших Классах И Искусственный Интеллект Как Рядом Стоящая Какая-то Дисциплинарная Область Может быть Нам так Поставить Вопрос В таком Случа У нас Возникает Проблема Содержания Потому Что Когнитивные Науки Как Таковы Это Вообще Вообще Это Очень Сложная Область Это Это Не Одна Какая-то Наука Это Достаточно Сложная Междисциплинарная Область Которая Затрагивает Множество Областей Человеческого Знания И Нельзя Ожидать Что Каждый Старшеклассник Это Такой Человек Который Способен Сходу Слету Включиться В эту Междисциплинарную Область Да Еще И Начать Судить О ней Как-то Ну Непрофессионально Но Предпрофессионально Все-таки Для этого Нужна И мотивация И подготовка Нам Что Делать Вот Она Проблема Содержания Каким Образом Нам Подступаться Тогда К этой Проблеме Если Мы Пробуем Включить Эту Проблему В образовательный Процесс Через Изучение Когнитивных Наук Могу привести Пример Связанный С тем Что Собственно Я Делаю В школе Это Гуманитарные Классы Лаборатории Непременно Математического Образования Я Волному Руковожу Этими Гуманитарными Классами Я Создал Эту Программу И Мы Ее Делаем Вместе С коллегами Из Института Когнитивных Исследований С Кафедры Клинической Психологии Герцена С Филфака СПБГУ Это Фактически Четырехлетняя Программа Подготовки Гуманитарные Исследования И Когнитивистик Которые Мы Например Сосредоточились На двух Предметных Областях Это Лингвистика С одной Стороны С другой Стороны Психология И Мы Постепенно Школьника Подводим К изучению Отдельных Глав Психолингвистики Отдельных Глав Когнитивной Психологии Так Чтобы Четвертым Профильным Предметом Здесь Становится Отдельно Информатикой Программирования С тем Чтобы В старших Классах Ребенок Мог Через Отдельные Области Подходить Осознанно К работе С нейросетями Выпускники Этого Года В этом Году У нас Первый Как раз Выпуск Гуманитарных Классов Лаборатории Выпускники Этого Года Программировали Свои Первые Нейросеточки Но Мы Это было для них Осознанно На Понятном Осознанном Материале Потому что Если бы мы туда Запихнули Еще Прости господи Психофизиологию Нейробиологию Вообще Все на свете Что с Когнитивистикой И искусственным Интеллектом Связано То Это была бы Такая петрушка За которую Я бы Не стал отвечать Потому что Это была бы Просто Профанация То есть Это точечное решение Оно Должно Еще подвергаться Критической оценке И в данном случае Вот Мы В этом году Завершим Еще написание Программы Я Специально Буду добиваться Там Экспертной оценки Там Еще Ряда Организаций Потому что Это точечное решение Оно далеко Не единственное Решение Того Что можно делать Со старшеклассниками Да И кстати говоря Я прошу прощения Отдельно гордость Это просто Постер Нашего Одиннадцатиклассника Исследовательский Пример Исследовательской работы Которую пишут Наши ребята Вот Имплицитное научение На основе Аудиальной Искусственной грамматики Ну это вот Пример того Чем могут Наши ребята У нас Заниматься В рамках Той же Когнитивной психологии Например Андрей Очень интересно Я завершаю Я завершаю Да Я завершаю Можно Вот сейчас взять Сфоткать буквально Это буквально Дисциплина Допообразования Через которую Мы работаем Через которую Мы формируем профиль И Я К последнему слайду Перехожу Вот возвращаюсь К этим всем же вопросам Да Это вот был пример И тем не менее Вопросы все те же Чего мы хотим От детей И собственно Что мы хотим Для детей Буквально Им Носит ли наше Целеполагание Стратегический характер Ориентируемся Мы все-таки На прикладные Какие-то задачи И ориентируем Школьников На прикладные задачи Да То есть Мы например Написали Не знаю Там какой-нибудь Очередную Стратегическую Прости господи Концепцию Технологического Развития России И просто растим Новых инженеров Да Ну и вот Пожалуйста Прикладная задача Или мы ориентируемся На фундаментальную науку И растим Новых исследователей Тогда это Совершенно другая задача С совершенно другими Программными Вводными Да И Ну как бы No comments Да Есть ли у нас Какие-то сверхзадачи То есть Мы думаем Стратегически Наперед Мы пытаемся Каким-то образом Спрогнозировать А что-то будет дальше И подготовить К этому детей Или нет Ну и в конце концов Готовы ли Общая образовательная школа К таким задачам Вот Да Спасибо Отлично Спасибо Я чувствую Будет длинное обсуждение Я для затравки Хотел бы свой вопрос задать Я уже не помню К какому из ваших вопросов Но у меня возникла Четкая ассоциация С замечательной карикатурой Где Изображены две курицы Одна из которых указывает На павлина Который стоит рядом Говорит Это фотошоп Да То есть Смысл в том Что А не придем ли мы Через Полгода К ситуации Когда Там студент Приносит работу Реально сделанную И уже Пуганный Перепуганный Преподаватель Или любая Другая ситуация Да Приходишь там Что-то приносишь Это Это чат ГПТ Ты мне голову То есть Мы и так Уже фейками Запуганы Да А кто теперь Нам вообще То есть Вот это вот Безверие Которое в нас Развивается Вообще Любой информации Которая к нам Поступает Ведь чат Искусственный интеллект Может это Эти фейки Теперь Не создавать Раз в день Да А создавать Условно говоря Раз в секунду И что нам С этим потоком делать Ну это Проблема экспертной оценки Которую Должен вообще Грамотный преподаватель Решать во взаимодействии Непосредственно С учащимся Тут можно Много было бы Ситуации Представить По этому поводу Но В конце концов Что мешает Преподавателю Позвать учащегося И непосредственно В коммуникации С ним Начать проверять Его уровень знаний Да Ну как бы Это вопрос Подготовки Преподавателя Конечно Того Как он Относится К информации И прочим Прочим Это хорошо Когда преподавателя Когда это на тебя Льется Потоком Согласен Это беда Да У меня нет ответа Я не знаю То есть Поэтому Я пришел С ворохом Вопросов Сказал Я вообще Дурачок Я ничего не знаю Давайте Как бы Отвечать Ну правда Тут как бы Ситуативная вещь Очень Я начну С вопроса С онлайна Вопрос звучит Так Реальные школьники И искусственный интеллект Вообще Кто-то проводил Исследование И надо ли А надо ли Еще раз Исследование По поводу Реальные школьники И искусственный интеллект Запятая Вообще Кто-то Проводил Исследование А надо ли Надо ли А Нужен ли школьникам Искусственный интеллект Я честно говоря Вот не знаю Я не знаю Правда Не знаю Я не готов Ответить на этот вопрос Я бы честно говоря Посмотрел Смотрите Оно им точно надо Оно точно уже Вошло в жизнь Школьников Тут уже звучало Неоднократно Школьники не спросят Они просто берут И делают Я совершенно С этим согласен Как бы А то Как это происходит Это стоит изучать Я бы на такие данные Посмотрел Я бы на такую Экспертную оценку Посмотрел Как сами школьники Сейчас это воспринимают Как они Сами себя Видят в этой Новой системе отношений Как они видят Эти инструменты И как может быть По-новому Они начинают Воспринимать Собственные продукты Труда Вот еще что интересно То что они Сами делают Они как это Воспринимают Константин Константин Костюк Я Вот вашу постановку Вопрос Спасибо за выступление Где много Так вопросов Поставлено В общем Действительно Сейчас запрос С искусственным Интеллектом На некую Этическую Рефлексию Что мы получим Границы И так далее Вот вы Сами сказали Про расщепление Этих ценностных Миров В общем Эту ситуацию Уже Нам Озвучили Постмодернисты Которых Вы Вспоминали В принципе После военного Времени Мы как-то Уже Привыкли Что мир Расщепился И как-то Живем Без Вот этого Целостного Картины Мира И человек Расщепился Да Как адъект Уже просто Да В общем-то Существуем Как-то нормально Но сейчас Действительно Мне кажется Другая ситуация Возник Некий Этот Субъект Или квази Субъект Который Вообще Продуцирует Фейки И Тут даже Вот Специфика Ситуации В том Что даже Если Этот вот Чат Перестает Делать Фейки А как раз Начинает Истину Говорить То это Будет Супер Фейк Если В этом Истинном Реферат Как раз Написано Не учеником А искусственным Интеллектом То есть Ситуация Сильно Вообще Ухудшается И Проблема Вторичной Оценки Конечно Тоже Потому что Это может быть Продукт Который Требует Высокой Оценки А мы Эту Оценку Симулякр И Наша Культура Как Культура Симулякров То есть Вот Таких Просто Генерируемых Каких-то Образов Самостоятельно Без Онтологической Основы Вот Сейчас На Следующий Порядок Эта Ситуация Приходит Когда Уже И Истина Может Стать Этим Фейком И Вот Я К чему Говорю Не Ожидает Ли Нас Поворот Мы Уже Знаем По Нашей Ситуации Что Чтобы Обрести Идентичность Нужен Образ Врага Образ Иного Не Осознаем Ли Мы Себя В ситуации Когда Мы Окружены Симулякрами Фейками И И Искусственный Интеллект Заставит Нас Защищаться Прежде всего Тем Что Мы Как раз Восстановим Какую-то Там Нашу Истинную Антропологическую Культуру И Как-то Рывок Назад Воспроизведем Совершенно Другую Реальность В защиту От Этых От Этого Нового Мира Фейков Симулякров Ну Если Это Вопрос Ко Мне Тут Два Вернее Вопроса Да Ну Первый Действительно Есть Мнение Которое Заключается В том Что Сейчас Наступило Такое Новое Средневековье Только Оно Обесценивает Человека Не Теоцентрически Да Не Бог В центре Всего А Некоторые Над Личностные Субъекты Они Оперируют Просто Людьми Как Объектами И все И все С этим Уже Смирились И все Взаимодействуют В этой Системе Отношений Но Этик Внутри Меня Он Сопротивляется С этой Парадигмой Честно Говоря Вот А Наступит Ли после Этого Нового Средневековья Не знаю Новое Возрождение Когда люди Объединятся Значит В протесте Против Засилия Искусственного Интеллекта Ну Поживем Увидим Вот Я В продолжении Я вижу Здесь Большую Опасность Что Искусственный Интеллект Может Я Не знаю Как он При этом Выступит Как Субъект Или С чьей Это Подача Он Может Запросто Нагенерировать Тысячи Текстов Которые Будут Разделять Людей Вызывать Их Яростную Ненависть Друг К другу И Послать Эти Письма По Условно Говоря Тем Людям У которых Они Собственно Эти Чувства И вызывают Или Через Нейроинтерфейс Сразу Мозг Человек Нет Просто Есть Другая Опасность Вообще Искусственный Интеллект В этом отношении Просто Дико Удобная Штука И Может Наступить Большой Общественный Консенсус Вокруг Того Что Искусственный Интеллект Предлагает Дико Удобные Инструменты И Все Всех Устраивает Потому Всем Всем Очень Комфортно Это Как Большая Опасность Да Конечно Здравствуйте Если Говорить Именно Про Привет Привет Если Говорить Именно Про Именно Образование И Искусственный Интеллект Хотелось Сказать Про Программирование И В Образовании То есть Часто Бывает Что Если Брать Не Специализированные Какие Классы Для Интересующих Людей Про Которые Вы Говорите А Просто Массовую Государственную Школу То В Общем То Что Там Есть Какое Программирование Это По сути Ни К Чему Не Ведет То есть Люди Не Умеют Программировать Люди Но При Этом Люди В То же Время Они Извините Извините Если То есть Есть Сейчас Вот Юзеры Продвинутые Юзеры И Собственно Люди Которые Могут Что-то Разрабатывать И В Искусственном Интеллект Работает Но Ему Комфортно Им Пользоваться И Мне Кажется Что В Принципе Вполне Возможно Что Бесполезно Пытаться Что-то С Этим Делать Это Все Равно Будет Так Потому Что Это Так С Интернетом Уже Несмотря На То Что Там 20 Лет Назад Предсказывали Что Люди Будут Пользоваться Там Информацией Собственно Да Короче Все Скатится К тому Что Есть Только В Другом Виде Что 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 Потому Что Скатится К тому Что Есть Но В Другом Виде У меня Есть Ответы Для Вас Не Поверите Супер Прекрасно Министерство Просвещения Уже Решило Вопрос Как И Чему Учить Детей В Массовой Школе Все Руководители Авторских Коллективов По Информатике УМК Уже Получили Указание Включить Новый Учебник Назвать Это Даже Параграфом Нельзя Абзацы Про Искусственный Интеллект В Его Историческом Аспекте И Модели Искусственного Нейрона Точка Теперь Как бы Ответ На вопрос А что Нам Делать С Искусственным Интеллектом В школе Вы Знаете Как Устроена Система Проверки Орфографии Вы Ее Сами Программируете Нет Как Повлияла Система Проверки Орфографии Автоматизировавшей Уже Любой Текстовый Редактор На преподавание Русского Языка Никак Не Повлияла А теперь Про О Нам Искусственный Интеллект Сейчас Нагенерит Сезана Это В вашем Представлении Это Фейк А в Представлении Искусственного Интеллекта И дизайнера Который Будет Использовать Этого Сезана Для оформления Сайта Заказанного Третьей стороной Это Просто Присвоение Результата Инструмента Для моих Профессиональных Обязанностей И Ну и Просто Ремарка Еще А что-то Я не помню Как это Наличие Интернета Сумело Нам Разрушить Систему Написания Рефератов Насколько Я знаю Во всех Школах Вузах Все Все еще Пишут Рефераты В том Или ином В виде Я К тому Что Инерционность Системы Образования Настолько Велика Что Темпы Развития Искусственного Интеллекта Никогда Не будут Увязываться С действительностью Образования Общего Высшего И так далее Нам Просто Придется Принять К Сведению Тот Факт Что Студенты Ученики Молодые Профессионалы Используют Результаты Труда Искусственного Интеллекта В своей Деятельности Коллеги Большой Я с этим согласен Только небольшой Ответ В данном Случай Мне Я подчеркну Мне в данном Случай Интересно Как Меняется Именно Ценностная Ситуация С культурной Точке Зрения Вот как Она Меняется В голове Школьника То о чем Вы говорите Из конкретной Практики Школьной До чего Ну я Согласен Окей Хорошо А нам С этим Что делать Ну то есть Мы такие Сложили Лапки И все Или что-то Нет Или как-то Нет Вот я Собственно Про это У меня Ответов Пока нет Я не знаю Коллеги Добрый день Знаете Как Начну С хох Мо Один Другой У тебя есть Вопрос Спроси У Робиновича У какого Да у любого Значит у вас Есть персональный Значит коллеги Я позволил себе Продолжить Ту тему Которую Замечательно Андрей начал Я даже Как Андрей Выступал Думал А не Чатли Дрепетин Нам писал С вами Выступление Потому что Х процентов Т Понятий Будет Перекликаться Я Построил Своё выступление Перед Уважаемыми Замечательными Нами С вами Коллегами Очень приятно В такой Тусовке Находиться Где можно Не с трибуны Выступать А по содержанию Что-то Поговорить Значит В такой Смесь Технологической Рефлексии И Вопрос В воздух Кто виноват И что делать И здесь Я буду Скорее всего Адвокатом Дьявола В контексте Снятия Вот этой Главной Напряженности Я про технологии Вообще Не буду говорить Здесь масса Специалистов Которые лучше Меня В этом Разбираются Но Поскольку Мы на передовой Образовательной Находимся С Константином Другими Коллегами То я бы хотел Снять Затронуть Один из главных Вопросов Именно взаимоотношения Кентавра Систем Искусственного И естественного Чтобы снять Вот это Напряженность И серия Сейчас придет Искусственный Интеллект И всех нас погубит Как только Ламбурчик Небольшой Родился После выступления Вашего Когда вы Прознесли Термин Ай-ай А я подумал Что не превратились Либо Ай-ай-ай-ай Вот в этом Контексте И будет Мое Выступление И второй Важный момент Что когда мы говорим Про применение Чего-либо В образовании Я хочу Сразу Антологическую Свою рамку Ввести Что я говорю С позиции Что образование Это процесс Самостроения Построение Картины мира И в этом Могу участвовать Только я В результате Некой коммуникации С кем-то Или с чем-то И так далее Мышление живет На бумаге Или на экране Как говорят Старшие наши методологи Поэтому все Вопросы связанные Давайте что-нибудь Запихнем в учащего Это процессы подготовки Обучения Пожалуйста Мы вот там Это отдельный вопрос Я исхожу из того Что нужно Чтобы ребенок Начал себя строить И здесь Переходя к конкретике Я с позиции Как раз массовой школы Обсуждаю Того что происходило С началом Особенно пандемии Когда До начала Великих Ковидных ограничений Все считали Что школа Это нечто сокровенное Там творятся чудеса И никак И ни одна школа Не пускала в свои стены Ни одну реальную деятельность Поэтому когда Мы говорим Слово проектная деятельность Или исследовательская деятельность Это скорее всего На выходе презентации Которая что-то рассказано О том Как мы будем жить счастливо Когда началась пандемия И все семьи Увидели А что же такое образование В его не самом хорошем смысле слова И наконец поняли А кто же таки Отвечает за образование Батюшки оказывается Мы сами Как родители И вот эта вот Стена-то оказалась Стеклянной И король-то иногда Не очень одет То Вот эта сокровенность Школы Она как раз показала Что цифра И искусственный интеллект Как ее проявление Как один из ее частей Общей цифры И она не только Некоторым помогает Некоторый процесс ускоряет Но И как любой катализатор Проявляет Все И хорошее И плохое И вот из этой рамки Как бы мы дальше обсуждаем То что Происходит в школе Вместе со всеми Хорошими Плохими И отрицательными Несколько примеров Из любимых Из того что вокруг Если кто-то знает Замечательный российский стартап Мишка AI Когда в плюшевую игрушку Зашита некоторая Правильная схема С подключением К облакам И к искусственному интеллекту Которая Помогает Через игровые форматы Детям Дошкольникам Формировать Правильные компетенции То есть Никогда родитель Становится чудищем Который зудит Почесть зубы Заправь постель И так далее Вставай Пора в садик И так далее И так далее А привычный Ребенку Любимый медвежонок Ласковый Утром Говорит Пора вставать И так далее И так далее И вот этот барьер Психологически снимается Это как пример Хорошего помощника И так далее И так далее Уже Не буду уточняться Но помянутый Сегодня неоднократный GPT Который может Разные вещи делать И дальше Знаете Это вопрос Как вот Можно взять и сказать Что Как вот Андрей Совершенно очень четко Отметил У нас нет средств Второго уровня оценки Поэтому мы Здравствуй племя Молодое Незнакомое Да Гораздо проще запретить Что в ряде Сегодня И слышно После особенно Первых кейсов Когда студент сдал Диплом Написанный GPT Ай какой кошмар Ну сдал Константин Я с вами очень согласен Что орфография в Ворде Никак не повлияла На повышение Грамотности Русского языка В целом Не только по стране Но и по миру Поэтому здесь Как раз Вот тот самый вопрос Запретить нельзя Использовать Как яркий пример Воспринимания Этого в штыки Но Опять же Пример из кейс Простой Применение искусственного интеллекта Сеточек Для восстановления Архивных фотографий И так далее Можно сказать Балоство А можно использовать На уроках истории Как классный инструмент Изучение реальной истории На реальных фактах А не серии Мама прожила свою жизнь Как-нибудь справиться И с твоей Вот Поэтому вот эти варианты Такого Вспомогательного инструмента Для педагога Которые можно использовать Но еще раз я подчеркну Что я говорю Из рамки Что Мы воспринимаем Систему образования Как наращивание себя Как самостроительство А не как задача Передать некий объем сведений Чтобы ребенок Отчитался Максимально близко К эталону Что он его Воспринял И в этой ситуации Тогда Все эти разговоры Тогда роль педагога Не конкурировать с Яндексом И Гуглом Когда знаете Как многие Вот мы запретим телефоны Потому что мы еще не успели Класс Тему классного Тему занятия Написать А он Они уже в телефона Ну так ты не пиши Тему классного Задаю задания Накануне А утром Придя на урок Обсуди с детьми То чего они не поняли По данной теме Зачем ты соревнуешься С Яндексом Ты точно проиграешь Ты лучше соревнуйся В том как Яндексу Или тому же GPT Запрос поставить И научи Вот в этом контексте Вопрос об учителях Информатики И всем остальном Вот И как вот Андрей Семь прекрасно Показал эту картину Да Не надо соревноваться Это подлинник Или подделка Обсуждайте Разницу Цветопередачи И так далее И так далее Но на конкретных ресурсах Как раз для тебя Это просто один из ресурсов Поэтому вот здесь Мы выписали Традиционные крики Ай-яй-яй Которые вот как раз Превращают Эй-яй в ай-яй-яй Которые мы сегодня слышим И Поэтому я согласен С Андреем Что ключевая проблематика Это мыслительный разрыв Непонятно зачем Куда и так далее Андрей у меня вытащил Мои фразы Когда я обычно тоже говорю Что все побежали И я побежал Это было когда Например мы внедряли По всей стране В свое время Интерактивные доски То есть у тебя сельская школа Где один класс Где электричества нет Но сосед заказал Интерактивную Значит я должен две заказать Почему две Потому что у соседа одна Вот Поэтому вот здесь Как раз важно Какие функции передавать Какие Поручать Искусственному интеллекту Но важно понимать Что любая Главная фишка цифровизации В отличие от Информатизации Это не улучшение Деятельности Не ее прощения А изменения Пример Uber и Яндекс.Такси Принципиальная смена Бизнес-процессов Модели владения Системы активов И всего остального Это не улучшайзинг Это изменения Это другие процессы Вот замечательно Вот сидит Представитель компании Skyeng Всегда восхищаюсь Именно Вот структуры Организации Деятельности компании Как потерпевший папа И с другой стороны Как знакомые Мы вместе с вашей компанией Делали один из курсов И здесь Вот система За счет цифры Работы педагога Удержания Клиентов И так далее И так далее Это другие модели Которые возможны Только с использованием цифры То же самое здесь с AI Бежим дальше И вот когда мы говорим Про наших педагогов То когда начинается Вот этот вот Весь хайп на тему Яй-яй нас уволят Мы всегда говорим Что товарищи А давайте честно Зажмуримся под одеялом И с валидолом в руках Обсудим А школа Это что? Через предельные развилки Они предельные Такого никогда в жизни Не будет Выбора Но давайте честно Никому не рассказывай вслух Просто зададим себе вопрос Андрей Я продолжаю вашу эстафету Про вопросы Да И как Мы на самом деле Этот применим Сейчас мы строим Уникальную школу В Норильске Строим в плане Именно и здания И проектируем Педагогическую Всю сущность И вот первую встречу с городской администрацией и заказчиком мы начали с этих развилок. Валидола было много. Но в результате принятых решений, что мы все-таки, знаете, как в agile манифесте, стараемся утянуться направо, не забывая про лево, школа получается другой принципиально. И тогда вот эти вопросы, а что делать с искусственным интеллектом, они просто не встают. Ну как? Объективная реальность данная нам в ощущениях, говоря словами Ленина. И вот здесь, опять же, если мы подходим к школе с позиции антропологического поворота, опять же сегодня звучала эта тема, когда меняется вся сущность образовательная с перехода от главенства норм, главенства все-таки цели полагания, картины мира и так далее, то тогда, соответственно, мы говорим, что образование это диалог со счастьем. Давайте понимать образование не как процесс, а как способ получения удовольствия в жизни от самостроения. Мы в свое время как раз для норильской школы выдвинули вот такой лозунг. Кто такой главный девиз школы? Мышление, могущество, мотивация и благополучие. Через это все дальше решаются уже все остальные вопросы. И тогда, соответственно, если школы работают под таким девизом, то можно жить дальше. Два слова, как это, записки потерпевшего. Мы как раз делали в 2020 году самую масштабную программу для руководителя школ России по цифровой трансформации. Это был, значит, в программе принимал участие даже, здесь скромно написано, более 18 тысяч директоров и замдиректоров школы, больше 80 субъектов. Делали мы все это на бесстрашной платформе, я заканчиваю, бесстрашной платформе гиперметод. При этом была уникальная ситуация, когда все компании, к которым мы обращались, говорили, как это, вот такой набор требований, в том числе ключевая возможность пир-то-пир, горизонтального оценивания работ, проектных работ друг другом, у нас не было экспертной оценки, у нас было пир-то-пир. И это, кстати, была самая главная боль директоров школ, как это у нас оценивает, не эксперт, а такой же Вася, как и я из соседней школы. Такого не бывает. То, соответственно, вот здесь эта система как раз выдержала, и я сейчас два слайда из этой рамки кратко скажу, что уникальные получились возможности, потому что ни одна из других платформ не позволяла совместить оперативность изменений. Мы Диме писали в чат вечером, что у нас директора не могут найти кнопку такую-то, но утром был новый инстанс, выкатанный на боевой релиз, и кнопка была уже в другом месте, в нужном цвете. Потому что 18 тысяч директорам нельзя объяснить, а нажмите на кнопочку в другом месте, если они ее не видят. И вот здесь как раз это была вот такая колоссальная программа, из которой мы вынесли вот такой вот, мы это назвали, ад потерпевшего. Первое, что колоссальный объем затрат наших ручных уходил на поддержание коммуникации. Представляете, всегда 15 тысяч человек в чатах. Вот, и если бы половина из них, да, заставить читать часто задаваемые вопросы невозможно, вы же понимаете, это же директора школы. Вот, поэтому, вот если бы в этот момент возможно применение тогда было того же чата GPT, мы бы с Димой имели меньше седых волос вместе с Александром и другими командами гиперметода. Чем мы имеем сейчас. Второй колоссальный момент, это вот та самая ручная проверка со вторым раундом, в том числе с подбра... Вот, отдельная тема, это поддержание коммуникации, когда видно, что вот, сегодня обсуждалось, затухает некая активность, и надо что-то вбросить. Причем тут опыт показал, что не важно, что ты вбрасываешь, ты Рембрандта вбрасываешь или точка-точка запятая. Главное, что-то в канал вбросить, а дальше еще поехал, а дальше модерируй. Вот эти функции, опять же, могут взять на себя те же самые GPT и так далее, и так далее. Ну, а про оперативную аналитику, что, эй-эй, посмотри, там вот затухло, тут вскипает, коллеги делали руками, в том числе анализ нагрузки, переброс серверов и так далее. Вот здесь это можно точно делать с помощью AI. И в заключение, все-таки я хочу о том, напомнить, что надо рассматривать, нельзя рассматривать отдельно искусственный и естественный интеллект. Мы должны рассматривать именно кентавр-системы, где сочетается искусственное и естественное. Сегодня очень большое это отдельное направление, когда учится одновременно человек вместе с искусственным интеллектом. И вот это сегодня является одним из перспективных направлений. И понятно, где граница. Никакой искусственный интеллект не может взять на себя функцию передачи человеку культурных норм, т.е. воспитательная только не работа, а воспитание. Вот не воспитательная работа, сколько систем мероприятий, а настоящее воспитание, как передача культурных норм, как система навигации, образовательной навигации, запросов, построение персональных образовательных маршрутов и так далее. С другой стороны, ни один человек, какой бы талантливый учитель ни был, никогда даже в сельской школе на 100 человек не реализует персональную образовательную логистику. При попытке составить расписание, получат инфаркт вместе с инсультом в момент. Поэтому вот это гармоничное сочетание одного с другом, плюс используем всех этих нейроинтерфейсов и всего остального, как раз обеспечивает выживаемость. Ну и вот опять же, когда учителя начинают бухтеть, мы говорим, ответьте себе второй раз, валидол возьмите, ответьте на такие вопросы только честно. Ты как учитель кто? Зачем ты пришел в школу? Насколько ты пришел в школу? И если этот тест пройден, то дальше, соответственно, педагоги могут уже обсуждать содержательно любые вопросы. В завершении я процитирую двух своих, одного коллегу-наставника и ментора, Анатолия Михайловича Кашпировского, который всегда говорил на всех наших встречах, настоящий учитель тот, кто учит человечности. И прибавлял, что человечеству всегда будет не хватать настоящих учителей. И если учитель, находясь в школе, претендует вот на эту рамку, то ему никакой и-яй не страшен. А из позиции учителя можно процитировать Высоцкого, который говорил, не волнуйтесь, я не уеду, и не надейтесь. Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Спасибо. Коллеги, вопросы? Константин обещал меня пихнуть. Понял. Вопрос, может быть, ответ, на который, может быть, не прозвучит, ну или, по крайней мере, а что если, когда мы говорим про фейки, да, и вот про всю эту историю, где там правда, где ложь, а что если у чаджи пяти есть умысел? А ответ на этот, гипотеза ответа, я хоть и Рабинович, но отвечать не буду, гипотезой положу. На мой взгляд, есть рецепт противоядия, называется просто критическое мышление. То, чем и должна заниматься школа. Если мы со школы и в вузах развиваем у человека критическое, системное и дальше-дальше мышление, то не страшен и умысел. Поборем. Отфильтруем. Так, коллеги. Бродкин Михаил, компания Неватон, производство медтехники. В данном случае у меня, скорее, не столько вопрос, сколько реплика многодетного отца. Так получилось, что у меня такие замечательные дети, учатся в физмат-лицеях, все прекрасно. И вы говорите о правильных вещах, о том, что, ну, условно, хорошему учителю AI не страшен. Но вопрос. Я прекрасно понимаю, что мои дети во многом уникальны, и не все дети учатся в физмат-лицеях. И не все учителя прекрасны. Вопрос именно в том, чем грозит вот в этой массовой системе образования уже фактически состоявшееся внедрение, вбрасывание сверху. Давайте, надо. AI должен быть. Что с этим делать? Михаил, спасибо вам за эту леприку. Я в данном случае бы сказал по-другому. Значит, первая часть ответа. Как говорит кто-то из умных, пусть плохие лекции умрут в пустых аудиториях. А вторая часть ответа, которую Константин произнес, я бы воспринимал вот это внедрение сверху, как спасительную палочку. Что знаете, как это, если уже много раз, сколько, да, твердили миру, если сами учителя не готовы посмотреть вокруг себя, выйти за забор и понять, что реальность существует, ну, так хотя бы через инструкцию. Коллеги? А вот еще вопрос был. Давайте последний тогда. Тоже такой Сергей, психофизиолог, лаборатория знаний. Вопрос-реплика. Мне очень нравится идея про две разные системы образования. Одна нормативная, другая направлена на развитие самообразования и поддержку, вот с этими всеми развилками. Но есть у меня подозрение, что придется, чтобы эти две системы сосуществовали для разных людей. Просто банально на примере Skyeng мне поразили данные о том, что люди заплатили деньги, приходят на первое занятие. Зачем вы здесь? Только 10%, если не меньше, судя по рассказам руководства Skyeng, смогло сказать четко зачем. 60% смогло сказать, если им дать какие-то подсказки. Ну, может быть, вы экзамен хотите сдать, может быть, вам фильмы смотреть хочется. 30% даже с подсказками не могут сказать, нафига они заплатили деньги. Соответственно, требовать того же от детей, которые пришли в школу, и даже от студентов. Ну, вообще странно, да? То есть большинство просто будут болтаться, абсолютно не понимая самообразование. Вы чего от меня хотите-то? Я еще... У меня никаких целей, собственно, не стоит. Да, и поэтому у кого-то они есть. Кому-то действительно надо давать искусственный интеллект как систему поддержки его, который действительно будет ему лучшим ментором, да? А кому-то придется... Никакого тебе искусственного интеллекта жестко запрещай любую технологию и слушай, что говорит учитель. Вот как думаете, возможно, такая ситуация? Спасибо. Спасибо за это высказание. Отвечу максимально кратко, но длинно. Значит, первое. То, что я говорил, образование и обучение – это не две разные школы. Самостроение и самообразование. Самообразование – это способ, а самостроение – это картина мира, это стиль жизни. Поэтому это все прекрасно умещается в стенах обычной массовой школы. При условии, что об этом кто-то думает. Об этом кто-то думает. И никакое образование без режима обучения и подготовки быть не может. Потому что какая бы картина мира ни была, которому даже в зверь мешает пройти, ЕГЭ ему сдать придется. Поэтому режим подготовки, как способ упаковки своей гениальности в те форматы ответов, которые от него требуются на ЕГЭ, все равно потребуется. Поэтому здесь это не соперничество. Соперничество в другом. Что мы об этом и говорим. Чтобы люди могли отвечать на вопросы и ставить цели, они должны это уметь делать. А это развивается. У нас есть прекрасная программа «Трек мечты», где дошколят и начальные классы вместе с родителями. Проходит годовая программа. Они учат сначала мечтать, потом превращают мечту в задачку, потом задачку в цель, потом в проект. И доходят до результатов. Финишем этой программки является выставка продажа продуктов проектной деятельности дошколят. То есть те, кто пришел на выставку, это голосует рублем. Принципиально это сделали, чтобы уйти от разговоров. Продукт это или не продукт. Рублем проголосовал продукт. Поэтому мечтать надо уметь. К сожалению, многие школы сегодня с успешностью справляются с отбиванием желания мечтать. Вот если мы говорим про образование, то это сначала про мечтать, потом про счастье, про благополучие, а потом про все педагогические и другие технологии достижения ОНОВА. Спасибо. Добрый день, участники и коллеги. Давай я сейчас тебе отблю, потому что объявления не было. Константин Шапиро. Чему научат искусственный интеллект наследники человечества? Ну, я сначала обещал пнуть Павла, естественно, потому что я из числа потерпевших их масштабной образовательной программы, они, и это возвращаясь к разговору про эффективность, про модели отслеживания эффективности онлайн-курса и прочее. Ребята, вы почему решили, что все должно быть эффективным? Мозг работает круглосуточно, он пишет, он запоминает, он спит потом, чтобы переработать все это. Мы почему коммерциализированную модель эффективного производства пытаемся применить ко всему? Люди уходят из, ну не будем называть конкретных компаний, что-то пром через 2-3 года, потому что дальше организм не может в таком режиме функционировать. Мы почему хотим, чтобы дети все время эффективно работали? Притом эффективно с нашей точки зрения. Мы вообще, мне кажется, заблуждаемся относительно не то, что даже целей. Мы вообще заблуждаемся относительно происходящих. Мы рассуждаем в категориях, а как нам отличить фейк не от фейка? Мы рассуждаем в категориях, а как нам проверить, это он сделал или не он? Да, они-то вообще уже в другом мире живут. Инструкции к ЕГЭ разрабатывают в Федеральной службе исполнения наказаний. Они что проверяют-то у них? Мы хотим, чтобы наша старость прошла в каком мире? А еще, не дай бог, изобретут бессмертия. Мы потом жить будем в каком мире? Вот наследники человечества, это кто? Те, у кого проверили остаточные знания по русскому языку в 11 классе? Вы понимаете, есть такое понятие в науке, методическая система. Оно с чего начинается? Оно начинается с требований внешней среды. И требования внешней среды это не то, что придумано Министерство просвещения, или сделали китайцы, и нам поэтому тоже надо. Требования внешней среды это то, что происходит. А происходит то, что искусственный интеллект, как и другие технологии, уже пришли. Не надо думать, что 90% населения Земли будет понимать, как это устроено. Уже большинство из нас присутствующих относится к высоким технологиям как к магии. Мы знаем, что она есть. Сказал орфографус, он проверил тебе орфографию и так далее. Поэтому давайте думать о том, в каком мире мы будем жить, и что, собственно, у нас происходит в этой истории. Вот мне очень всегда нравится, когда мы рассказываем, детей мы будем учить. Задача-то какая у образования? Передать ту культурную традицию, в которой мы существуем. Ведь человек, это не только биологическое существо. Человек только тогда человек, когда он наследник культурной традиции человечества. Теперь поднимите руки, кто может уверенно ответить на вопрос, что он точно знает, что он сделал для того, чтобы в цифровом мире культурное наследие стало доступным для этих детей. Что лично я сегодня сделал для интернета? Ну, если упрощать со всем вопрос. Да ничего. Музеи русские, вермитаж, многие производят кучу контента, оцифровывают картины. И что? Ничего не происходит. Подождите, сейчас, куда? О, мы почему-то говорим про клиповое мышление. Откуда взялось клиповое мышление? Человек не эволюционирует с такой скоростью. Передача знаний Татьяны Альбертовны невозможна. Никаким электромеханическим путем. Потому что нейронные модели формируются в голове у каждого, невзирая на то, что интернет, общий искусственный интеллект, общий. Модели в голове у каждого свои. И задача их сформировать. Вот задача образования, она была, есть и будет оставаться, есть. А вот как эти модели сформировать? Вот что делать со всей методической системой? Вот это вопрос вопросов. Ну, следующий слайд я пропущу, потому что рассчитывал несколько на детскую аудиторию. Мы сейчас что имеем? Мы сейчас имеем ситуацию, когда дети не видят объект в среде. Ведь вспомните, когда вы все росли, это наследники Ренессанса и Возрождения. Вы наблюдали лягушку в пруду. Ну, я условно говорю. А они сейчас ее наблюдают. На... Да, и мы знали, что это взаимосвязанные вещи. Во всяком случае, нам было интересно. Вот. А они сейчас наблюдают лягушку на картинке. Притом еще нарисованные, мультяшные, да еще искусственным интеллектом. Вот. У них нет мотивации узнать, где она жила, пронаблюдать ее взаимосвязи. И мы, когда говорим о цифре и создаем электронное обучение и прочее, 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 мы все время говорим о том, что вот объект, и вот надо с ним что-то делать. У изнательства просвещения, когда-то 10 лет или больше назад, когда к ним словечек пришел, была замечательная идея про электронный учебник, где каждое слово – это интерактивный объект, связанный с другими. Где этот электронный учебник? Ну, и в Википедии не учебник. Надо все-таки понимать, что учебник – это специальным образом организованный текст для соответствующей целевой аудитории. Идея, да, та же. В виде технологий существует уже не один десяток лет, но напоминаю, что массово используемый, в том числе и в образовании, стал возможным только тогда, когда Google сделал подходящую технологию. Мы сами ничего не делаем для того, чтобы ребенку в цифровой среде был интересен процесс познания. Мы не цифруем культурное наследие человечества должным образом. Что должны дети воспринять из этого культурного наследия? И как они это могут сделать? Мы не создаем им такой возможности. И вот это одна из основных проблем, которая, как мне кажется, сегодня стоит, на которую должна ответить и методика, и дидактика, в том числе школьного образования. И возвращаясь к школе, которую можно построить, которую нужно построить, давайте только не упускать из виду, что школа – это все-таки выполняет еще функцию социального присмотра, потому что передавать культурную традицию – это некому, все же ушли на работу, поэтому этим занята школа. И она должна сделать это для всех каким-то образом. И давайте думать вот о формах организации образовательного процесса, о новой методике, о новой дидактике, о том, как цифровой мир сделать неадекватным, это невозможно, реальному миру, а хотя бы чтобы модели, которые мы строим, были взаимосвязаны, находились в системе и приближены к реальным объектам по их существенным свойствам. Ведь на самом деле в ГОСТе, даже в ГОСТе, в ГОСТе сказано, что EOR – это в том числе, представлен в электронном виде ресурс, с соответствующей системой метаданных. И вот если воспринимать его так, то тогда понятно место искусственного интеллекта. Потому что если мы садим все электронные объекты с системой метаданных, то по поисковому запросу мы будем получать несколько сот тысяч объектов. И ни один эксперт, ни один человек, ни один учитель не в состоянии вычленить, что нужно этому ребенку сейчас для этого занятия. И вот здесь история с искусственным интеллектом могла бы пригодиться. Еще одна важная история, ну это цифровые разрывы, которые нам предстоит преодолеть, я про них в принципе уже сказал. Еще одна важная история. Что такое? Конец? Цифровой разрыв. А, значит, что такое наследие, собственно, человечества? Мы что в это понятие вкладываем? Мы что хотим, чтобы наши дети его наследовали? Мы рассматриваем вновь появляющиеся технологии как неизбежное зло. А оно не зло, оно часть мира. Мы не заметили, как интернет подменил книгоиздания и поменял полностью парадигму тиражирования и распространения незнаний. Сейчас мы не замечаем, как часть рутинного труда, в том числе в интеллектуальной сфере, переходит к искусственному интеллекту. Заниматься надо этим. Не учить детей программировать искусственный интеллект в школе, господи, какая утопия. Такая же, как программирование и робототехника. А заниматься тем, чтобы научить их этим пользоваться, жить этим. С тем, чтобы, например, презентовать свою личность средствами, в том числе искусственного интеллекта и других технологий, в соответствии с тем сообществом, в котором пытаются ее позиционировать. Не искать, сам он это сделал или нет. Вообще забудьте слово экспертная оценка по отношению к детям. Забудьте про проверку домашних заданий. Вообще, это анахронизм уже какой-то. Но школа за них держит. Какая система домашних заданий? Вернусь к тому, чтобы пнуть Павла. Когда учились директора, он же, нет, он знает, он делает вид, что не знает, что директора учились не все сами. Потому что директора, когда увидели, что он от них хочет, вот эффективную систему, они построили потрясающую систему, программу повышения квалификации. Она требовала от участников активного действия. То, что мы все время хотим от детей. Я не знаю, с какой процент директоров это сделал, но знаю многих лично. Они плюнули и сказали, господи, боже мой, что они там придумали? Зам по информационным сетям. Мой логин, мой пароль, вперед. И успешно закончили курсы повышения квалификации. Не поменяв сознание, то, на что, собственно, рассчитывали организаторы программы. Это плохо, а это произошло потому, что мы не живем в этой парадигме деятельности. А должны и сами жить, и для детей ее организовать. Потому что просто отвезти ребенка в музей сегодня недостаточно. Важно создать условия, чтобы эти музейные экспонаты были зачем-то ему нужны. Я все время говорю, что в пандемию акция «Воспроизведи картину, сфотографировавшись в предлагаемых обстоятельствах, сделала для развития художественного восприятия детей больше, чем все дистанционные курсы всех музеев мира вместе взятые. Потому что зачем-то детям вдруг понадобилось искать картины. Вот над чем надо думать. Над способами, как сделать существование ребенка в цифровом мире комфортным, как передать ему все накопленное богатство и как дать детям целевую установку на то, чтобы и искусственный интеллект в том числе воспитывался на культурном наследии, а не на том объеме фейков, которые он сам производит. Вот на этом надо сегодня сосредоточиться. И ни в коем случае, конечно, вообще не рассматривать искусственный интеллект как угрозу образованию. Это просто еще один инструмент, это просто еще одна действительность, как интернет, с которой нам придется жить вместе. Ну и два последних маленьких слайда про Вовку в тридевятом царстве, искусственный интеллект. Это мы почему-то думаем, что искусственному интеллекту есть до нас дело. Он живет в своей собственной парадигме, да, авторами которой мы изначально являемся. Но искусственный интеллект, наверное, никак к нам не относится. Это эмблема, которую придумала школа, в которой я сейчас работаю. Вот искусственный цифр, искусственный интеллект, человек тянет руки навстречу друг другу. Никто к вам руки не тянет. Это наши загребущие руки пытаются в том числе подмять искусственный интеллект под свои практические задачи. И на этом я хотел бы закончить. Спасибо. У меня первая маленькая ремарка к вашему, кусочку вашего слайда, где вы говорили про важность метаданных. Я хотел бы заметить, что идея семантического веба уже была 30 лет назад, и она не выстрелила. И она вряд ли выстрелит от того, что вы будете призывать к этому. То есть это классная идея, но она очень трудоемкая. Чрезвычайно трудоемкая. Именно по этой причине так мало желающих делать классные, размеченные метаданными, хорошие контенты. А потом еще не понятно, что с ними делать. Может быть, поэтому искусственный интеллект здесь и поможет? О, может быть, да. Еще раз представлюсь. Анна, компания Skyeng. Очень согласна с вашим тезисом о том, что необходимо проектировать цифровую образовательную среду таким образом, чтобы она была, скажем так, активной. В общем, мы пытаемся это делать и пытаемся все это оцифровать. Особенно много работаем над сегментом цифровой образовательной среды для дошкольников. У нас есть один из проектов. Это мобильная игра, где гейм-дизайнеры проецируют цифровое образовательное пространство, где каждый предмет оцифрован. Ну, собственно, это такая некая вселенная, где дети могут взаимодействовать с чем угодно. К слову сказать, самый популярный предмет. У детей там нет цели, с чем взаимодействовать. Они могут сами создавать истории. Это некоторые песочницы, в которые они играют. Самый популярный предмет – это швабра. По количеству использований, по длине сессии взаимодействия с этим предметом. Возможно, это объясняется тем, что чуть-чуть смещена аудитория в сторону девочек, но суть не в этом. Суть в том, что то, что вы говорите, что нужно проектировать цифровую среду таким образом, чтобы она давала детям возможность взаимодействовать с этими объектами, хотя бы приближенно с реальным миром, для того, чтобы был какой-то отклик. В чем, собственно, вопрос? Вопрос, вот я обратила внимание, собственно, тема исследования формирования инновационной образовательной среды школы средств на дополненные виртуальной реальности. Хотела спросить о том, как вы видите, может быть, какие-то принципы формирования вот такой среды, да, и верите ли вы в то, что можно создать эффективную образовательную цифровую среду, особенно для маленьких детей, ну, где у них цифровая среда вот дает возможность взаимодействия с объектами, но не физического мира? Помните, вот Павел говорил про кентавров? Человек-животные. И я лично не верю пока в создание эффективной, полностью цифровой среды, интересной ребенку. Я позволю тебе маленькую, буквально 30-секундную байку. В 1996 году у меня были профильные классы по информатике. 4 часа информатики, проектирование сетей, программирование там и так далее. И социально-коммунитарные. А класс компьютерный один. Как только приходил социально-коммунитарный класс, который вдруг оставляли на 10 минут одних, все, это бесконечные игры и ничего более. Профильные дети наигрались за две четверти. После чего стали решать поставленные перед ними задачи. Понимаете, как очень хорошо сказали, игра это постановка ложных целей и путей их достижения. Невозможно все время на это рассчитывать. Это может быть только мотивационным моментом. Поэтому построение эффективной, образовательной, цифровой, игровой среды видится в меня бесперспективным занятием. Константин, простите, воспользуясь вашим вопросом, отвечу вам и уколю вас. Значит, в нашем понимании игра это высшая форма организации любой деятельности. Только игра не игрушка, а игра, например, воркдеятельностная. Это как высшая степень. Поэтому играть не просто можно, а нужно всю жизнь. И до нее надо дорасти, чтобы еще играть. А в отношении вашего вопроса, это прекрасный, посмотрите, пример компании научного развлечения. У них есть такой продукт, называется Наураша. Набор, естественно, вот, кстати, объединение, как сделать так, чтобы цифры не мешало чупать реальный мир. Значит, комплект Наураша, этажерка с кучей датчиков, упакованной в виде божьих коровок, тра-та-та, но это профессиональные датчики. И классная мультимедийная оболочка, позволяющая в игровой форме засунь эту божью коровку в лужу. Тра-та-та. И вот этот диалог, потому что дошкаля там невозможно. Именно способ познаний, основ химии, основ биологии, основ физики. Вот это просто как пример того, где можно сделать игровую среду, но с изучением реальных физических, химических, биологических и других закономерностей. Кто еще? Так, только просьба вопрос формулировать. Здравствуйте, Инна. Можно вопрос вот по поводу, если именно это не какая-то среда, в которую предполагается человека погрузить, то как предполагается вот это вот культурное наследие передавать и какими методами? Ну, наверное, я не могу ответить за всех. Эти методы как раз сейчас и надо искать. Надо искать новую форму. Я попробую пояснить. Понимаете, на конференции одного из районов города в прошлом году на Августовской заседало много умных людей и ученых, решающих, как улучшить качество воспитательной работы, как улучшить цифровую среду. И вот воспитательная работа рассуждала, рассуждала. Я глубоко уважаю этих людей. Они сказали много умных слов, углубить, улучшить, проводить больше образовательных мероприятий и прочее. Но вы знаете, на мой взгляд, если бы они сделали районную фабрику TikTok-контента воспитательного, который бы вводил в поле восприятия ребенка то или иное понятие и мог, подчеркиваю, не вызвать бы, а мог бы вызвать интерес, это бы сделало больше, чем все эти бесконечные мероприятия назидательного характера. Ну и давайте, да, хотя время у нас есть, но тем не менее у нас есть на него планы. Леонид, учитель информатики и общеобразовательной школы. Вопрос такого характера. Я, собственно, согласен с тем, что в целом все эти нейросети и так далее, искусственные интеллекты, это все, по сути, свои инструменты. И вот идут вопросы, как вот это все использовать, как это вообще воспринимать. На самом деле, как мне кажется, в данный момент, в том числе, когда вот задается вопрос про виртуальную реальность, да, то, что, прозвучала такая мысль, то, что сначала нужно человека научить пользоваться этой виртуальной реальностью. Но, как мне кажется, в данный момент у нас есть технология, которая, скажем так, уже давно с нами, это интернет. И крайне малый процент не только детей, но и, в принципе, людей взрослых в том числе не умеют им пользоваться. Потому что надо все равно, как обычно у нас происходит взаимодействие с интернетом у подавляющего большинства. Я думаю, собственно, среди нас тоже такие имеются в любом случае. Это написать свой вопрос, там, дай бог первые пять ссылок посмотреть, там какие-то источники, все, я эту тему узнал и так далее. Тут же, получается, нужно как-то комплексно, наверное, подходить ко всему этому, к восприятию самой системы интернета в том числе. То есть, как этим всем пользоваться, какие нам плюсы может это дать и каким образом, скажем так, уберечь себя от негативного воздействия вот этой вот, скажем так, нефильтрованной абсолютной системы. Ой, прекрасный вопрос. Я сейчас на него отвечу и как раз адресую к вам. К вашему вопросу? Нет. Да. Значит, во-первых, идея про то, что что-то можно фильтровать. Фильтровать можно наливку, когда ты ее делаешь. А фильтровать контент уже давно нельзя. Потому что те, кто занимаются фильтрацией на профессиональном уровне, те же самые поисковые системы, делают это значительно лучше нас с вами. То же самое с искусственным интеллектом. Ой, опять возвращаюсь к угрозам. Искусственный интеллект и его использование станет эффективно отдельным человеком только тогда, когда мы вернемся к истории про ядро персональных данных. Когда мы будем для цифрового мира не массой, а обретем статус цифровой личности или цифрового гражданина, как хотите это назовите. Когда личное ядро данных будет, условно говоря, храниться в депозитарии, государственном, коммерческом, неважно, и доступ ко всему остальному будет через него. Вот тогда туда можно привязать искусственный интеллект, который про тебя что-то с твоего позволения будет знать, и фильтровать контент, подбирать курсы и так далее именно для тебя. Коллеги, добрый день. Добрый день. Есть, да, звук? Видите, как вот есть программа, посмотрите, не сговариваясь, мосты или преграды, соперник или помощник, доклады. Я представляю библиотеку Ушинского российского объема образования. И... А тут... Я тогда загоражу. Ладно, пока там открывается. Значит, ну, находясь в центре книги и типографике, да, было бы, наверное, странно, и говоря об образовании, не поговорить о библиотеках. Два доклада, я так понимаю. Вот. А вспомните, когда вы последний раз были в библиотеке? Или ваши дети? И что вы там делали? Нам в конце вот это вот как бы знание пригодится, да? Вот. Я как готовился к докладу, я... Так, вспомнил одну историю. В детстве я... Мне в библиотеке книжка попалась. Помните, наверное, «Мореплавание, солнышко». Там «Капитан плавал и знаю», они там что-то по Антарктиде. Ну, веселая такая книжка, приключенская, хорошая. Я ее прочитал два раза подряд, не останавливаясь. Потом пришел в библиотеку, в библиотеку я говорю, хочу такую же. Вот, ну, чтобы было. Он мне дает книгу, говорит, это продолжение. Бери это продолжение книжки. Да, это был тот же автор. Это был там некий Коржиков. Книга «Кока динозавра». Название замечательное. Ну, там какие-то пионеры, нуазики, значит, ездили по пустыне в Монголии. Ну, что-то такое вот, ну, настолько скучное было. И такое сильно советское. Я книжку не дочитал, пошел сдал в библиотеку. Больше я к тому библиотеку, конечно, не приходил. Вот. И, соответственно, сейчас я готовюсь, думаю, а вот сейчас я попал бы в такую историю, имея под рукой нейросети, интернет и так далее. Вот, собственно, об этом немножко и хотелось поговорить. Вообще, если мы спросим библиотекарей, зачем нужны библиотекарь, у них ответов масса. И они четко понятны. Культурное наследие, чтение, запах книги, шуршание страниц и так далее. Да простят мне библиотекарей, которые сейчас смотрят меня в онлайне. Вот. Вот это вот как бы за, это прям взято из модельного стандарта публичной библиотеки, вообще доступной, по которым сейчас новые библиотеки создают, в том числе и в Питере. Красивые, новые, но почему-то народ все равно не ходит, даже в красивые, новые. А если посмотреть на библиотеку как пользователя, вот я тоже отец, у меня тоже дети, да, я не могу туда попасть, потому что в библиотеке работают, а даже когда работаю я. Ну, мне это неудобно. Я прихожу в библиотеку, говорю, а мне вот электронные книжки, литерат, что-то еще. Говорят, а у нас нету. Ну, хорошо, а у меня есть. Да, то есть, а зачем мне как пользователь библиотека в принципе нужна? И, соответственно, и стоят вопросы, а вот в век искусственного интеллекта, интернета и прочее, да, вот где оно, или оно, может быть, вообще надо эту сущность убрать и заменить ее чем-то другим? Ну, опять же, культурную составляющую, да, библиотека как хранилище, библиотека как, ну, некая такая мемориальная функция, понятно, что она останется. Но надо ли иметь ее там в каждом населенном пункте, в каждом городе, десятки и прочее? Ну, вот несколько кейсов, как сейчас уже искусственный интеллект в библиотеках применяется. Это библиотека «Конгресс-США», они оцифровали там 16 миллионов старых газет и при помощи искусственного интеллекта разметили заголовки, картинки, фотографии, значит, текст, комиксы, рекламу и так далее. Все это дело там каталогизировали, и теперь пользователь не просто идет и номер газеты берет, а может сделать все комиксы там за такой-то год. Удобно, здорово, наверное, для каких-то там целей. Второй пример нашего Яндекса, который оцифровал, значит, большое количество рукописных архивов, эти ревизские сказки и прочее, да, и совершенно спокойно сейчас можно по этим вот, вот, по этим сложным словам делать поиск совершенно замечательно. И один из последних примеров, мне очень понравился, я вот его специально сюда, национальная библиотека Испания, а там все цифрует, цифрует, и у них было, ну, там, 1300 неатрибутированных пьес разных авторов, вот, исторических. Они засунули в искусственный интеллект, а проанализировал и сказал, что, а вот это, скорее всего, это лопа до вега. После этого эксперты прошли, посмотрели, да, действительно, а было неизвестно чья. Ну, это сложная история, это большие ресурсы, это, ну, действительно, сейчас подвластно только серьезным библиотекам. Давайте, что вот здесь сейчас у нас происходит. Вот не так давно была конференция в Union Run, посвященная научно-библиотечной деятельности, и там две студентки, они сделали доклад. Доклад шикарный, вот есть ссылка, потом, если хотите, пойдете, посмотрите. Они взяли традиционные направления библиотечной деятельности, которые библиотеки должны делать бесплатно, и они одни и те же задания задали чату DGPT, 3,5, и написали запросы письменные в реальной библиотеке, в РГБ, в РНБ, в молодежку и так далее. И вот практически во всех случаях чат DGPT справился лучше. Да, там были сложности, они говорят, мы как бы, вот, ну, чат DGPT не знает наш ГОСТ библиографический, они говорят, мы его поучили, мы 8 часов его учили, да, то есть через 8 часов он стал замечательно все это делать лучше любого библиографа, ну, не хуже. И здесь даже интересно не вот это все, что чат DGPT местами лучше оказался, а реакция библиотечного сообщества, который девочек послушала и сказал, так, вы правила на сайте библиотеки читали, но сначала было правило почитать, потом правильно запрос сформулировать, а потом уже обращаться. То есть, как бы, да, и, а нужны ли такие библиотеки вот в такой во всей истории. Ну, ладно, я как пользователь, бог с ним, я к тому же Солнышкин, я спрашиваю чата DGPT, что там про Солнышкина, чат DGPT мне четко говорит, не знают, нет мне такой информации. Я спрашиваю перплексности, это мой такой фаворит последние несколько месяцев. Тот мне дает краткую, значит, аннотацию, и внизу есть ссылочки, откуда он все это дело взял. Кстати, это 3,5, а вот третий вас спрашивал, тот мне начал галлюцинировать по поводу Солнышкина, что это великий русский мореплаватель 19 века и так далее. Давайте посложнее. Значит, в какой книге мальчик с негром Джимом путешествует на реке по плоту? Ну, слово негер не испугало чата DGPT, но он тоже начал жупутся в показаниях, говорит, это Том Сойер, но хотя в Геккель-Берифине тоже что-то подобное было, ну, перепутал. Перплексности четко. Мальчик с негром Джимом путешествует в книге, причине Геккель-Берифина. Взял запрос из телепрограммы «Своя игра». На своем острове этот герой провозгласил свободу в расповедание его владениях мирно уживались протестант, язычник и католик. Назови его имя. Кто не глядя и не гуглит, назовет имя. Да, ну, чат DGPT, все, он загаллюцинировал, все, там какой-то бред понес, дичь абсолютно. Перплексности, говорит, да, это Робинзон Крузе, вот ссылки на вот эту еще историю. Это один из примеров, как можно использовать и ребенку, и взрослому для каких-то своих познавательных задач, чат DGPT. На самом деле, вот я достаточно давно играюсь, там, ну, с декабря, и вот, ну, так для себя такой, как бы, рейтинг, да, что можно же делать, что нельзя в работе с информацией. Ну, тут многие уже, как бы, вещи поминались, да, дегенерировать тексты, там, объяснять, подражать разным стилем. Очень интересно, я просил объяснить теорию струн для ребенка, там, 10-12 лет. Ну, чат DGPT старался, вот он, а представь, дружок, что вот как-то, да, ну, я все равно не планирую струн, я гуманитарий. Ну, да, вот попытаться такие вещи сделать. Понятно, что чат DGPT, конечно, не генерирует знания, и вот все, о чем мы сегодня говорим, вот, ну, мне кажется, неправильно какие-то антропоморфные признаки, ну, как минимум, сейчас, присылает чат DGPT, что он будет, там, думать, совесть у него есть, нету, будет он, там, обманывать или как-то. Вот. Ну, и вот, что, по большому счету, сейчас происходит, таких три ключевых момента, я для себя очень важных выделил, опять. Меняются паттерны поиска информации. Мой четырехлетний ребенок, он подходит ко мне, говорит, папа, а давай спросим у Алисы, сколько языков в мире существует. Ну, сколько примерно. Все, ну, вот он так теперь ищет информацию. А там, мой ребенок 12 лет, она любит, там, заниматься выпечкой, а она ищет. Уровень информационного шума, вот, сегодня говорили, и Татьяна Арнольдова, ну, да, вопрос. Если здесь все более-менее понятно, да, там, гитхабы загрузили, википедию, какие-то энциклопедии, что-то еще. Но за это время, при помощи чата GPT и прочих, нагенерировали тысячи войск. Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, у вас не кончается ли заряд на... Спасибо. То есть, вот это, как бы, страшно, что у нас будет дальше, вот, с точки зрения информационного шума, и как во всем этом разбираться. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю ТЭС о том, что, ну, вот, и для моих детей, я думаю, что для, в общем, молодежи, навык критического мышления, это сейчас вообще один из основных навыков, которые мы должны у них развивать. Ну, и по-другому принимаем мы решение, начиная от покупки, там, на Валбери, заканчивая Яндекс.Такси, которая нам говорит, как нас удобнее вести, если кто-то там подправит у Яндекс.Такси алгоритм, то у нас повезут совершенно по-другому, а мы об этом и не узнаем, да, как его. Если пропадет Гугл, как мы об этом узнаем, у нас негде будет загуглить. Поэтому, коллеги, вот, в традициях сегодняшней конференции я, собственно, вынес три вопроса, которые... Вот я не хочу, чтобы вы мне задали вопрос, хочу, чтобы вы, я вас спрашиваю, вы мне поотвечали. Но, по сути, вопрос один. Собственно, а вот во всем этом будущем библиотеки и библиотекарь, они для чего нужны? Они что должны изменить у себя? Они чему должны научиться? Я буду очень благодарен, если вы мне как-то вот поможете в этом разобраться. У меня есть свои, опять же, гипотезы вот по всему этому, но я, поскольку человек внутри включенный, я не очень сам себе доверяю. А вот к вам, как, даже, может быть, не к экспертам, а как, ну, сторонним пользователям библиотек, родителям, педагогам, ученым, вот, попробуйте на этом порассуждать. Спасибо. Попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле, там уже выкатили их целую кучу таких сильных, и вот никто об этом практически всерьез не рассуждает, уже пошли куда-то в другую сторону направления мысли. А вот действительно, если сравнить разные подходы, разные вот эти вот направления, и сделать библиотеку, она же навигатор информационный, как раз местом, где можно прийти, и вот тебе будет в одном направлении какой-то там чат, и вот в другом направлении, третьем. И библиотека здесь тоже такой новый формат информационной навигации получает. То есть такая лаборатория по работе с искусственным интеллектом для пользователей, которые ничего этого не понимают. Да, агрегатор даже, агрегатор вот разных инструментов. Да, спасибо за идею. Вот пока вы там, может быть, что формулируете, после предыдущих двух докладов у меня тоже идея, да, вот метаданные на электронный образовательный контент. Может быть, в библиотеке этим заняться? Библиотекари очень любят рассказывать о том, какие они эксперты в информационных, вот во всех этих потоках, как они умеют каталогизировать, и все. Может быть, им доверить вот это вот. Педагоги делают контент, методисты разработают методику, а библиотекари навешивают метаданные, и на выходе мы будем иметь готовый продукт, который при помощи искусственного интеллекта можно будет по-разному использовать. Вот у меня как некая такая идея. Спасибо большое за ваш доклад. Я хочу сказать, что библиотека – это какое-то удивительное место счастья. Когда я писала кандидатскую в нашей публичке, а там еще булочки со сливками продавали, там метрополь рядом. Это вообще было волшебное место на Невском проспекте. Мне кажется, что люди будут идти в библиотеку по принципу «не надо идти к кувшину, если есть силы идти к источнику», потому что есть науки, для которых по-прежнему тексты, как таковые, очень важны. Что делать остальным, где все оцифровано? Ну, наверное, вот уже новая библиотека у меня около дома. Когда ее строили на парке «Победа», я думала, вот теперь-то на Невский ездить не надо. Вы знаете, я ни разу не была в этой библиотеке, живя через два дома. Ни разу. И я не пойду. Потому что время уже стало деньги, и я возьму это через интерфейс. Поэтому этого ответа нет. Меня идет другое удивляет. Когда вы говорили, я вдруг задумалась. А зачем вы спрашиваете чат GPT как поисковик? Есть поисковики Гугла, которые точно вам найдут точную информацию. А эта языковая модель – это о том, чтобы поболтать. Понимаете? Она же строилась не как поисковик. Сейчас будут поисковики со встроенным этим, Барт там и так далее. То есть они у меня есть. Ну, перплексити – это как раз про это. Про это, да? Да, да. Ну вот, потому что я бы не стала с ним говорить. Тут скорее я бы представила, если метафору, это даже не говорящий попугай стахастический, а представьте себе оркестр из людей, которые думают по-разному. А вам охота узнать мнение не одного человека, а сразу многих. И они там в оркестре пошушухались и сказали, Вася, ты отвечай. Вы снова, а все-таки. А теперь и Петя отвечает. И вот что-то поговорили. Спасибо. Ну, давайте я отвечу на один вопрос и комментарий. Значит, вот то, что историки никуда без бумажных книг, архивов не делаются, это понятно. Если мы говорим про детей, а детям там что делать? Зачем дети должны пойти в библиотеку? Что библиотеки должны сделать, чтобы пришли туда? Вот я потом там хотел бы услышать мнение. А по поводу, что я как с поисковиком, я просто привел такие примеры, у них много на самом деле. Здесь я что хотел показать, что чат GPT, который обученный там на модель до 2021 года, они немножко ограничены. А вот эти вот уже такие как бы, ну типа перплексти, они сразу, они мне не просто дают ответ, они сразу дают еще ссылки, откуда взятые. Это ни одна, ни две, ни три, то есть там сразу абсолютно свободно. В России там только VPN, по-моему. Ну и то нет. Все. Ну, как бы, она очень хорошая, как поисковик. Ну, я ее тестировал, например, сделай мне структуру доклада, пожалуйста. Последнее, что я от нее попросил, мне сейчас нужно сделать там социологическое исследование, мне попросили разработать инструментарий. Я сказал, сделай мне рыбу. А он мне сделай. И причем и чат GPT, и перплекстики сделал примерно одинаковые. Вот. И теперь я ее возьму за основу и буду как-то уже с ней работать. Понятно, что я целиком это не отдам. Чат у GPT. Ну, вот, а про детей все-таки вопрос остается открытый. Может быть, там вот девушка, она ближе к той целевой аудитории, за которой я переживаю. А, Оксана. Спасибо большое. Я далека от библиотек, но у меня была возможность поговорить с одним директором библиотеки штатовской, который сказал, я вот пообщался с вашими библиотекарями и понял принципиальную разницу подходов. В моих библиотеках библиотекарь делает промо книги. В российских библиотеках библиотекарь чувствует себя сохраняющим книги. И от этого зависит очень многое в тех активностях, которые в библиотеках происходят. Мне кажется, что если не проводить большое различие между онлайном и оффлайном, не противопоставлять этого, то библиотека – это прекрасное место, где мы можем встречаться с живыми людьми, создающими какие-то тексты, книги, искусство и так далее. То есть оффлайновое место, где я могу пообщаться с людьми, которые создают некий культурный продукт. И театр – это другое, музей – это другое, коворкинг-центр – это другое, дом пионеров – это другое. Мне кажется, что вот это сосредоточение, некое знание и то, что говорил про передачу культурного опыта – библиотека, по-моему, прекрасное оффлайновое место, имеющее доступ и к онлайну тоже. Спасибо огромное за мнение. На самом деле это мнение в определенной части с библиотекой культуры превалирует. И они делают вот такие форматы, они получаются интересные и полезные. Но, знаете, если мы говорим про школьную библиотеку, которая 90% времени занимается выдачей учебников, да, так, а если мы берем вот такой концепт и мы только начинаем там делать встречи с интересными людьми, это же тоже не библиотека уже, да, это место для встречи с интересными людьми, по большому счету. Отличная оффлайновая история, но которая, по большому счету, к библиотекам, ну, в традиционном таком понимании, ну, не имеет отношения. То есть библиотеки здесь будут рядом, как удобное, хорошее место, где... Так, Дмитрий просил узнать мнение нового поколения. Да, молодежи. Здравствуйте, Инна. Мне кажется, что в библиотеки не ходят, потому что это довольно бесполезно. Зачем библиотека, если есть флибуста с VPN, и там все бесплатно. А вот библиотекам, мне кажется, вполне возможно, то есть если они вернутся к своему именно исконному обличию, то есть сохранение научных текстов, сохранение как бы вот текстов, которые больше нигде особенно не найти, каких-то вот статей научных, то есть вот... Инна, я вас удивлю, научные библиотеки занимаются ровно этим. И туда ходят ровно те люди, которым это интересно. Но это капля в море, ученых не так много. Что делать всем остальным? Закрываться. Нет, нет, нет. Давайте дальше. Так, вот следующий. Я постараюсь быть кратким. Да, есть пример. Учительница русского языка и литературы. Ей надо было сдавать работу по курсу по учениковской квалификации. Я говорю, сделала интерактивный буклетик для детей. Она сделала по басням. Басня Крылова, интерактивный буклет. Написано заглавие басни и QR-код на текст басни. Я говорю, ты зачем сделала? Дальше мы с ней сели и стали размышлять и делать. И в итоге получился там проект «Возьми басню с собой». Где? Крылов. Ссылка на его библиографические данные, которые там можно перейти, прочитать. Текст самой басни, конечно же, напечатан, потому что текст надо читать. Дальше ссылка на исполнение по Пановым этой басне. Дальше ссылка на советский мультик по этой басне. Дальше ссылка на там Арвис. У него там есть объект к этой басне, там Ворона-Лисица. И ссылка на мастер-класс, как самому нарисовать Ворону-Лисицу. Вот этот буклет, есть смысл забрать с собой. Отличный кейс, да. Да, мне кажется, что вот может быть библиотека – это просвязывание текста с культурным контекстом. Спасибо. Коллеги, ну и давайте последний. Михаил, опять как многодетный отец выступил, стараюсь кратко. Я тоже многодетный отец, поэтому как многодетный отец многодетного отсюда. Смысл такой. Смотрите, да, в Лебусе все прекрасно, но мы, если мы живем в правовом обществе, то, извините, всякие тексты, они кому-то, права на них принадлежат, а вообще-то книжка, пойти ее купить – это ни разу не дешево. Мои дети, там почему-то не все, но читают все, но некоторые ходят в библиотеку, да, и берут там книги почитать, настоящие бумажные книги. Я сам хожу в библиотеку, ну, один раз пошел, благодаря Литресу оформил себе читательский библиотек и беру книги электронные в библиотеке. Это функция тоже, получается, так, библиотека выступает на стыке, как бы, цифры и аналога, да. И в этом смысле библиотеки востребованы, потому что, ну, если человек хочет читать, то, ну, извините, никого бюджета не хватит, они глотают книги только так. Если я говорю о том, что, например, есть современный живой, слава богу, автор Сергей Лукьяненко, там кем-то любимый, кем-то нет, он пишет сейчас, он за счет этих книжек живет. Я не имею права, в моем понимании, это все брать откуда-то без оплаты. Библиотека платит за эти, там, государство платит. Михаил, смотрите, вы защищаете текущую ситуацию, я хочу поговорить про будущем. А что через 10-15 лет-то? Ну, мы... Все оставить как есть, и это все... Конечно, нет. Действительно, происходит некоторая трансформация, происходит, становится некоторым... Библиотека становится некоторым клубом, там действительно происходят какие-то мероприятия, они привлекают к себе. Им тоже как-то хочется существовать. Библиотека популярной литературы в старом виде, она, конечно, постепенно изменится, или вынуждена будет уйти. Но как и научные останутся, потому что они востребованы именно как хранилище научных знаний и текстов. Думаю, так. Спасибо. А я вот вам свой опыт, я не на Литрес подписался, я подписался на Яндекс.Ниги, там и аудиокниги, и бумажные книги, все в одном флаконе, и детям, и себе, как бы. И библиотеку идти не надо, ну... И недорого, 300 рублей в месяц. Дима, спасибо. Как многодетный отец, я хотел бы продолжить. Да, спасибо. Или мне остаться еще? Ну, не знаю, давай сядем, что ли, посидим тут. Да, а я стоя. Нет, давай, да, стоя, да. Значит, я вот абсолютно поддерживаю тезис относительно культурного контекста. И хотел вам, пользуясь тем, что у нас немножечко, да, освободилось время, маленькую историю рассказать. Правда, не про библиотеки, но про музеи, которые тоже можно назвать хранилищами, да, в каком-то смысле. Тем более, у них есть запасники. Есть такой замечательный город Владимир. В городе Владимире, как вы знаете, наверняка есть замечательное место. Одно из старейших, по-моему, старейшее место в нашей России. Называется Владимирский Централ. Это пересыльная тюрьма. В этой пересыльной тюрьме есть музей внутри. Туда раз в месяц организуют экскурсии. Это два зала, ну, общей площадью, примерно как наше с вами помещение. И мне там довелось побывать. В этом Владимирском Централе, имею в виду в музее. Ты, когда входишь, ты сдаешь документы, снимаешь галстук, развязываешь шнурки, попадаешь туда внутрь. И, в принципе, понимаешь, что кроме робы, ну, то есть у меня был пиджак, да, ну, галстука уже не было. Тебя ничто не отличает от тех, кто там во дворе находится, потому что у тебя тоже нет документов, да, у тебя тоже есть сопровождающий. В общем, вот, я вот я побывал от музея, и там до меня, наконец-то, мы много делали мультимедисков, там, с русским музеем, с армитажем в свое время, с музеем музыкальных инструментов. Вот здесь вот рядышком тоже на находящемся. Но там до меня дошла как раз вот эта мысль, которую вы сформулировали, да, о связи культурного контекста. Представьте, ну, там, в основном, в этом музее артефакты какие-то, там, заточки, что было найдено при ремонте, значит, или при чем-то еще. Стенд. Стенд, посвященный разным известным личностям, которые отбывали или пересылались там куда-то. Министр иностранных дел будущий, в будущем Израиля, Чаранский, там ему целая, как бы, посвящена. В том числе замечательный такой стенд, посвященный Михаилу Ивановичу Фрунзе. Он попал туда за убийство городового со своим приятелем, но он был несовершеннолетний, поэтому его не разстрелили, ну, не казнили, короче говоря, он там некое время отсидел. И вот про связь стенд. Фотография, когда, ну, будучи подростком, да, там, когда его повязали, глубоко посаженные такие глаза, такая лохматая шевелюра, торчащая во все волосы, во все стороны. Значит, вторая фотография через год отсидки. Хорошо подстриженный молодой человек, с приятными глазами, ну, такие чуть-чуть дутловатое щечки, но видно, что... И между этими двумя фотографиями рацион питания заключенного. Сколько фунтов мяса полагается, сколько фунтов там гречки, хлеба, сметаны и прочее, прочее. И вот тут до меня дошло, что все-таки тюрьма – это исправительное учреждение, да, оно, а не наказательное, да, по крайней мере. Я просто вот про маленькая ремарка, про культурный контекст, который вот вдруг понимается, да, в таких, казалось бы, непривычных обстоятельствах для иногда нормальных людей. Так, да. А можно я буквально минуту еще тоже про музей, коллеги, просто, Дмитрий, я говорил, самый интерактивный музей, который я видел. Дмитрий, я сейчас зачитаю из вопроса отсюда, и потом нас сразу надо ответить и закончим. Вопрос такой из онлайна нам поступил. Систематизация материала в библиотеках и в интернете различаются? Какова достоверность информации в библиотеке и в интернете? И не рассматриваем. Ну, смотрите, библиотекарь скажет, что, конечно, самые достоверные информации в библиотеке, они в интернете. В интернете много мусора, шума, фейка, всего, что угодно. Вот, но мы с вами прекрасно помним, что когда в 1953 году Берию арестовали и расстреляли, во всех больших советских холопедиях страницу с Берией вырезали, какую-то другую туда вклеили. Поэтому вот, про достоверность, оно примерно так. Понятно, что в библиотеках информация, она более фильтруется, и там контроль, в том числе с точки зрения государства, он гораздо больше. Ответил я или нет? А с точки зрения, как бы, каталогизации, ну, все, что каталогизируется в библиотеке, есть определенные ГОСТы под это дело, есть определенные правила, от библиотекари знают, умеют с ними работать, для них там проблем особых нет. Правильно понял, что верить никому нельзя? Мне можно. Кольки, ну, про музей, ну, можно про музей. Самый интерактивный музей, который в своей жизни видел, это он находится, исторический музей в городе Магадан, и там есть зал, посвященный, собственно, Колыме и лагерям. Я был, ну, примерно, больше, наверное, зал, тоже всякие артефакты, значит, вышка, прям натурально откуда-то привезли. Я был в этом зале один, я полтора часа ходил, значит, по залу, все это смотрел, читал, а за мной ходила следитель зала, и вот просто вот я прохожу пять шагов, и она за мной, и там полы скрепили, и вот я полтора часа, я себя чувствовал, что-то я конвоирую. Коллеги, про музей мы сделаем следующую конференцию. Отдельную, да, конференцию, спасибо. Приветствую вас, меня зовут Жанна Петросян, благодарю за возможность выступить, поделиться опытом использования искусственного интеллекта в образовании. Сегодня я буду выступать от лица преподавателей-металлистов, с которыми мы работаем, и частью которой я являюсь. И хотелось бы обсудить применение, опасения и антидоты, собственно, использования искусственного интеллекта в образовании, хотя мы используем его уже, на самом деле, достаточно долгие годы, просто, наверное, никогда не пиарили его так сильно, как это сделал OpenAI. И поделиться опытом использования искусственного интеллекта как в ВУЗе, в котором я преподаю, так и в гильзе методистов, в которых руковожу, и в наших учебных центрах. Прежде всего, вот этот вопрос, который сейчас так активно обсуждается, это друг, союзник, соперник или враг, мы прежде всего решили ответить на него, что это, да, наш союзник, а не не соперник, ни в коей мере, возможно, от незнания вообще того, что такое искусственный интеллект, но мы все-таки решили воспринимать это как союзник. И вот я здесь разместила скрин этой прекрасной книги, на обложке которой, мне кажется, все антидоты зафиксированы, что, собственно, нам делать, чтобы не стать жертвой. Вот, не будь конечной точкой, оставляй рукотворные отпечатки. И, собственно, мы исследовали этому и шли не от антагонизма между нами, искусственным интеллектом, естественным и искусственным, а все-таки обращались в сторону синергии и решили, ну, как мы, насколько это можем, преподаватели и методисты, не разрабатывающие нейросети, естественно, использовать те возможности работы с большим объемом данных, с большим объемом информации, которую умеет делать искусственный интеллект, генерировать, распознавать, анализировать. И наши возможности человеческого интеллекта, в общем-то, решили это, так сказать, объединить в таком едином нечто и в наших преимуществах это использовать, а именно возможность искусственного интеллекта в обработке информации, генерированию контента в разных форматах абсолютно и то взаимодействие, которое мы можем организовать для наших студентов в виде чат-ботов, нейроучителей для самостоятельной работы. Ну, тут можно уже подключать персонализацию в зависимости от тех запросов, которые мы пишем. Собственно, тот опыт, который сегодня я представляю за небольшое количество времени, это результат работы наших студентов, магистрантов факультета международного отношения и факультета романа германской филологии. В рамках тех проектов, которые они ведут, скрам-проектов, то есть здесь, прежде всего, это обработка большого количества данных, информации для этих проектов. Ну, а в обучении преподавателями методистов будущих и преподавателей корп обучения методистов, это, конечно же, генерирование учебного контента, создание нейротренажеров, нейроиллюстраций. Собственно, вот об этом сегодня хотелось рассказать и очень быстро показать. Итак, мы пошли, конечно же, от промт-инжиниринга, но в той мере, в которой мы, как преподаватели, можем это сделать, потому что, конечно, мы не являемся промт-инженерами, но пытаемся писать запросы под те задачи, которые у нас возникают. В результате наших практикумов, наших семинаров, которые мы проводим с преподавателями, студентами, ну и методистами, мы создаем доски миру, которые содержат те запросы, мы их формулируем сами в общении, да, вот в обучении, опять же. Делаем такую базу запросов под каждую конкретную задачу. Преподаватель может зайти на эту доску или методист, или студент, и найти уже готовый запрос и результат этого запроса. Так что, если мы говорим об обработке и извлечении информации, то, конечно же, мы используем Perplexity, Chat, GPT и все те сервисы с искусственным интеллектом, которые помогают нашим студентам, занимающимся проектной работой, именно извлекать информацию из тех же PDF-материалов, ну или из интернета. Соответственно, они могут, ну, условно, говорить с PDF-материалами не только в виде поиска какого-то слова, но именно общаться. И вот инструменты нам эти очень помогают. В какой-то степени мы работаем, ищем фейковые статьи, хотя, естественно, это очень сложно сделать. Используем сервисы, GPT пытаем, Perplexity, ну, немного нам в этом помогает, чтобы не обрабатывали студенты тот контент, который, ну, заведомо там фейковый. Структурируют они информацию тут же, тут же ищут, и она тут же выдается им в том виде, в котором, собственно, удобно. Это что касается студентов в проектах. Что, вот если мы говорим про создание контента, опять же, мы идем, прежде всего, от Perplexity, от ChatGPT. И для нас это, в принципе, исчерпывающая информация. И, конечно, бесконечное количество сервисов, которые на нас обрушилось сейчас с нейросетями, но нам этого вполне достаточно. И мы просто ищем те виды, которые нам необходимы, ищем те запросы, которые необходимы, генерируем контент в том виде, в котором нам необходим, от лица тех персонажей, героев, которые необходимы, генерируем игры, идеи, темы, упаковываем сложный контент для детей и для взрослых в интересные кейсы, в какой-то сторителлинг в разном совершенной стиле. Никогда еще преподавание английского языка, скучной грамматики не было таким интересным, как вот с помощью нейросети, которая нам помогает упаковать это в рассказы разных героев. Прописываем сценарий программы курсов. Можно разрабатывать там, конечно, онлайн-курсы, но, естественно, это все очень сыро, и это такой скафолд, который надо еще наращивать там и работать с ним, и работать. Для детей создаем сказки с иллюстрациями, вшивая туда буквально тот контент, ту лексику, которая необходима, но делаем это, ну, как вы понимаете, за секунды. Соответственно, экономится время для тех человеческих видов деятельности, которые мы можем реализовать синхронно в аудиторию с нашими студентами. Ну, не говоря уже о тех сервисах, которые просто по ссылке на там какое-то видео или текст дают нам тут же готовый вариант. То есть мы экономим время колоссально, и для нас, для преподавателей-методелистов, это просто большой очень помощник и колоссальная экономия нашего времени. Нейроучитель — это еще одна тема, потому что при помощи написания соответствующих запросов, уточнения этих запросов, ну, мы работаем с Perplexity в основном, мы можем создать такого нейроучителя, который может быть использован студентами на время самостоятельной работы, то есть он исправляет ошибки, ну, в зависимости от того запроса, который мы пишем, и задает вопросы, и если вопросы-ответы правильные, то, соответственно, вопросы усложняются. Это делают и историки наши, и химики, и физики, и английский язык, и РКИ, и преподаватели психологии, то есть предмет, но область здесь большая, и мы пишем такие универсальные запросы, которые им помогают, собственно, это реализовать. Что еще лучше, когда студент приходит домой и общается не с репетитором, даже вот с таким виртуальным учителем. Стимуляторы интервью различных создаем, то есть здесь нам важно, что наш ученик, наш студент взаимодействует с некой сущностью, которая задает ему вопросы. По мере поступления правильных ответов вопросы становятся сложнее, а ошибки комментируются, причем на том языке, который мы просим это делать. Вот такие нейротренажеры мы постепенно создаем. Возможно, для разработчиков нейросети это как-то немножко смешное занятие, очень простое, но для преподавателей и металлистов это вполне себе, ну, посильно, но не так легко именно учиться писать эти запросы. Мы генерируем видео-аудиоконтент, ну, несколько сервисов здесь я разместила, потому что я знаю, что нас смотрят и преподаватели, и металлисты, значит, дали эту конференцию нашей аудитории. Делаем дизайн голоса, так как я продаю иностранные языки в УЗИ, это актуально. Текст переводим в видео, наши европейские коллеги могут позволить себе больше в этом отношении, в ту прекрасную синтезию, но тем не менее мы тоже это делаем, и в секунды считанные из текста генерируем видео, конечно же, дорабатывая. Учитель ваш, может быть, Никола Тесла, или Эйнштейн, или прекрасная девушка, то есть студенты любят таких учителей виртуальных, которым рассказывают о каких-то, может быть, не очень захватывающих моментах английской грамматики или истории, но тем не менее им это нравится. Это небольшое такое развлечение все-таки, но мы упаковываем контент вот так вот, и наши студенты это оценят. Нейро-иллюстрации. Мы работаем, конечно, с мир-джони и с лексикой в основном, но это заменители фотостоков, которые многие ушли из России, и, собственно, мы можем генерировать там бесконечные иллюстрации для наших учебников, для книг, для историй, для метафорических карт, с которыми играем, для кейсов. И очень дети и взрослые, изучающие, например, иностранные языки, любят упаковывать, вшивать как бы в запрос лексику или материалы занятия. То есть задание наши преподаватели такое дают своим ученикам, создать такой запрос и такую иллюстрацию, которая бы вмещала тот материал, который был изучен на занятии. Дети любят это безумно. Вот они учатся общаться с нейросетями и видеть в них не высший разум, а высший, видеть в них помощника прежде всего. Что касается антидотов, мне очень нравится вот эта метафора Дженге, которую я нашла, встретила в книге, прекрасный просто, всем рекомендую, искусственный интеллект в образовании. То есть это вот как игра Дженгу, убираем ненужные кубики, убираем то ненужное, чтобы, ну, собственно, нужное могло говорить. И если уже рассуждать о том, что же должно случиться с образованием, ну, конечно, мы должны учить наших студентов обращаться с нейросетью в своих интересах и думать, собственно, и понимать, что их интеллект способен на очень многое. Конечно же, это обучение промоинженеру, ну, в тех размерах, в тех объемах, в которых необходимо, это студентам и преподавателям. Рефлексия, проекты в формате UndoScrum, которые мы много лет уже успешно реализуем, и там, ну, просто шанса нет искусственного интеллекта никак уж победить человеческие. Фасилитация и обязательно изменение формата итоговых испытаний, точно не текстовый формат, однозначно. И, конечно, оценка, переноса знаний уже на практику или там на рабочее твое место, вот оценивание, и прописываем мы буквально карту пути студента, карту опыта нашего студента, соответственно, моменты рефлексии, максимальное количество занятий с непосредственным общением с преподавателем, взаимообучением. Включаем обязательно в этот опыт работу в сообществах образовательных и встраиваем в архитектуру курса работу в образовательных сообществах. Ну, важность сообщества, конечно, сейчас нельзя не упомянуть. Вот эта дорожная карта наших скрам-проектов в таком сжатом виде, мы видим, что студенты участвуют в этой работе, это не просто реферат, они участвуют, начиная с цели полагания, проектирования, маленькие итерации, все, что касается скрама, маленькие итерации, вот это гибкое ведение проекта не дает шанса искусственному интеллекту проработить просто человека, ну, потому что ты анализируешь, отчитываешься, строишь свою траекторию каждый спринт, то есть каждые 1-2 недели, поэтому здесь это очень, ну, перспективно, я считаю. И это достижение наше, вот мы очень этим гордимся, достижение этого проекта, скрам, который мы недавно закончили с третиклассниками, то, что могло бы стать, опять же, ночным разговором родителей с нейросетью, и выходом был просто реферат о нашем городе, мы провели пятимесячный такой скрам-проект с родителями, с детьми, с учителями, и создали такой прекрасный интерактивный гид «Воронеж глазами детей», дети изучали свою собственную целевую аудиторию, создавали видение нашего города, и экскурсию интерактивную по нашему городу глазами детей, проводили исследования, изучали локации, именно те, которые интересны детям, выбирали, сами снимали видео, сами обучали друг друга это делать, заливали материалы на платформу, мы, конечно, помогали их в этом, и вот если вы сейчас пройдете, наведете камеру на QR-код, вы сможете погулять по нашему городу, увидеть видео наших детей, и посмотреть на эту работу, мне кажется, это самый лучший антидот, но в работе это они использовали нейросети, но именно для поиска информации, быстрого, эффективного, структурированного поиска, вот, собственно, так мы и работаем, надеюсь, что если нас смотрят преподаватели, мы вдохновим свои работы, и, конечно, рады будем обратной связи и общению на эту тему. Спасибо. Наши контакты. Вопросы? Жанна, добрый день, Арсен Боровинский, я сейчас сюда встану, чтобы видно было. Ну, у меня вот такой вопрос, смотрите, попытки автоматизированного обучения учеников вообще сталкиваются с тем, что невозможно их активировать. все, понял, да. И, да, прямо вот так. Жанна, такой вопрос. Здравствуйте. Смотрите, попытки полностью автоматизированного учить учеников сталкиваются с тем, что их нельзя мотивировать. То есть, обычные программы, обычные курсы без участия учителя или преподавателя, они не мотивируют учащегося учиться, ну, или, по крайней мере, большинство не мотивируют. А как вы вообще видите, там, какой-то перспективе, там, 5, 10, 15 лет, возможно ли такое, что, там, условный нейроучитель все-таки заменит учитель, и он сможет мотивировать учащегося учиться самостоятельно. Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Ответ готов. Даже не раздумываю. Нет. Не заменит. Ну, нет у нейросети эмпатии. Нет чувства группы, понимания потребностей студентов. Нет человеческого общения. Нет этих пресловутых ошибок. Нет того человеческого, что не имеет нейросеть. Поэтому педагоги, методисты гуру своей профессии будут еще больше востребованы. Потому что рано или поздно студенты поймут, что дойдя до уровня только использования искусственного интеллекта, дальше они в профессии не двинутся. То есть они остановятся. И вот через пару лет востребованы будут те, кто уже инициативу используют, те, кто использовал нейросети как стартовая точка. Я же показываю, что наши проекты, они просто информацию ищут, анализом занимаются, они самостоятельно. Но я считаю, что преподаватели в непосредственном контакте с учеником нельзя заменить полностью. Может быть, это произойдет в дальнейшем, но я очень сомневаюсь. Мне кажется, что это какие-то утопические абсолютно идеи. Может быть, это от незнания того, на что способны нейросети. Так что мой ответ – нет, все будет хорошо, мы будем работать. А в ситуации с учителем? Учитель должен использовать это для того, чтобы высвобождать время от рутинной работы на творческие задания. Наши преподаватели, методисты, которые у нас обучаются, у нас просто и практику, мы по нейросетям. Ну, понимаем, да, в рамках того, что нужно сейчас преподавателю-методисту. Они благодарят нас за то, что у них время освобождается. Не чтобы эти печатные тесты бесконечные или обрабатывать статьи, а для того, чтобы на уроках организовать мастер-майнд, хакатоны вести, проекты интересные, взаимодействие студентов на занятиях, взаимообучение организовать, игры разные. У них высвобождается время. Ну, в общем-то, как когда-то интернет спас нас от какой-то часовой библиотеки бесконечно, как я это делала в студенческие годы, точно так же и сейчас. Это просто некий этап для нас, чтобы, ну, в общем, избежать открытия бесконечных сайтов, а просто получить информацию конкретную и уже как ювелир, понимаете, вот дорабатывать ее, какую-то огранку делать. Вот в этом наша задача. Хорошо. Ответила на вопрос? А можете оценить примерно, сколько они время экономят? Там 10%, 20%, 30% от того, что раньше тратили на создание ресурсов? Отличный вопрос, потому что экономится иногда до, ну, вот 80% времени. Ну, вы представляете, когда человек пишет, печатает, придумывает. Вот я выступала с мастер-майдом для преподавателей, мне нужно было 20 кейсов людей, страдающих от выгорания разных возрастов, разных там, социального статуса. Я потратила 2 секунды, чтобы, ну, напечатать запросы, собственно, получить от перплексити ответ. Я пошла выступать, я энергию даже не тратила. Я бы просидела несколько часов, придумывая имена, истории человеческие. Я просто докрутила немножко это все, доработала, ну, буквально 30 минут у меня времени ушло, ну, вместо, там, я не знаю, двух часов печатания этого материала. Поэтому колоссальное высвобождение времени. Но не все так безоблачно, безусловно. Неталантливый, неграмотный педагог, возможно, с этой вот сырой вот этой вот болванкой пойдет на занятие, понимаете? А там еще работать и работать с этим выданным искусственным интеллектом, контентом. Безусловно, он требует обработки именно человеческой. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос из онлайна. Здравствуйте. Очень приятно. Да, очень приятно. Еще один вопрос из онлайна, последний. Пожалуйста, подробнее расскажите про искусственный интеллект для рефлексии. А вот как раз-таки рефлексия, это не про искусственные интеллект, а рефлексию мы организуем на занятиях живую, человеческую, в непосредственном, синхронном общении с нашими учениками. Мы рефлексируем и в формате игровых мастер-майндов, ну и различная индивидуальная рефлексия, которую мы организуем нашим студентам. У нас работают команды, да, и преподаватели, методисты, и наши студенты в УЗИ, дети, они часто работают в команде, ну потому что мы фанаты Доскрам, вообще фреймворка, поэтому они рефлексируют различными методами, анализируют свой путь и пишут пути улучшения ситуации. Мы проводим мастер-майды в течение месяцев, пока мы не улучшим ситуацию, даже с тем, как я учусь, мы рефлексируем даже на ту тему, насколько эффективно я обучаю, в чем мои проблемы. Снимаем сложности. Вот насчет рефлексии, я уже не знаю, как может искусственный интеллект помочь, это только через общение, взаимодействие, подумать друг об другу, вот это вот, да, есть такой, термин, вот это только в непосредственном контакте с нашими студентами, в их контакте друг с другом, проговаривание, так что здесь, в этом наша сила. Жанна, большое, большое спасибо, весь зал передает... коллеги. Да, привет. Ну, мы продолжим. Всей душой с вами, очень хотела быть в плане, Желаю вам прекрасной конференции, спасибо огромное за возможность выступить, поделиться опытом. Спасибо большое, аплодисменты в зале. Спасибо, коллеги. Ну, Петербург ждет, так что еще шансы есть. Обещаю, обязательно. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь достаточно быстро, так как мы вместе с гиперметодом организовывали это мероприятие, то глупо было бы не заглянуть, как говорится, к себе вглубь, и посмотреть, а что же мы сами собираемся делать в искусственном интеллекте. Я имею в виду компанию Директ Медиа, основным продуктом которой является электронная библиотечная система. Я даже не буду сейчас говорить про Директ Академию, которую я возглавляю, это особый разговор. Поговорим про наш основной продукт, это электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн. И вот что мы с разработчиками нашими, с продуктами, какие идеи нагенерировали. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, на чем можно давайте подумаем, на чем можно обучить искусственный интеллект ВБС. Электронная библиотечная система, это же просто электронная библиотека, предназначенная для целей обучения, в основном высшем образовании, и для целей научной деятельности. То есть там отобраны в первом приближении, как в Википедии говорят, авторитетные источники, и, соответственно, если обучить искусственный интеллект на них, может получиться неплохо. Может быть. Никто пока не знает, никто не учил. Будем пробовать. Дальше. Какая еще есть у нас большая информация? Это история аккаунтов. То есть сотни тысяч людей ходят к нам, оставляют свои следы в системе, и эти следы, и это, кстати, не просто какие-то люди с улицы, это преподаватели, студенты, то есть люди либо с высшим образованием, либо получающие высшее образование, то есть относительно интеллектуальные, скажем так, представители человечества. То есть, наверное, на этом тоже как-то можно это все обучить и чего-то достичь. Далее. наша система, разумеется, существует не сама по себе, а с какими-то другими информационными системами и вообще с внешним миром. Соответственно, мы можем посмотреть какие-то перекрестные паттерны и корреляции с другими информационными системами и уже обучить на этих корреляциях. Ну и как маленький пример, наверное, первого, это очень вкусный такой пример, это в контенте существует иллюстративный ряд и если хорошо этот иллюстративный ряд оттуда выделить, как-то его разметить, то может получиться достаточно интересной даже какая-то генеративная система на основе иллюстрации из учебников и научных статей. Далее. Ну, что еще? Это вопрос. Давайте подумаем. И теперь чуть-чуть подробнее. Что в контенте? Ну, во-первых, напрашивается некий аналог чат D5, обученный не на всем контенте огромном, мировом, а только на ограниченном материале ЭБС. С одной стороны он будет ограничен, с другой стороны он явно будет меньше галлюцинировать. Ну, как мне кажется. тем более, что это направление в общем-то уже начинает проговариваться и крупные компании в общем в этом уже проявляют интерес с тем, чтобы на своей документации огромной это все обучить, чтобы потом люди легко находили бы те знания, которые накоплены данной компанией. Дальше очень важно для нас нахождение аналогичного или дополняющего открытого контента. То есть у нас есть в библиотеке в электронной библиотеке лежат книги под правами, но вокруг в открытом пространстве лежит много свободного контента. Почему бы его им не дополнить тот контент правный, который хранится у нас. А вот дальше идет очень стремная вещь. Это переход от единицы контента, то есть издания у нас, к единицам смыслов. И здесь как раз и главный интерес и главная опасность. Почему я назвал свою презентацию или убийца? Потому что на самом деле переход к смыслам, от издания к смыслам это шаг огромной величины. Если его сделать, это будет абсолютно классная вещь. Но с другой стороны она убивает электронную библиотеку как библиотеку изданий. Потому что смыслы они не живут уже как совокупность больших форм, они живут как-то по-другому. это нельзя создать библиотеку смыслов. Смыслы они живут в некой связи друг с другом и в свободном пространстве где они сами функционируют. Поэтому это с одной стороны классно, а с другой стороны это следующий шаг, на котором из семени уже будет росток и семя будет уже не существовать, а будет что-то другое существовать. Ну и да, вот уже здесь неоднократно упоминалось это генерация тестовых материалов на основе этих смыслов. Я уже тут задавал наводящие вопросы по поводу этого. Это огромная проблема, на самом деле огромное количество ресурсов, денег было затрачено на то, чтобы создать комплексы тестовых материалов. Если бы мы могли здесь увеличить эффективность хотя бы на те 30% которым кто-то здесь говорил хотя бы, то это был бы вообще гигантский шаг вперед. То есть если бы можно, а вообще конечно желание это мы имеем учебник, мы имеем окружающие материалы, которые как-то этот учебник дополняет, и вперед генерируй вопросы, генерируй дистракторы, и все нормально. Наконец-то мы не будем зависеть от преподавателя, который создает дурацкие вопросы, не умеет общаться, не может и не хочет соблюдать правила тестологии, и вот обучим и вперед. По поводу истории аккаунтов, что оттуда можно взять? Ну, разумеется, рекомендательные сервисы, это то, что уже делается, но искусственный интеллект, конечно, этому должен придать совершенно новое видение. Рекомендации поведения, подсказки, семафоры, это о том, о чем говорил Арсен только что. То есть, если человек, ну, он, наверное, говорил применительно к боли, к обучающим системам, к системам дистанционного обучения и так далее, я это вижу, что даже в поведении аккаунта внутри ЭБС как-то выдает, скажем так, его качественность его обучения, отстает он, не отстает, может быть, ему уже в сентябре, в конце сентября надо поставить желтый свет на светофоре и сказать, парень, ты сюда редко ходишь, ты не прочитал вот эти рекомендательные книжки, тебе надо, в декабре тебе будут трудно, меры надо сейчас принимать. Далее, ну и еще обмен интеллектуальными наработками между юридическими лицами, например, вузами, потому что каждый вуз внутри электронной библиотеки накапливает свой особый опыт и в общем-то этот опыт остается внутри-то. Обобщить его это будет очень здорово, если этим займется искусственный интеллект, это тоже будет здорово. Ну и отсюда следует, что мы, если мы берем лучший опыт, который найдет нам искусственный интеллект, мы сможем сделать умные предустановки наших сервисов, которые будут выдавать, например, качественные подборки учебников, более качественные, чем мы внутри себя можем нагенерировать, потому что мы не можем быть специалистами по всему. Ну и, наконец, перекрестные паттерны это рекомендации, какие-либо рекомендации, исходя из сведений других информационных систем, если у нас есть какие-то возможности залезть в какие-то другие информационные системы, например, будучи в ВБС, залезть в ЛМС или в какую-то другую систему и взять оттуда тоже какие-то сведения, то мы, конечно, еще большими возможностями для рекомендательных сервисов будем обладать. Далее, тонкая подгонка контента, измерительных материалов и событий. То есть, если у нас есть материалы в виде изданий и к ним есть контрольные материалы, мы их можем подогнать более тонко, чем это может сделать посторонний человек. Я не говорю про автора, но просто человек, которому это задано сделать. Искусственный интеллект здесь мог бы помочь, по-моему. Ну и организация связи между студентами и будущими работодателями. Студент, оставляя какой-то след в электронной библиотеке, он вообще говоря, это классная информация для работодателей. И если человек интересуется тем-то, тем-то, тем-то и тем-то, это может означать, что возможно даже вне зависимости от оценок этого студента, этот человек может быть ценным кадром, начинающим кадром в какой-то компании вот такой-то. И выловить эту информацию, отдать ее работодателям, чтобы они начали этого студента хантить с третьего курса, например, это может быть даже и здорово. Ну и все, на этом мои идеи заканчиваются. Я хочу услышать ваше мнение по поводу этих идей, реплики и вопроса. Добрый день еще раз. Алексей Авраенко, технический директор гиперметодов. Павел, правильно ли я понимаю, что ваш спич, ваша презентация очень похожа, я бы сказал, на техническое задание? Я уже сказал, да, что мы это обсуждали с нашими разработчиками и продуктами, поэтому, ну, возможно, да, хотя я не ставил такой цели. Вот на последнем слайде я видел Татьяну Альбертовну, там, где с косой шла к двери Software Developers, то есть, к нам. после того, как она нас зарежет, вот эта вот дама с косой, видимо, на сцену, вот на авансцену выйдет некий другой класс разработчиков, не мы, не алгоритмические, да, а вот те товарищи, которые вам это смогут сделать. Просто вопрос к аудитории и к вам, как называется эта профессия, как будут называться эти профессии будущего, которые будут этим заниматься, тут есть, на самом деле, чем заняться. я бы назвал его сомелье кодинга. Это не кодинг, это нечто же иного свойства. Ну, как назвать программинг, или сомелье, то есть, это подборщик, то есть, это человек, который сам вины не делает, а предлагает вам на выбор, да, то есть, он быстро может сориентироваться и найти какой-то API там, где вы никогда бы не стали его искать и притащить его и вы через 10 минут подключить его к своему коду и он заработает. Да, API или дрессировщик мне пришла. То есть, мы берем готового тигра, который умеет базовые вещи делать и натаскиваем его стоять, сидеть. Чего греха таить, программисты уже давно не умеют сами с нуля писать алгоритмы сортировки, да? Есть такое. Вы правы. Это уже давно. Я на самом деле не спрашиваю. Это просто продолжится в более быстром темпе, на мой взгляд. Ну, в общем, тут на несколько лет работаем. Спасибо. Шапира Константин не выступал еще ни разу. Реплика. А почему вот все эти функции не завязать бы, сейчас скажу крамольную вещь, но чиновники у нас тоже здесь есть, на госуслуги? Ну, мы наши мысли не распространяются так далеко. Мы подумали о нашей системе, да, и что? Потому что возьмем любую систему, каждый про себя может такую нагенерить таких хотелок. но я хотел бы сказать, что госуслуги, кстати, по сравнению с другими странами, это не такой плохой продукт, он и так неплох, да, то есть нельзя на него тыкать, как на продукт, который, вот сейчас мы внедрим там искусственный интеллект, он наконец-то станет хорошим. Он достаточно хорош, на четверку с минусом. Дмитрий Иванченко, Павел, а мне кажется, было бы очень полезно, если бы вот эти сервисы были бы завязаны на образовательные успехи ребенка. Это одна из идей, да. О рекомендательных сервисах, да, то привязать не только тому, что он прочитал, а что ему интересно, какие у него оценки, у него провалы по биологии, может быть, ему надо биологию порекомендовать, или может быть, наоборот, он в душе там физикой, это пункт внешней системы, то есть паттерны между электронной библиотекой и системой обучения, например, да, вот оттуда можно, я не говорю, что это можно вылавливать только из электронной библиотеки, просто я готов говорить за электронную библиотеку и не готов за какие-то другие информационные системы. А, Дмитрий, передайте, пожалуйста, пока. На правах организатора можно дополнить картину? Да, вот мы, в принципе, сегодня обсуждаем в двух направлениях, первое, там, опасно-не опасно, противник-соперник, второе, это, вот как работаем с чатом, GPT и другими чатами, с готовым уже продуктом, запрашиваем, что-то получаем, но на самом деле есть пласт работ, когда действительно ведется разработка, ну, на нашем уровне, мы там не open AI, но разработка действительно таких систем, и вот здесь речь идет, о ней Павел Юрьевич не сказал, о проекте искусственный интеллект читает книги, вот так он у нас и называется, на сайте AI-books.ru, можете посмотреть, и там вот, между прочим, интересный опыт, полезный в нашем контексте, когда мы делаем вот эту работу с искусственным интеллектом, и помогаем озвучивать книги, ну, вы знаете, рынок аудиокниг, он растет очень быстро, но практически он сейчас охватывает только вот рынок бестселлеров, потому что это очень дорого, там около 100 тысяч стоит озвучить одну книгу, вот, у нас задача более демократическая для учебного рынка озвучить все учебники, там, или учебные материалы, это должно быть дешево, это, в этом должен помочь искусственный интеллект, вот, и я хотел бы, почему еще рассказываю, не просто потому, что мы вот потихоньку движемся, уже года три, такие программы, а в чем суть этой работы, вы примерно представляете, если книга есть, ее можно прочитать, но вы тоже представляете, если ее прочитать, это будет очень коряво, и после там 10 минут любой человек закроет, вот, для того, чтобы подготовить текст книги для аудиопрочтения ридером, даже хорошим ридером, нужно провести очень большую работу, связанную с переводом текст, по сути дела, это тоже перевод, но из формы текстовой подачи, да, в форму аудиоподачи, которая бы озвучилась этим бессмысленным ридером, очень правильно, вот, ну и здесь разработан целый ряд инструментов, который связан с устранением речевой неопределенности, прежде всего, это понятная проблема, там, с озвучиванием цифр, сокращений, да, если вы представите, как нам расшифровать сокращение, чтобы было правильно, ну, мы сходу понимаем, как оно должно звучать, вот, для компьютера, это очень сложно, и с целым рядом задачи связаны, где как раз мы включили инструменты машинного обучения, нейросети, вот такие, как БЕРТ, которые помогают вот эту вот неопределенность, то есть, букву О с точкой раскрыть, или это отец Ануфрии там будет, или это остров Соловки, и вот таких вот случаев очень много, вот, так что, вот, помимо использования больших готовых систем, вот, на нашем уровне обычной разработки мы тоже можем решать очень интересные такие, довольно большие задачи. Спасибо, спасибо за дополнение, я отвечу на два вопроса, которые пришли из онлайна, вопрос, а как же персональные данные и благими намерениями вымощен известный куда путь. я хочу сказать, что я думаю, что вы опоздали с этим вопросом лет на 20, там, Сукерберг и другие товарищи уже давно с вашими данными делают все, что хотят, да, не глядя на закон об персональных данных, мы не собираемся идти в ту сторону, на самом деле, да, но, конечно, будем стараться с ними обращаться аккуратно, но это вопрос к разработчикам и о том, как мы эти данные будем в обобщенном виде, не в обобщенном виде, там, и так далее, вот, конечно, по принципу не навреди, будем стараться делать. А так, у меня все. Добрый день, друзья, добрый день, коллеги, меня зовут Анастасия, я методист и педагогический дизайнер в лаборатории Сила Медиа, и я тот человек, который взаимодействует с ЧАД-ГПТ каждый день на протяжении уже четырех месяцев. Когда любому практику в руки попадается новый сервис или новый инструмент, первое, что мы делаем, это пытаемся его использовать, применить, потестировать, сделать руководство, попробовать каким-то образом включить в рабочий процесс. Я в эти моменты напоминаю себе пещерного человека, который нашел острый осколок кремня, и пытается перепилить им ветку, побить по другому камню или привязать к деревянному копью. Очень и очень много различных экспериментов. И в своих экспериментах с ЧАД-ГПТ я сделала выводы, что практически любая задача, которую можно описать с помощью редстандартов, может быть передана на ЧАД-ГПТ. Редстандарты, правила, если у вас есть инструкции для стажеров или для коллег, алгоритмы, чек-листы, подробный порядок действия, значит, все это можно формализировать, перевести в промпт и отдать нейросети для выполнения этой самой задачи. Мы в Сила Медиа создаем самый разный контент, как контент для продвижения, внутренний контент, так и учебные материалы. Например, для нашей образовательной платформы мы готовим большое количество мультимедийных, интерактивных лангридов, и у нас есть определенные правила и описания. Мы знаем, какой методике мы следуем, каким образом мы учим. Мы знаем нашу целевую аудиторию, у нас есть три портрета на три довольно самобытные, интересные целевой аудитории. Мы представляем, какие форматы используем и каким образом мы разговариваем с людьми. Тон оф войс, на ты, на вы, как мы какие-то вещи объясняем, до какой степени абстракции мы можем доходить. То есть, это один документ. Второй документ касается формата. Например, формат учебного лангрида. Точно так же у него есть конкретная структура и есть шаблон, по которому этот лангрид собирается. В нем задаются учебные цели. Он всегда заканчивается алгоритмом действий. Он, скорее всего, будет содержать блок с кейсами, где будут ссылки на какие-то дополнительные материалы. То есть, еще раз, учебный лангрид тоже очень формализован. И значит, мы можем взять данные из первого и второго документа, скомбинировать их и сформировать промпт для чат-GPT. Из чего он, скорее всего, будет состоять. Вообще, у методических промптов есть свои некоторые особенности. Уже предыдущие эксперты говорили, что мы часто описываем промпт, начиная с роли, задачи, какую-то информацию подаем на выходе и просим что-то конкретное дать на выходе. У методического промпта, как правило, добавляется описание целевой аудитории. Это очень важно, ведь детей и взрослых мы учим по-разному. По-разному подходим к студентам и к взрослым профессионалам, которые хотят повысить свои компетенции. Поэтому всегда подробное описание целевой аудитории. Желательно указывать методику обучения, которую вы используете. То есть в той базе, в тех датасетах, на которых обучался ЧАД ЖПТ, довольно подробные описания. Если вы скажете перевернутый класс, если вы скажете смешанное обучение, если вы скажете таксономия блума, вас нейросеть скорее всего поймет и сможет сформировать материал, исходя из ваших требований. Роль педагога эксперта, я как правило задаю, но роли могут меняться в зависимости от задач, методист, методолог, педагогический дизайнер, аудитория, структура лангрида, поскольку она у нас формализована, очень важная часть, которую стараюсь добавлять во все свои промпты, особенно когда начинаю новый чат и новую рабочую задачу тестирую. Это пример, потому что посмотрев на то, как именно мы пишем свои тексты, как мы структурируем материалы, с какими вопросами обращаемся к аудитории, чат GPT скорее всего выдаст более адекватный, более соответствующий вашим целям и задачам учебный контент. То есть по возможности, если есть примеры, мы стараемся их добавлять. Поскольку вот эти учебные лангриды я по-прежнему пишу руками, то есть я текст не прошу писать чат GPT, мы останавливаемся на стадии конспекта, то есть структура, конспект, какие-то отдельно мультимедийные вставки для предложения. Сами тексты я пишу уже руками и поэтому в качестве примера могу не целый лангрид загнать, а могу просто структуру его показать и сказать, сделай мне, пожалуйста, так же. Что это дает? В процентах я сказать не могу, но написание одного такого лангрида у меня занимало 14-15 рабочих дней. То есть сбор материала, подбор примеров кейсов, написание текстов, разметка и потом это шло уже на верстку. Сейчас через чат GPT я эту работу сократила до 4-5 дней. То есть вот структура, какие-то идеи, мне остается написать текст, пользуясь конспектом, подобрать ссылки, цитаты, исследования. Естественно, чат GPT в этом не стоит доверять, и это нужно делать работу, конечно, вручную, но экономия времени очень значительная. Для методиста это важно, потому что та работа, которая повторяется регулярно, та работа, которая повторяется изо дня в день, заметно ускоряется и упрощается, и остается время на какие-то исследования, остается время на какие-то эксперименты. По моим заметкам, чат GPT не очень эффективен тогда, когда у вас задача разовая, идет один какой-то конкретный запрос. Я могу написать, найди мне такой-то материал, расскажи мне там, является ли вот это слово и это слово синонимами, и если да, то в таком контексте. Но это не очень эффективно. Намного эффективнее давать чат GPT те задачи, которые вы делаете регулярно, и писать промпты, которые как раз позволяют раз за разом добиваться гарантированных результатов. И для того, чтобы результаты были гарантированы, для того, чтобы получать уже предсказуемые ответы, предсказуемые респонсы, я использую три основных метода. В первую очередь, это понимание того, что промпт-методиста, методический промпт, это скорее цепочка запросов. Это не одна простыня текста, которую вы отправляете в чат. Это именно цепочка последовательных запросов. Мы обрисовали портрет целевой аудитории, поставили учебные цели, выбрали методику, структуру, силабус, контент и так далее. То есть идет именно через цепочку. Я выписала варианты промптинга, какие можно использовать. List to most, generate knowledge и few shot, которым я тоже довольно часто пользуюсь. Что такое объяснять не буду, чтобы у вас еще остались вопросы. Второй принцип, которому я следую, это использование обратной связи. Что обычно мы делаем? Написали запрос, получили ответ нейросети, сказали, это не то и пошли писать руками. Но, если в этот момент мы не закроем вкладку, а напишем чат GPT, что именно нас не устроило, по каким параметрам мы оценили эту работу высоко или низко, и попросим повторить, мы скорее всего получим лучший результат. И таким образом внутри одного чата мы можем потихоньку обучать нейросеть, давать ей больше и больше контента, больше контекста и раз за разом получать более адекватные ответы. Обучение с обратной связью. Я видела промпты для программистов, которые работают через систему страйков, то есть штрафов. У меня авторский промпт для написания постов работает наоборот через систему наград. И принцип мультиагентности, когда одну и ту же мысль вы можете прогнать через разные чаты, у каждого чата есть своя роль. Один чат методист, другой критик, третий наоборот восторженная аудитория и так далее. И вы можете тестировать и гипотезы методические, и тексты, и какой-то учебный контент, используя принцип мультиагентности. И наконец, третий принцип, любой сработавший промпт, вот даже если это не совсем то, что вам нужно, даже если это черновой вариант, сразу уходит в базу. К сожалению, активно работая с чат GPT, у нас вот куда-то чаты уже ускользают, и сложно найти именно тот запрос, который прекрасно сработал в прошлый раз. Поэтому, как только попробовали что-то, как только что-то сделали, сразу добавляем это в базу промптов, и я отдельно еще держу базу дескрипторов, ключевых слов, на которые нейросеть реагирует определенным образом. То есть для английского языка, например, это очень важно, будет это simple language, natural language, simplified, clear и так далее. Поэтому дескрипторы тоже выписываю отдельно. И в плане учебного контента самые главные три задачи, которые я могу выполнять с помощью своей базы промптов, это транскрибация и расшифровка. Очень много материалов существует в виде вебинаров, и вот мы с Павлом Юрьевичем уже говорили на эту тему, что вебинаров много, их можно расшифровать. Чат GPT прекрасно чистит текст, удаляет слова-паразиты, повторы, структурирует предложения. Это как раз та работа, которую можно дать ей полностью. Может написать саммари, или выделить основные мысли, или выписать основные цитаты и показатели из текста. И, наконец, это переупаковка. Текст вебинара после расшифровки, берем его кусочек, и он спокойно может превратиться в карточки для соцсетей, в чек-лист, в алгоритм, или действительно в какой-то тест он может превратиться. Вот таким образом мы работаем в Сила Меди, и я повторю, что уже 4 месяца каждый день я работаю с Чат GPT, пробуя те или иные варианты, собирая базу своих методических промптов. Я надеюсь, что рано или поздно у нас появится какое-нибудь методическое объединение, где мы сможем обмениваться своими идеями, своими запросами, своими методиками промптинга, и тем самым делать работу методистов и педагогических дизайнеров еще более эффективной. Спасибо. Я мысленно аплодирую. Настя, как всегда, замечательно. И у нас сразу лес рук, как говорят в школе. И я иду к первой из них. Анастасия, спасибо огромное. Мне кажется, опасно даже делиться тогда таким знанием эзотерическим на широкую аудиторию, потому что я расшифрую сегодняшнюю запись вашу и попрошу Чат GPT сделать мне конспект. У меня вопрос такой. Чат GPT, по-моему, что он бывает галлюцинирует, у него есть такой еще, как удачно назвали, синдром рыбки Дория. То есть, когда он забывает, что он уже об этом говорил, он начинает опять это же там другими словами. Вот сталкивались ли вы с этим? И если да, то как вы с этим боретесь? Представьте, сколько у меня еще внутренней информации компании, если вот таким вот я делюсь в открытое. Да, я сталкиваюсь с галлюцинациями и с синдромом забывания и с работой внутри чатов. Во-первых, надо четко понимать, что может быть внутри одного чата, что не может быть. Во-вторых, нужно понимать, какое количество информации, буквально считаем в токенах, чат GPT может обрабатывать без вот этих вот глюков. То есть, есть определенное какое-то количество запросов, которые гарантированно, синдрома рыбки Доли возникать не будет. В-третьих, есть промпты, которые позволяют снизить риск, не избежать полностью, но снизить риск. И, например, для своего авторского промпта, который занимается написанием контента, не учебного, просто постов, у меня есть такой подход, прямо в промпте прописано, что каждый запрос, обозначенный определенным образом, это новый текст. Не нужно использовать информацию с предыдущего чата, а нужно каждый раз относиться к этому тексту как к абсолютно новой порции информации. И вот это позволяет как раз избежать. Чат GPT как будто обнуляется, хотя на самом деле это, конечно, не так, но он перестает смотреть на предыдущие сообщения и синдром возникает намного позже. Спасибо огромное. Так, прошу, Константин. Вот я даже пытался понять, сколько методистов от системы общего образования вообще понимает, что вы говорите. Ну, это так, это реплика. А вопрос вот в чем. А не пробовали ли вы научить чат GPT, скормив ему там, не знаю, условно говоря, какую-нибудь длинную скучную лекцию или голову из книги, сделать уже сразу лангрид? Нет, я не пробовала по одной простой причине. Во-первых, длинная и скучная глава из книги требует разбивки, чтобы мы укладывались в лимит токенов. То есть, это задача раз. Мы можем кормить только определенными порциями информации и лучше делать чанки, то есть, законченные кусочки знания. Это уже ручная работа, ручная сортировка материала. Во-вторых, поскольку мы загружаем информацию порциями, то мы должны и прописать обработку либо каждой порции, а потом суммаризацию, либо прописать промт, который говорит, погоди, я сейчас загружу 8 тебе огромных кусков и только потом начинаю с ними работать. И это уже делает бессмысленно, это уже не автоматическая работа, это уже так или иначе работа ручная. В-третьих, мы не можем чат GPT сказать увлекательный, интересный и динамичный лонгрид. Он просто-напросто нас не поймет. Во-первых, не поймет слово лонгрид, ему нужно написать по-английски снова snowfall. Во-вторых, не поймет, по каким критериям. И именно поэтому вся вот такая работа идет через цепочку промптов. Сначала загрузили, потом попросили сократить, потом попросили структурировать, и вот через цепочку промптов это сделать можно. Я все про свое, про автоматизацию. Но вы обрисовали целую индустрию, которая может быть через несколько лет возникнет вокруг этого явления. Вы пионер этой индустрии. А если, видится ли вам уже на этом этапе может быть какие-то идеи автоматизации вашей деятельности поверх чата GPT, которые упростили бы в вашу повседневную работу? Однозначно, да. Во-первых, я до сих пор не увидела сервиса, который позволяет делать презентации так, как мне хочется. Во-вторых, то есть, помимо того, что я пишу тексты, например, для постов, нужно сразу к ним изображение. Сейчас для меня это два сервиса. Первый идет в чат GPT, второй идет, например, в Leonardo, Stable Diffusion, Кондинского и так далее. Я хочу сервис, который умеет это делать. Все сразу, конечно. На самом деле, вполне появляется сейчас очень много экспериментов на основе чат GPT. Есть сервис для преподавателей, который умеет генерировать отчеты шаблонные, конечно, не на русском языке, но тем не менее. Сделай мне план уроков по такой-то теме, сделай мне учебную программу для такого-то курса. То есть, уже появляются подобные эксперименты. Но это пока что именно эксперименты. Я думаю, что дождусь того, когда будут полноценные уже рабочие сервисы. И сейчас я стараюсь участвовать в тестировании российских сервисов по тем же презентациям, по сервисам для преподавателей. Мне очень интересно смотреть, пробовать, что предлагают и, может быть, где-то помогать высказывать наше общее мнение сообщества для того, чтобы сервисы для нас были более удобными. Спасибо. Сейчас я сначала отвечу на смех и хлопки. Я хочу отметить, что Настя автор курса по эффективной учебной презентации и ее претензии к качеству презентации гораздо выше, чем вы можете подумать. Поэтому ей сложно. Я думаю, что если бы этот запрос написали бы кто-то, написал бы кто-то может быть из нас или обычный преподаватель, скажем так, то результат был бы лучше. Так что в данном случае смех, он не совсем оправдан. Замечательно. Сейчас я прочту из онлайна вопрос. Я, как и искусственный интеллект, не понимая слова промпт, хотелось бы на русском. На русском это будет что-то вроде подсказка. То есть мы подсказываем чат GPT, какой текст мы хотим получить. То есть одно дело, это просто я пишу, напиши мне текст о правилах сетевого этикета. И другое дело, я делаю ему подсказку, напиши мне пост для телеграмма, для такой аудитории в таком стиле. То есть первое будет запрос, а второе будет уже промпт. В том числе можно считать и ТЗ, но все-таки ТЗ с моей точки зрения более структурированы и более подробны, чем промпты. Набор промптов это ТЗ, согласно. Что я вам хочу сказать, что тема как минимум кандидатской диссертации методологии миграции традиционного контента в цифровую образовательную среду у вас уже есть. Работает. рано или поздно я доберусь до методички, согласна. Еще раз здравствуйте. Смотрите, кратко, как может использоваться искусственный интеллект в электронном библиотеке, хотя сегодня в принципе про это говорили, персонализованные рекомендации, когда разные учащиеся получают разные ресурсы в рекомендации, это понятно. Еще одна история, это тоже кстати сегодня уже говорили про синтезаторы с одной стороны, а с другой стороны про то, чтобы можно было создавать человеческие запросы и что-то находить. С третьей стороны классификация Дмитрий, то есть история про то, что библиотекарь будет руками что-то описывать в уровне это данные, это совершенно не обязательно так. И в той желании, когда она столкнулась с ситуацией, что пришло много учебников и они сами писать не могут, они стараются применить искусственный интеллект, потому что задача классификации это стандартная задача для искусственного интеллекта. Меня бы можно было всегда не звать, потому что весь предыдущий текст генерировала она. Если бы мог стать только этот, то мне не было смысла здесь выступать. Еще искусственный интеллект может использоваться для поиска и тот же самый Яндекс давно использует именно его для поиска, чтобы можно было находить что-то не по точным попаданиям в слова в тексте. Но вначале вообще надо немного вернуться к вопросу зачем вообще нужны электронные библиотеки. И вот, кстати, у Павла тоже он напрашивается. Дело в том, что в образовательных тусовках люди, которые работают с ЛМС, про электронные библиотеки вообще не говорят. И нужны ли они вообще? Можно начать как бы с этого. В чем разница? ЛМС отвечает за учебный процесс. Там есть академические группы, и эти академические группы как-то учат. То есть это на самом деле про процесс, а не про ресурсы в ней. А электронная библиотека это по большому счету там бары ресурсов, которые там где-то в каком-то контексте используются. И кроме того, зачастую есть всякие там сборники, газеты, что-то еще, какие-то материалы, конференции, которые просто в ЛМС хотя бы технически и можно загрузить, смысла в этом большого нет. Потому что они немного про другое, они про курсы. Поэтому фактически нужно и то, и другое, но есть еще один момент. В некоторых электронных библиотеках, например, можно использовать конструкторы ресурсов, которые нет в ЛМС. Это, например, библиотека Элис позволяет использовать конструкторы H5P, которого нету ни в виперметоде, нету, например, в OpenEdX. И можно создавать ресурсы в библиотеке в H5P, а потом встраивать ЛМС и получать автоматически туда результаты. То есть по большому счету электронные библиотеки и ЛМС дополняют друг друга и в образовательной организации должны быть идти и другие системы. И, кстати, забавный факт про H5P. Сейчас вернусь. Пару дней назад они мне присылали уведомление, но рассылку сделали, рассылку про то, что они будут использовать искусственный интеллект в конструкторе для генерации контента. Они вообще пока толком не писают, как они это будут делать, но они собираются при помощи этого монетизировать свой сервис. И я, в принципе, подумал, и многие, на самом деле, это здесь и сегодня звучали. То есть, с одной стороны, вы можете GPT использовать для генерации, например, вопросов, но если у вас конструктор будет автоматически правильно генерировать как бы сами задания и обратные связи при ошибке или правильном ответе, вы на этом экономите время. Они в рассылке утверждали, что ускорение создания ресурсов в три раза на бета-тестах. Но если говорить про школы, то в школах фактически электронная библиотека плюс электронный дневник это есть LMS. Потому что в электронной дневнике у вас управление учебным процессом, а электронная библиотека это ресурсы. И одна из таких систем это, собственно говоря, Московская электронная школа, где это прям явным образом разделено, но фактически это LMS по большому счету. Есть кто-то, кто узнает вот этот сайт? Поднимите руки. Хорошо. Это сайт так называемого элемента образования, который запускался в 2019 году Министерством просвещения. И идея была такая. Давайте создадим очень большую электронную библиотеку ресурсов. Соберем туда все ресурсы для школьников, какие только сможем найти. Сделаем их бесплатно. И при помощи нейросетей будем прокладывать для каждого ученика индивидуальную траекторию по нему. Этот ученик хочет про это узнать. Мы его поведем в такой траектории, вот этот про это. Этому надо посильнее, этому надо послабже, этого надо вернуть назад, потому что у него западают какие-то навыки. И у них предполагалось над электронной библиотекой фактически сделать некую систему, которая управляет индивидуальными траекториями на уровне заданий, а не на уровне курсов. Потому что в вузах как правильно индивидуальную траекторию понимают, что ты можешь курс выбрать. А здесь про то, что у тебя непосредственно траектория в обучении выстраивается каждый день, для каждого учащихся индивидуально. Но история этого сайта печальна, его больше не существует, его реализовать не смогли, но по большому счету как бы отчетов официальных не было. Руководитель проекта в СИЗО, ну вроде, но правда по другому поводу, там из-за подснежников как бы приезжали. Но как бы факт в том, что этот проект, этот проект, фактически его и технически не сделали, и контента не нашли. Но Минцифры его подобрал, они его немного доработали, и он включен в стратегию до 2030 года, и добавили они у него чат-ботов. Чат-бот для родителей, чат-бот для учащегося и для учителя. То есть, ну и опять же, сегодня уже много рассуждали про то, как могут применяться чат-боты. Я может тоже немного добавлю. Смотрите, ну один из возможных вариантов, это про то, что, например, чат-бот, учитель общается с учеником, на какой-то момент управление перехватывает чат-бот, там где он может что-то поспрашивать, например, учащегося, и от лица учителя что-то его спрашивают, и он не знает, что он с чат-ботом общается, к примеру. И таким образом, можно, в принципе, задешево попытаться выстраивать, как бы, более индивидуально выстраивать обучение, более персонализованное. Поэтому, ну опять же, пока ничего не делаем, что там есть некие встречные процессы, министерство просечения, и другие делают совершенно другое. То есть там разные башни делают разные. Ну и еще раз вернемся к электронным библиотекам образования. Смотрите, если говорить про большую библиотеку, над которой реальная траектория, то, как бы, фактически это возможно, наверное, только в школах, и вообще мало где, в силу специфики самого проекта. Более понятная история про адаптивные курсы. Когда у вас курс адаптируется, про то, как идет его учащийся, и в принципе, такие системы уже есть. И здесь история в том, что вполне возможно, вот такие системы будут лучше выстраивать не над существующими ЛМС, потому что код существующей ЛМС может сопротивляться внедрению адаптивных курсов. И тому, что у каждого учащегося можно своя траектория внутри курса. А возможно, что такие системы проще вернуться назад и выстраивать над электронной библиотекой. Электронная библиотека плюс логика адаптивного курса, она фактически будет ЛМС нового поколения. Ну, собственно, у меня по теме все. Я предлагаю это все обсудить. Пожалуйста. Да, я один маленький вопросик хотел задать. Точнее, не вопросик. Мне очень понравилась идея про чат-бота, который прикидывается преподавателем. Вот. И студент не знает, что это преподаватель. Я предлагаю сделать два чат-бота. Один добрый преподаватель, другой злой преподаватель. И посмотреть, как им будет. Дополни, как многодетный отец. А мне нравятся чат-боты, которые прикидываются родителями. Представляете? Вообще, я сейчас чуть, Павел, немного вас дополнил. Один из статистов, который с чат-ботами заключается, это в том, что они могут себя более корректно вести по отношению к ученику, чем реальные учителя. Нет, вопрос виртуализации личности учителя, он, конечно, на повестке дня и замещающих сервисов. Но у меня только один вопрос грызет из вашего выступления. Адаптивные системы, которые мы все пытаемся так или иначе строить, они должны основываться на каких-то данных, из которых будет эта адаптация браться. Вы что сегодня, ну, вы, я имею в виду не лично, мы что сегодня знаем про ребенка? Мы все время знаем или про студента только тогда, если он идет уже по специально организованному отдельно взятому курсу. Вот, многодетные отцы, какая информация об успеваемости ваших, не об успеваемости, об усвоении знаний вашими детьми доступна вам или школе? Чтобы создавать профиль ребенка, нужны средства, опять же, дидактические, вернемся к этой истории, где дидактика предмета диктует технологии, а не наоборот, как у нас сейчас это происходит. К сожалению, история про адаптивные системы не заработает никогда, если у нас не будет этих средств, которые будут, перейдут от экспертной оценки действия ребенка к наблюдению за его всеми результатами, в том числе и действиями. на примере Москвы, вот Арсен показывал мэш, смотрите, в Москве есть дети, а есть два департамента, департамент культуры и департамент образования, и в этих департаментах одни и те же дети, но они разные дети, их учитывают по-разному, за них отчитываются по-разному, и деньги на них тоже тратят по-разному. Если вот просто на уровне двух департаментов одну статистику собирать в том же мэше, присоединяясь сюда к его образовательным результатам из библиотек, какие он книжки брал, какие он культурные мероприятия посещал, на какие выставки он ходит, какие фильмы он смотрит, из электронных библиотек подтянуть там, какие книги он прочитал, вот получается профиль. Это уже все есть, это нужно просто как-то начать собирать в одном месте. Но это межведомственное взаимодействие, это... Еще детская комната милиции. Павел, можно я сейчас чуть-чуть отвечу на вопрос? Вот смотрите, в чем штука. На самом деле адаптивный курс уже есть, и сегодня был представитель одной из компаний, которая такое делает из Каенка. Да, там может не использоваться нейросети, но адаптивные системы, в принципе, есть вопрос в том, что их делать дорого. И как раз в школах это возможно, потому что очень много людей учатся по этим курсам. Это сложно делать в каком-то корпоративном обучении, где людей мало, и поэтому просто это финансово невыгодно. Но там, где у тебя учатся 16 миллионов школьников, там сделать адаптивными можно, по сути, все предметы. А вы знаете, почему не адаптивные системы, не адаптивные платформы, не работает с базовой и с помощью формата? Ну, государство. Это просто государство. Просто потому, что выстрелили и тем, как курс, не адаптируются самопитически и конкретно к любому и преподавателю, который также строит работу. Не, но тут еще раз, я вернусь к Скайлингу и в самом проективном случае все же на самом деле очень просто. У вас есть задания, эти задания про какие-то компетенции. Посмотрите, как ученик решает задание, где он совершает ошибки, значит, ты вычисляешь, какие компетенции у него запали, ты его возвращаешь обратно на изучение теории и там снова проведение тестов по тем компетенциям, которые у него выпадают, вот у тебя уже адаптивная система. Никакой И для этого даже не нужен. Да, я хотел бы сказать, что Скайлинг, они же еще и скажем так, преподаватели сделали частью своей системы. Я не хочу здесь сказать, что они их переломали через... Да, ну, ты измениваешь и учителя. А если каждый преподаватель еще индивидуален, то попробуй его засунь действительно так. Так, сейчас. Извините, пожалуйста, с одной стороны все это использование нейросетей и так далее, это звучит прекрасно, если этим правильно пользоваться, но опять же вопрос личных данных. Все это если экстраполировать это на какие-то более глобальные масштабы, то вот, например, то же самое поиск работодателями работников и так далее, или вот как здесь предлагали связать все на госуслуги и так далее, это звучит все просто антиутопично, это получится в итоге просто помесь черного зеркала с книгой Пелевина. Это просто в этом... Как вы представляете в этом жить? Совершенно верно, это социальный рейтинг китайский, да. если позволите, я про школу отвечу. Вот смотрите, позиция Министерства просвещения, я опять же так получил, что я общался с цифровым трансформатором Министерства просвещения, как вы знаете, Министерства просвещения, вернее, в школе с 1 января 23 года запрещено хранить персональные данные не в ГИС. И у них позиция такая, а вот вы давайте в своих скаленках фторизуйте людей через ЕСИ, получайте от них идентификатор и ничего не знаете про школьника. То есть не знаете его фамилиями отчества, где он учится, все такое прочее. У вас будут просто некоторые идентификаторы из ЕСИ, и вот если его знает, то это, а вы не знаете. А дальше просто берите, собирайте, обрабатывайте. Вы не знаете кто-то персонально. Это кто-то, но кто это конкретно вы не знаете. Вот история про это. Это как бы один, это то, как министерство видит, министерство посещения видит ответ на этот вопрос. Вот с другой стороны я понимаю эту заботченность, я отвечу так. Да, для того, чтобы развивать свой продукт, надо собирать данные о пользователе, надо проводить эксперименты и тут вариант очень простой. Либо вы идете вперед, либо вы отстаете. И последний. Про почему не взлетает система адаптивного обучения. Собственно, с 2008 году Microsoft, фонд Билл Гейтс очень активно внедрял в США систему адаптивного обучения, потратили на это много миллионов. Очень печальный выхлоп, потому что в итоге прирост качества образовательных результатов 7-18% и только у отстающих учеников. На учениках среднего успеваемости и высокой вообще никакого влияния нет. То есть, ты тратишь миллион баксов, чтобы помочь троечнику чуть-чуть. То есть, при этом это ломает учителей, которым тяжело пользоваться этой системой. Вообще, в целом требует большой перестройки. Вот именно в таком варианте, когда ты просто возвращаешь ученика еще раз прослушать тот курс, который у него запал, потому что он там получил тройку по контрольной работе, связанной с этой темой. Вот не работает. То есть, нам нужна принципиально другая система, которая за пределы скинеровского адаптивного обучения выходит. Возможно, переформатировать контент, который ученик не понял с помощью чад-джи-пяти или методиста. Вот тогда, возможно, это как-то будет работать. Но не в самом тупом варианте. Мы уже это проходили. Я соглушусь здесь. Вопрос в том, что на это насмотреть как на продукт. И вы постоянно должны улучшать свои задания, свои задачи, отслеживать метрики по ним и все такое прочее. Да. А второе просто и не вдогонку, про то, что в каком мире мы живем. Старый есть фильм «Прощайте доктора Фрейда». Но мы же не должны жить по этому вашему Фрейду. Мы не должны, но мы живем. Да. Поскольку вы об этом уже сегодня поговорили и не раз, и не один человек, я уделю немножко внимания этой презентации. Но у меня к вам другой месседж. Вообще не про искусственный интеллект. И хочу поделиться полезным опытом. Я про себя немножко. То есть я, конечно, дилетант абсолютный с точки зрения методик, дидактик, обучения детей. Так уж получилось, что мне приходилось все время обучать взрослых. Причем это чисто прикладные вещи. То есть когда тебе надо, чтобы этот человек завтра делал какую-то конкретную работу. И если ты не научишь его это делать, то придется самому делать. То есть из этой необходимости вытекает, так сказать, необходимость обучения. Это самая такая хорошая мотивация. это первая проблема. Вторая проблема опять-таки колеса там если ты не научишь чиновника, с которым тебе надо постоянно работать, ну в общем тебе будет очень трудно работать. Вот скажем так с чиновниками областной администрации вы не часто встречаетесь? А допустим если вы занимаетесь таможенным оформлением грузов, то с таможенником вы вынуждены встречаться каждый день и не один раз. Если он боится и не знает как ваш груз оформить, то это будет в конце концов ваша проблема. Вот поэтому здесь приходилось в том числе этого касаться. Ну немножко поскольку я уже потратил на эту презентацию какое-то время, значит я просто не очень понимал о чем я могу вам поговорить. Я сначала написал тему как искусственный интеллект изменит внешнюю торговлю, потом подумал что наверное это вам не очень интересно и решил так по философии удариться. Я конечно не такой специалист как допустим Константин в области философии. Поэтому я решил спросить искусственный интеллект. Сначала я попытался узнать что такое творчество в Википедии. Ну как вы видите ключевое здесь это создание новых Википедии. Вот я чат G5 спросил. В общем то он примерно с этим согласен и мне даже понравилось что он выделил определенную структуру чего творчество требует. то есть там воображение интуиции эмоциональной глубины способности видеть связи между различными элементами. И сейчас горячая пора во всех ВУЗах тот кто преподает знает все сдают ВКР выпускные квалификационные работы я сам там руководитель дипломных проектов некоторых вот я все думал а какую компетенцию мы проверяем ну просто вот тем что мучаем студента необходимостью написать этот диплом который честно скажем никто кроме руководителя дипломного проекта и то если он не ленивый человек не прочитает никогда ой я вас умоляю где таких рецензентов найти рецензента обычно принесите рецензию не буду я ее писать за вас в конце конца это из какого то ГОСа так ГОС считает что собственно демонстрируется при защите диплома и там дальше идут из этого же ГОСа набор компетенции по дальней специальности то есть как бы вот он ой а что это это я его так нажал я не знаю я понял да но если в принципе он мне даст эти 283 секунды ну бог с ним ладно спасибо что да 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 я спросил чай GPT а зачем ВКР вот смотрите он очень классно ответил вообще я бы даже вот это поизучал то есть предметную компетенцию да там он демонстрирует навыки исследования аналитические навыки критическое мышление навыки коммуникации то есть способность явно выражать свои мысли и так далее организационные навыки то есть вы можете структурировать свое время управлять и так далее ну не знаю мне эта структура очень нравится я просто опять-таки изучал основную мотивацию студентов какая у них основная мотивация пройти антиплагиат поэтому пишется там что-то ужасное такое я говорю вы зачем эту фразу составили еще понимаете что она означает я не могу понять я вынужден это читать ну я делала рерайтинг ну то есть понятно что она чужой текст взяла и попыталась его как-то и я еще хочу сказать что у меня тематика таможенная там жуткий язык вообще если вы кодекс когда-нибудь почитайте таможенный ну и не знаю зачем вам это надо будет но вы поймете меня так вот тут наши преподаватели как вот Татьяна Альбертовна сказала эти как это называется где в общем вот эти антиплагиаты антиплагиаты взяли на себя наглость решать что текст написан искусственным интеллектом честно говоря для меня загадка как они это делают я спросил у чат GPT смотрите что он ответил ну во-первых стиль языка и работа то есть тут надо сказать что искусственный интеллект себя очень уважает стиль языка и работа то есть работа создана искусственным интеллектом обладает определенной структурой в общем короче студент так не умеет просто консистентность насекачества то есть текст написан свободен от ошибок опечаток и так далее предсказуемость и шаблонность ну то есть он много научился и знает в общем-то чего-то нестандартные идеи подходы ну честно говоря мне обидно за человека вот после того как он искусственный интеллект считает как его находят и собственно по теме своей работы я опять-таки два раза спросил почему искусственный интеллект не может заменить творчество вот он помните да определение творчества от искусственного интеллекта которое было до этого эмоции интуиция абстрактное мышление контекста культура уникальность индивидуальность ну думаю ладно тут он с пиететом к человеку да я конечно интеллект но тебя я никогда не заменю поэтому я задал ему такой вопрос вот и он так сказать тоже прикольно написал то есть зачем он может быть в творчестве и в конце он все-таки написал что вот нет я не смогу тебя заменить поэтому поэтому извини это что называется по теме выступления ну такая вот не знаю насколько она полезна кому но во всяком случае это мне лично было интересно теперь по поводу того чем я могу быть полезным в плане своего опыта то есть я уже 6 лет провожу конференции профессиональные ну в другой сфере это вот как раз около внешнеэкономической деятельности и мы пришли к формату вот аналогичному который мы сегодня наблюдаем то есть это экспертная конференция неформальная с обсуждением и я вам скажу что у меня вот таких конференций сейчас уже проходит 3 3 в году и самое важное что нам если вам этот формат как бы зашел и мы понимаем сейчас уже пользу друг друга да и чего не хватает профессионалам профессионалам не хватает площадки где можно нормально поговорить с профессионалом горизонтально решить свои какие-то профессиональные задачи поделиться чем-то вот при этом ну не заходить это как-то там сверху там сбоку не писать какие-то формальные письма и так далее поэтому первый так сказать мой призыв давайте не будем разбегаться тут я могу подсказать потом гиперу или там паше или паше гиперу то есть как эту площадку поддержать ну даже просто телеграмм группа в телеграмме или еще какая-то группа она уже позволит что-то такое какой-то контакт держать второе предложение вот вчера Константин на нашей на нашем образовательном мероприятии которое предшествует где мы изучали разного рода напитки предложил чтобы у этой конференции был какой-то какой-то резюме то есть я тоже считаю что если люди собрались поговорить но пытаться хоть какие-то выводы сделать и как-то с этим дальше нести есть какие-то темы которые длятся ну вот я не знаю в таможенной тематике можно бесконечно говорить про определение таможенной стоимости там и так далее это будет это можно говорить и говорить и постепенно к этому идти есть темы которые заканчиваются по разным причинам что-то где-то закон поменялся еще что-то там поняли что это никому не надо и так далее поэтому здесь тоже если допустим у меня давно была идея синхронных конференций то есть когда есть некий доклад вот он висит и после него длинное обсуждение через месяц идет 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 и следующая конференция она уже ну как бы это такой перевернутый класс для экспертов да то есть что собственно повторять как помните был анекдот где люди номера называли анекдотов и все там смеялись то есть зачем повторять да то есть вот мы уже об этом поговорили вы уже это все это знаете давайте продолжим это обсуждение это еще один еще одно предложение и еще как человек имеющий некоторый опыт ну назовем это лоббизма там да ну то есть общение с госорганами опять таки не из сферы образования ну приходишь на площадку ну какой-нибудь там оси или в какую-нибудь деловую россию или рспп зачем да там ну объяснить минэкономразвитие там федеральной таможенной службы что вот этот закон надо поменять и наблюдаешь за бизнесом и за властью власть она готова у нее по каждому маленькому вопросу сидит отдельный специально обученный настроенный человек который абсолютно письменно уже ответил с выработанной позиции бизнес из серии ну блин мы же вам деньги платим вы нас должны любить ну то есть я к чему говорю если мы хотим каких-то изменений то надо формировать обоснованную позицию власть тоже в этом нуждается потому что ну а кто это за нас это придумает они к сожалению это не придумают там опять-таки другая мотивация там у них то есть они не будут думать как сделать прям хорошо ну им некогда просто а вот если вы знаете как сделать хорошо и как-то это обосновали и объяснили почему вот это надо поменять тогда это можно еще как-то пробить я не говорю что это прям сразу происходит ну не но понимаете мы же не можем выскочить из вот этого всего нам как-то к этому надо приспосабливаться и вот эти все изменения опять-таки я не знаю как в образовании я думаю еще медленнее но вот в этой всей регуляторике связанной с внешнеэкономической деятельностью они длятся десятилетиями я знаю экспертов которые там писали там второй кодекс там которые вот эту норму пробивали 10 лет назад и вот она пришла к ним то есть прикольно этих людей как бы знать им конечно немножко это греет душу что они сделали этот мир чуть-чуть лучше про это никто уже не знает все забыли но это единственный способ вот собственно все спасибо спасибо очень интересно было слушать и я мотал себе на ус и сегодня наверное вечером если буду в состоянии создам телеграм-канал надо определиться канал или группу да там в канале ты помнишь тогда надо всех администратор нет не канал группу да просто чат для экспертов где кто-то должен тогда пост я думаю что на 20 человек хватит чата на самом деле тем более что импульс стихнет примерно в течение двух месяцев вот если если это выродится что-то большое сделаем группу еще делаем канал еще один фактор тоже поделюсь который позволяет поддерживать активность это просто дружба да коммуникация когда люди просто приятно друг с другом общаться я вам еще скажу больше вот эта группа которая у меня образовалась это группа конкурентов что такие таможенные представители брокеры это консультанты которые всегда друг с другом конкурируют они умудрились сейчас о чем-то договориться где-то что-то друг другу не говорить но какие-то общие вещи они решают я к тому что даже среди конкурентов можно сделать профессиональное сообщество ну давайте пару комментариев и последний доклад если не тянул то я история про то что резюме и про то что надо это делать или не надо это делать понимаете министерство просвещения например написало себе такой целевой показатель в цифровой трансформации что к 2030 году 100% заданий в электронном виде должны автоматически проверяться с использованием технологии искусственного интеллекта да искусственного интеллекта заговориться начинаю но не тот кто это написал не те кому потом это вслух читали не те кто уже отчитались за то что у них автоматическая проверка 100% электронных заданий не подозревают даже что имелось ввиду как той песенке а что же это конкретно имело ввиду и вот может быть в том числе наше там не знаю резюме и дальнейшее совместная работа может быть направлено на то что вы какие-то понятия ну может быть не определить а хотя бы сказать что экспертное сообщество под этим понимает и дать об этом знать в том числе и как вот было сказано органам госвласти потому что иначе мы вот так и будем бродить и шататься и каждый про свое говорить а в итоге нам потом скажут что вот сейчас очередной маркетплейс от министерства просвещения определит на основании трех вопросов индивидуально образовательную траекторию и вот это и будет искусственный интеллект адаптивной системы есть еще кстати один эффект я сейчас вспомнил когда константина слушал это такая опосредованное опосредованное влияние на регуляторов за счет того что они подслушивают они ходят на вебинары они читают эти телеграм-каналы я постоянно у меня поскольку много есть таможенников просто в телефонной книжке я же вижу что они вот сейчас в этом телеграм-канале они допустим на ну а кстати еще один инструмент который вот прям можно делать вообще я вот в нашем телеграм-канале практикую как я их называю прямые эфиры просто вот собрались допустим ну не знаю там мы с Константином или там Дима с Константином и поговорили вот об этом усели час поговорили кто-то послушал кому-то интересно кто-то прокомментировал сам по себе вот этот разговор он довольно интересен помните был какой-то сервис где люди там по комнатам ходили да да Клабха вот что-то типа того если хороший уровень эксперта то посещаемость будет прекрасна поэтому я бы сделал эту штуку есть канал который можно не закрывать есть группа да там которые надо контролировать количество но это можем обсудить потом все добрый вечер друзья я буду последним танцором на нашей прекрасной конференции я буду говорить с одной стороны про искусственный интеллект но на самом деле буду говорить о людях которые мне гораздо более интересны чем любые любые технологии меня зовут Оксана Силантьева я руководитель лаборатории мультимедийного опыта сила медиа и мы работаем на пересечении трех больших сфер это медиа в широком смысле этого слова это образование в широком смысле этого слова и технологии которые скрещивают сшивают эти две интересующие нас сферы то есть мы учим медийщиков тех кто создает контент для сайтов для газет для телека причем не важно что это журналистика это маленький кусочек медиа мы учим людей из образования использованию медиа как подачи контента как режиссуре как структурированию сторитейлингу драматургии и прочим радостям которые Настя тут кусочек уже рассказала и в этом смысле медиа и образование для нас очень похожие сферы потому что и там и там в основе лежит коммуникация живых людей с живыми людьми у нас могут быть разные тематики могут быть разные масштабы абстракции но как передача опыта в образовании так и передача некого социального опыта в медийной сфере оно основывается на собственно правилах и законах коммуникации и поэтому понимая как человеки из головы в голову пытаются передать друг другу информацию как они как они на вот этом цикле передачи формулирования выбора формата выборе платформы понимание обратной связи как они теряют кучу смысла на этих кругах что для медиа что для образования очень похожие вещи и мы можем друг друга так перекрестно опылять и что в образовании что в медиа есть вещи которые автоматизированные которые рутинные загоняются в экселевскую табличку в алгоритмы есть огромное пространство где говорят медийщики это такая творческая профессия вы такие сидите смотрите в потолок о чем бы нам сегодня рассказать более автоматизированные профессии ну очень трудно придумать неважно хотелось вам не хотелось писалось не писалось болели вы не болели в 8 часов вечера вы должны сдать материал или в 12.43 вы должны написать материал то же самое у педагога что у него дома творится что у него происходит с котиком и собачкой как он ненавидит этих людей которые пришли в этот класс сегодня или в эту аудиторию он должен выдавать достаточно стабильный результат на уровне живой живой коммуникации даже если это зум конференция даже если это онлайн посредник вы все равно живые люди общающиеся с живыми людьми и поэтому в наших профессиях очень часто есть история про выгорание очень часто история про прокрастинацию да да конечно мне нужно сделать этот отчет конечно же конечно же вот вот прямо вот у меня еще две недели на то чтобы его сделать да вот уже воскресенье вечер завтра в понедельник в 8 утра сдавать и вот эта вот прокрастинация она есть три таких самых наверное распространенных причины почему это с нами случается в первую очередь это отсутствие смысла если этот отчет бессмысленен вы не захотите тратить на него энергию силы и такие отодвигаете 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 потом как-нибудь напрягусь и сделаю вторая причина это вы не знаете как не хватает навыка не хватает понимания не хватает шаблона алгоритма чего-то такого что позволит вам сделать вы не знаете с чего начать нет какого-то первого первого шага и третья история это слишком много слишком много информации вас переклинивает вас мозг не в состоянии проще понять что это что это авторский коллеги еще вопросы комментарии пожелания это павел это всего спасибо большое уважаемые человеки спасибо и у нас есть ну десяток может быть 15 минут для того чтобы высказаться по общим вопросам да мы назвали это итоги но на самом деле не обязательно подводить итоги да я хотел бы отметить что предложение александра по поводу создания группы уже воплотилась жизнь и вы либо уже подключены в эту группу либо получили письмо в котором есть ссылка на подключение к этой группе я имею ввиду экспертов вот ну и кто хочет сказать что-то в защиту человеков хотел сказать маугли нет ну человека или наоборот искусственного интеллекта подустали столько было столько было энтузиазма и он я вот о чем подумал я видел разной автоматизации в частности сейчас участвовал в двух волнах автоматизации таможенного декларирования простите за опять-таки отсылкой к этой предметной теме но когда была вторая волна там идет процесс передачи данных на сервера таможенной службы и он акцептируется на каждом этапе электронной цифровой подписью вот большая часть сообщения было подписано там каким-то геннадием ивановым я его лично знал это сотрудник был южного таможенного управления он естественно ни одной декларации не читал но его и цпшка стояла в сервере и сама процедура так выглядела что это обязательно подписывается я к чему про искусственный интеллект мы тут еще с Юрой говорили в перерыве к тому что в принципе пусть генерит что хочет если тебе нравится если ты это акцептировал ты за это и отвечаешь я так считаю то есть и тот человек который сказал ну вот я с этим текстом согласен его опубликовал вот и все не надо мне кажется ничего маркировать как-то так как идея сейчас я хочу я так понимаю мы ответили да и по одному поводу и по второму запись куда в группу на ютуб выложим я так понимаю хорошо теги теги да понятно я просто порежу зачем таймкоды когда в ютубе лучше работают отдельные ролики 20-минутные чем 8-часовая запись так это так это можно сказать о конкретных роликах все равно все равно 3 ссылки или 4 что так что так ну в прошлом году сделал и так и так ну ладно я чуть-чуть объясню проблему связанную с тем почему надо и маркировать когда вы не маркируете контент что он создан с помощью и да то это называется плагиат присвоение авторства ты контент сделал не ты или по крайней мере часть контента сделал не ты но ты подписываешь это с собой а это плагиат уголовное преступление это вопрос это вопрос из этики это вопрос из этики и в общем-то из уголовного права нет нет смотрите еще раз вот у контента есть автор права автора они защищаются гражданским кодексом вот вы написали там какой-то реферат к примеру да ну или не важно там что-то какой-то контент написали если у вас например четверть этого текста на самом деле сгенерировано искусственным интеллектом то это написали не вы а вы пишите что написали вы и это плагиат это это тезис Джарону Ланье на самом деле он его очень давно еще до искусственного интеллекта начал окучивать по поводу и сейчас по поводу искусственного интеллекта активно продвигает последние книжки он как раз и говорил что если вы обучаете систему на основе чужих оригинальных статей то от того что это все там смешано перемешано и что-то новое сделано не возникло важности тех источников не возникло отторжение важности тех источников которые были использованы все равно без этих источников ничего бы не было вот то есть да это понятная на мой взгляд понятная проблема которую сейчас наверное будут решать я думаю не одного вот именно мне кажется что проблема во первых как мы говорили уже искусственный все еще не субъект поэтому какие могут быть ссылки на него во вторых когда мы рецепты кулинарные пишем и выкладываем мы же не пишем что муку мы использовали фирмы макфа потому что это вообще будет реклама да а воду брали из колодца поэтому ну такой спорный тезис я вот про что хотел сказать что у нас сегодня состоялся ряд важных историй во первых мне бы хотелось обратить внимание на то что искусственный интеллект мы все понимаем немножко по-разному и представляем себе его и может быть сегодня каждый услышал для себя какую-то новую важную коннотацию этого понятия во вторых мы мне кажется сделали несколько важных акцентов про то для чего он может быть использован как собственный инструмент уже сегодня и сейчас и мне кажется что как и в истории там с интернетом вещей с большими данными которые вручную нельзя обработать поэтому нельзя было получить там такого точного прогноза погоды так сейчас наступает ну когнитивная история про то что многие задачи решаемые или те которые бы человек хотел решить без участия искусственного интеллекта в том виде в котором сейчас есть невозможны были бы а сейчас появляется такая возможность создание контекста для произведений для текстов там в библиотеках и прочего представьте как здорово если там какой-то какая-то цитата употребленная в художественном произведении будет оборастать культурно-историческим контекстом там из литературных источников фильмов и прочее прочее вот часто большие данные и пойдут в то время как уже испорчено название да уже мода прошла вот часто на самом деле они заработают когда искусственный интеллект до них доберется очень важная на мой взгляд история вот сила медиа спасибо вам потому что проблема миграции традиционного контента в цифровую среду она на самом деле очень острая простое оцифровывание перевод в электронный формат ни к чему не привело и никогда не приведет потому что ну потому что форматы подачи данных как мы сегодня уже говорили и дидактика не совпадают методика потом донесения всего этого до детей никуда не годится и может быть сейчас мы получим новые средства и новые возможности для того чтобы с этим что-то делать пока остается для меня лично большим вопросом как должны выглядеть абсолютно новые дидактические средства даже с использованием искусственного интеллекта и это может быть направление в котором следует думать спасибо так понятно уже люди начали отказываться значит пора действительно итоги подводить я немножко присутствовал здесь как представитель смежной индустрии да поскольку уже там образованием какое-то время не занимаюсь вот но до того как заниматься нейротехнологиями я довольно много временем посвятил автоматизации образования и информатизации вздрагивал на словах типа EOR вот и электронной библиотеки вот очень было приятно вернуться в эту среду но я хочу сказать что такую глобальную мысль вынес вот американцы вбросили нам технологию да чат GPT и мы вот столько времени так глубоко обсуждаем там какие-то этические последствия какие-то вот а как теперь нам вот это учить или как нам с этим жить вот а на самом деле ну в общем-то технологические гиганты они на два лагеря делятся вот одни они чисто про искусственный интеллект то есть вот они уже сделали да open eye свой шаг свой ход а есть еще вторые которые только готовят свою подлянну нам вот которые верят и продвигают такое будущее в котором искусственный интеллект срочен с человеческим не противопоставляется ему а как бы интегрирован и уже есть стартапы Илона Маска Neuralink есть синхрон который с ним конкурирует да и вот вполне вероятно что через какое-то время там возможно даже не через слишком большое мы будем уже это обсуждать а как вот таких детей обучать которые не вместе с искусственным интеллектом а прямо интегрированы с ним да и что это вообще за такие люди вот которые вот не просто люди а люди с ИИ человекомашинно-гибридной системы вот похоже что было бы интересно посмотреть еще на такую дискуссию то есть не экзоскелет а экзомозг экзокортекс да уже есть термин обсуждаемый да спасибо так ну что и давайте тогда по последней а даже ну тогда я хочу передать слово да Дмитрию который вовремя взял микрофон ну что ж коллеги нашей конференции самое главное у нас впереди белая ночь конференция была про белые ночи да прожили один день еще счет нам бы до утра продержаться да в белую ночь простоять вам огромное спасибо что вы нашли силы время что еще желание да ну желание понятно оно было всегда нам здесь в Петербурге естественный интеллект да для того чтобы нам всем сегодня обсудить какую-то новую индустрию которая возникает да или даже возникла та же как в свое время индустрия сотовой связи да какие-то вот такие явления мы сейчас не обсуждаем экономическое составляющее на самом деле да в основе это все равно лежит мне кажется экономика какая-то поэтому интересно жить да интересно сегодня жить ну и завтра тоже будет интереснее да я присоединяюсь по-моему было клево сегодня аплодисменты аплодисменты спасибо спасибо спасибо